Ну что, всем добрый день. Сегодня у нас очередной приглашенный докладчик Михаил Патракеев, который представит свой разрабатываемый им формальный язык и теорию, которую он называет рефлектика. Михаил является кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником отдела алгебры и топологии Института математики и механики УРУРАН и также доцентом кафедры математического анализа на МАТМЕХЕ в Уральском федеральном университете. В двух словах скажу по истории наших встреч. На всех приглашенных докладах я это повторяю. Это у нас такой кружок аналитической философии, где мы обсуждаем разные философские проблемы, также некоторые вопросы логики. Иногда даже основания математики какие-то у нас обсуждаются, но это бывает не так часто, конечно. Значит, мы организовали этот кружок в 2006 году аж и пытаемся поддерживать сумасшедший ритм и чуть ли не каждую неделю взаимодействовать друг с другом. Но это, естественно, не всегда получается. Ну, сегодня у нас приглашен докладчик, который представит свой формальный язык, свою формальную теорию. Будет очень интересно, я думаю. Тогда давайте, не откладывая, перейдем непосредственно к докладу. Михаил, пожалуйста, вам слово. Да, здравствуйте. Всех приветствую. Ну, наверное, два слова, почему я этим занимаюсь. Вообще я, то есть, пенедатская диссертация у меня и, в принципе, большинство моих работ научных по теоретикам множественной топологии. Ну, по сути, сегодня этот раздел математики является частью современной теории множеств. Вот. И одна из особенностей этого раздела в том, что очень много результатов, то есть, очень много открытых вопросов, на которых ЗТФЦ, в которой мы по умолчанию обычно работаем, не дает ответа. Ну, примерно, как континент гипотеза. И для того, чтобы такие вопросы изучать, приходится строить модели теории множеств. То есть, какие-то модели, в которых ответ положительный, то есть, какие-то дополнительные к СИО мы добавляем к ЗТФЦ, ну и другие модели, в которых отрицательные. И в связи с этим я владею этой техникой, и мне это интересно. То есть, там, форсинг, метод элементарных подмоделей, там, Гёделе метод, конструктивный универсум. И, в общем, на самом деле, основания математики меня интересуют при этом еще больше. И вот, в частности, поэтому я их и знаю. И, соответственно, вот где-то лет 10 назад у меня возник некоторый вопрос, некоторая идея, и вот, которой я занимаюсь. И, собственно, про это мой доклад. Итак, значит, вот если цель, которую я перед собой ставил, совсем широко охарактеризовать, то вот она написана на доске. Значит, построить формальную теорию, у которой язык обладает выразительной силой, близкой к выразительной силе естественного языка. Значит, естественно, этот вопрос, такую цель можно понимать по-разному, и вполне можно посмотреть на ту же самую ZFC с такой точки зрения, что будет казаться, что ее выразительная сила больше, чем выразительная сила естественного языка. А вот, то есть, а можно посмотреть с другой точки зрения, и будет казаться, что гораздо меньше. То есть, этот вопрос нужно как-то, эту цель нужно как-то все-таки конкретизировать, желательно дать какое-то строгое определение, и сейчас я именно этим займусь. То есть, в первой части доклада я, значит, опишу постановку задачи, которую я ставлю, и решением которой выступает та теория, тот язык, который я строил. Итак, значит, ну, кратко можно вот эту точку зрения в виде тезиса, который я тоже написал, описать. Значит, я представляю естественный язык как интерпретированный язык, который является мета-языком по отношению к себе самому. Значит, давайте я более подробно объясню, что я имею в виду, потому что этот тезис также нуждается в раскрытии. Значит, я сейчас три, сформулирую три утверждения про естественный язык. Ну, то есть, ту точку зрения на него, которую я представляю, ее можно не разделять, но это не важно, потому что главное, что на основе этой точки зрения я дам уже строгое определение, и дальше можно работать с этим определением. А действительно, естественный язык такой или нет, это уже вопрос, который может нас особо не интересовать. Итак, значит, в естественном языке есть выражение. Я буду рисовать выражение языка в виде таких прямоугольников, красным цветом. Значит, вот выражение естественного языка. Так, их много разных. Значит, давайте я все их вместе соберу и подпишу, что это естественный язык. Значит, некоторые выражения естественного языка обозначают какие-то объекты окружающего мира. Значит, вот такую точку зрения я представляю. И вот это соответствие, которое ставит выражение, значит, вот красный прямоугольник, это выражение естественного языка. Значит, вот справа к какому-то выражению сопоставляется черный прямоугольник, это будет объект окружающего мира. Окружающий мир в самом широком смысле. То есть, ну, все, что можно назвать объектом, пусть будет его объектами. Значит, вот это сопоставление я называю интерпретацией. Интерпретация. И я в работе, я сегодня буду ее обозначать вал, ну, потому что она дает выражению его значения на английском value. Итак, значит, вал это, ну, с математической точки зрения, получается частичная функция, которая сопоставляет выражением языка объект окружающего мира. Частичная, потому что не каждый объект окружающего мира обозначает, ой, извините. Не каждое выражение, естественно, языка что-то обозначает. Так, хорошо. Значит, ну, и вот сегодня будет обозначение. Значит, если вот мы это выражение обозначим tau, а объект обозначим x. Так, ой, извините, пожалуйста, у меня был план рисовать объект окружающего мира всегда синим цветом. Поэтому я сейчас перерисую, ну, это будет, это поможет дальше понимать. Вот, значит, они будут синенькие, голубые. Объект x. Значит, вот то, что здесь нарисовано, символно я буду записывать так. Вал выражения tau равен x. Итак, значит, первая часть тезиса такая. Естественный язык это интерпретированный язык. То есть, в том смысле, что он идет в паре с интерпретацией, про которую я только что говорил. Значит, вторая часть тезиса заключается в том, что сами выражения естественного языка также являются объектами окружающего мира. То есть, вполне может быть, ну, то есть, легко провести пример, там, я не знаю, фраза небо синее. Значит, вот это выражение из трех слов, фраза небо синее, является выражением естественного языка. И значением этого выражения является другое выражение, состоящее из двух слов. Небо синее. Таким образом, я могу нарисовать, что одно выражение может иметь значение другое выражение. И таким образом получается, что выражения естественного языка также являются объектами окружающего мира. Значит, если я объекты, эти прямоугольники заштрихую синим, то тогда вот я, те прямоугольники, которые красные, выражения естественного языка, я их тоже заштрихую синим, чтобы показать, что они также являются объектами окружающего мира. И вот я нарисую такую картинку, значит, я все вместе объекты обведу и подпишу, что это окружающий мир. Значит, вот вторая часть тезиса заключается в том, что выражение естественного языка также является объектами. Ну, значит, той структуры, в которой язык интерпретирован. Так получается. И третья часть тезиса. То есть, смотрите, мы можем использовать естественный язык, чтобы говорить про естественный язык. То есть, ну, например, русскоязычные лингвисты и философы языка пишут статьи на русском языке, общаются друг с другом на русском языке. И, в общем, используют русский язык для того, чтобы изучать и описывать русский язык, в частности, его синтаксис, его семантику и его интерпретацию. В окружающем мире, вот эту самую интерпретацию, которую я обозначил ВАЛ. Я закончил раскрывать тезис. И теперь я хочу сделать на основе этого тезиса определение. Определение, которое будет применимо к различным языкам. И, так, извините, у меня не двигается экран. Так, сейчас что-то сломалось. Так, прошу прощения, сейчас я разберусь. Вот. Все. Итак, значит, сейчас я на основе вот так раскрытого тезиса дам определение. Определение. Определение понятия, рефлексирующий язык. Так, просите за мой почерк. Рефлексирующий язык. Значит, это формальный язык. Давайте обозначим буквой L. Значит, такой, что... И, в общем, три вот пункта тезиса, которые я в качестве примера на естественном языке показывал, сейчас превратятся в более строгое, но, к сожалению, все-таки не математическое определение. То есть, представить это в виде строгого определения в той же ЗТФЦ и доказать теорему не получится. Значит, ну, скажу про это чуть попозже. Итак, значит, первый пункт. Язык L интерпретирован в некоторой структуре. В некоторой структуре обозначим ее буквой S. Значит, что я имею в виду? Ну, то же самое, что я говорю выше. То есть, интерпретация это частичная функция, которую я обозначаю ВАЛ. Значит, она сопоставляет выражением языка L. Значит, вот тут такая стрелочка половинная, то есть неполная стрелка, ну, иногда используется, я не раз встречал, как обозначение частичной функции. Это значит, что вот эта функция ВАЛ определена не на каждом выражении, а только на некоторых. Значит, и так эта функция сопоставляет объекты. Объекты структуры S. Ну, иногда еще называют элементами универсума структуры S. Так. Хорошо. Второй пункт. Значит, ну, в случае языка я говорил, что выражения языка являются объектами окружающего мира. Ну, значит, здесь окружающий мир это структура S в данном случае. И таким образом, вторая часть звучит так. Выражение языка L это объекты структуры S. Выражение языка L это объекты структуры S. Так. И третья часть. Значит, я говорил, что стесный язык позволяет описывать сам себя, свой синтекс, семантику и свою интерпретацию. Ну, в общем, здесь то же самое. Выразительное средство. Выразительные средства языка L. Ну, то есть формулы этого языка, которые что-то говорят о структуре S. Если у нас есть интерпретированный язык в некоторой структуре, то формула этого языка это высказывание об объектах данной структуры. Вот. И в частности, раз сам язык является частью структуры его выражения объекта, то среди этих высказываний есть высказывание о самом языке. Так вот, значит, вот сами эти высказывания. Образительные средства языка L, они должны позволять. Позволяют описывать его собственный, то есть у вас языка L. его собственные, синтексис, семантику и вот эту самую интерпретацию, которая в первом пункте. Именно ее. Значит, ну, можно задаться теперь вопросом, когда дано определение, более-менее строго, хоть не математическое. Знаем ли мы какие-то формальные языки или формальные теории, язык которых является рефлексирующим языком? Значит, ну вот, когда я начинал этим заниматься, я первые несколько лет, там, года четыре, я, собственно, пытался найти. То есть я читал разные книги, спрашивал, писал письма. И вот самое близкое, что мне удалось найти, ну, то есть мне подсказали, ну, и самое тоже на это натыкался, это аксиматические теории истины. Значит, ну, вот что про них сказать, наверное, надо чуть-чуть про третий пункт поговорить. Значит, вот здесь есть слово семантика. Что такое семантика языка? Ну, вот строгого определения я не встречал, и дать такое определение, наверное, сложно, потому что разных языков семантика может быть совершенно разной. У языков программирования бывают даже разные семантики. Есть денационные, есть операционные, эксиматические. Но, к счастью, есть много теорем в разных изложениях, когда эти семантики эквивалентны. И вот если мы по языке программирования будем пытаться применять это определение, то, ну, достаточно одну из них описать самим языком, а другие, поскольку эквивалентны, то, ну, можно считать, что они тоже описываются. Вот. Если мы, допустим, рассмотрим классический язык логики предикатов, там семантика совершенно другая, и она основана на определении Тарского, определении понятия истины. То есть, ну, вот семантика классической логики предикатов, она изучается в, ну, математики изучается в рамках теории моделей, и там главное определение – это определение Тарского, определение истины, то есть, ну, его основными частями является определение, что значит, что такое значение терма в данной структуре, при данной интерпретации, ну, еще при данной подстановке. И, значит, что значит, что данная формула выполняется в данной структуре, при данной интерпретации, при данной подстановке. Такие там термины используются, и в их сердце лежит определение истины по Тарскому. Так вот, возвращаясь к тому, какие формальные теории могут претендовать на то, чтобы их язык был рефлексирующим языком. Значит, к семитической теории истины, про которую я уже сказал, собственно, их цель заключается в том, ну, как я вижу, с моей точки зрения, и вот с точки зрения того, что я сегодня рассказываю, в том, чтобы написать, создать такую теорию, такой язык в классической логике практикатов, который описывал бы вот это определение истины по-тарскому. То есть, ну, раз оно лежит в основе семантики, свою семантику. Ну, а для того, чтобы писать семантику, необходимо описывать синтаксис, потому что, ну, просто он прям в определении, там используется синтаксис. В частный случай, это когда новое выражение строится из другого при помощи там какого-то символа главного. Вот, и таким образом эти языки, они описывают свой собственный синтаксис и свой собственный семантику, ну, то есть языки этих теорий. Вот. Единственный момент, что в тех изложениях, которые читал, там, ну, пару учебников я прочитал, там, какие-то статьи искал, где вот именно на этот вопрос пытался найти ответ. В описании там не дается конкретного построения интерпретации, но описание написано так, что, ну, можно считать, что она подразумевается, но при этом она не строится. И вообще, вот, если задуматься о том, когда мы можем говорить, что язык что-то описывает, значит, с моей точки зрения, моя позиция на этот вопрос заключается в том, что язык может описывать только что-то в случае, если он интерпретирован. То есть, если у нас есть язык, и мы его интерпретировали в конкретной структуре, он эту структуру будет описывать. А пока интерпретации нет, то, ну, можно добавлять разные интерпретации, и язык будет описывать разные структуры. Вот. Но, тем не менее, вот, те изложения, которые я видел, они допускают очень легко добавить к таким языкам, аксимистической теористины, интерпретацию, и сделать это при этом так, чтобы первые два пункта, которые в этом определении, тоже выполнялись. То есть, несложно построить интерпретацию в такой структуре, чтобы объектами, в частности, были выражения самого языка, то есть, вот, первые два пункта будут выполняться, и при этом сам язык, сама теория, аксимистическая теория, строится так, чтобы она описывала свое семантику, и при этом вот это будет все выполняться. Но единственное, что вот последнее, последнее условие, свою собственную интерпретацию, вот, как сделать так, чтобы, когда мы добавили интерпретацию, интерпретированный язык описывал эту добавленную интерпретацию. Вот это, с моей точки зрения, является проблемой, и я это делать не умею. Я не видел, чтобы это где-то делали, и я не знаю, возможно ли это, и вот при принте я ставлю вопрос, можно ли вот так аксиментичные теории стены расширить. Таким образом, среди того, что я знаю, то, что я искал, наиболее близко эти теории, и они все-таки этому определению с моей точки зрения не удовлетворяют. И вот, соответственно, я стал пытаться построить свою теорию, и мне кажется, что у меня получилось. И вот про эту теорию я и буду сейчас рассказывать. Так, значит, может какие-то есть вопросы? Вот с постановкой задачи я закончил, сейчас я планирую рассказать основную идею, которая лежит в построении теории, я называю рефлектика. Ну, а уже потом, если останется время, то я могу уже прям перейти к изложению строгому этой теории. Так, может какие-то вопросы сейчас есть? Так. Так, а меня вообще слышно? Да, слышно. Ага, все хорошо. А то вдруг я, может, вылетел. Так, хорошо, значит, вот постановка задачи дана, можно начать ее решать. И я вначале изложу основную идею. Значит, идея, которая лежит в построении рефлектики. Значит, смотрите, как устроены выражения рефлектики? Ну, не все, но большинство. Значит, они устроены так. Вот есть главный, в большинстве выражения есть главный символ. Ну, пусть будет, давайте, пусть будет S, символ. Главный символ. И, значит, давайте вот это все выражение, так же, как раньше делал, обозначу прямоугольником, длинным красным. В этом выражении есть главный символ, я его квадратиком выделю. И есть подворожения. Значит, их количество равно местности символа S. Ну, вот, например, если S двуместный символ, там, типа символ равенства, сложения, то подворожение будет два. Значит, я эти подворожения называю аргументами. Я их тоже нарисовал прямоугольниками, потому что они также являются выражением языка. Значит, давайте их обозначим, пусть будет tau и rho. Значит, главный символ S, и у него два аргумента, tau и rho. Аргументы подпишем. Аргументы. Так, теперь, прежде чем рассказывать вот основную идею на этой картинке я продемонстрирую, я вначале хочу показать, как то же самое выглядит в классических языках. Ну, вот, пусть будет арифметика пиано. Классическая теория. Значит, ну, давайте рассмотрим какое-нибудь выражение. Ну, допустим, 2 умножить на 2. Прибавить. Пусть будет 8 разделить на 4. Значит, вот такое выражение. Давайте вот тоже это выражение. Поставим в красный прямоугольник выражение арифметики пиано первого порядка в классической логике предикатов. Значит, в этом выражении также есть главный символ. Ну, это будет символ сложения. И есть два аргумента у этого символа. Значит, это выражение 2 плюс 2. Оно является само по себе тоже выражением арифметики пиано. И 8 разделить на 4. Значит, вот эти два выражения. Это аргументы. Всего выражения. Так, дальше. Давайте рассмотрим случай, когда мы арифметику пиано интерпретировали в какой-то структуре. Ну, объекты из структуры мы будем называть натуральными числами. Так, в этом случае каждый аргумент получит значение. Значит, интерпретацию обозначаю вал. Ну, и, значит, вот объекты структуры, в которой, куда действует интерпретация, я буду рисовать, как и раньше, синими прямоугольниками. И, в частности, вот у выражения 2 умножить на 2 значением будет объект число 4. Натуральное число 4, элемент структуры. Ну, а у, значит, выражения 8 умножить на 4 значением будет тоже объект, натуральное число 2. Значит, давайте тоже его прямоугольник синий поставим. Это объект структуры, который интерпретировано из экологии пиано. И, кроме того, все выражение 2 умножить на 2, то есть сумма произведения двойки и двойки, и, ничего там, частного, восьмерки и четверки. Оно тоже при интерпретации получает значение, это будет 4 плюс 2, 6, да. Значит, это будет объект структуры, натуральное число 6. И вот таким образом в архметике пиано мы смотрим, ну, мы можем смотреть, ну, наверное, мы так и делаем чаще всего, на главный символ выражения, как на операцию. То это, на чем эта операция действует. Операции получают на вход 2 объекта, значение своих аргументов. То есть аргумент это выражение, у них при интерпретации есть значение, и вот операция плюс получила 2 объекта, натуральное число 4 и натуральное число 2. Что является результатом действия данной операции, когда она получила вот такие на вход 2 объекта? Результатом является значение всего выражения. В данном случае это 6. Ну, собственно, специальная интерпретация так строится, чтобы операция, которая вот символом плюс обозначена, на которой вот так можно смотреть, она именно дала сумму значения своих аргументов. Вот, значит, вот такую точку зрения на выражение в случае интерпретированного языка я предлагаю вам сейчас занять. А теперь давайте посмотрим, в чем отличие, ну, почти того же самого в случае, если у нас язык будет рефлексирующим. Извините, так, рефлектирующим. Self-reflecting, это, наверное, рефлектирующий, да? Или так, я рефлексирующий, по-моему, писал, да? Ну, не суть. Итак, значит, смотрите. Ну, вначале то же самое. У каждого аргумента интерпретация будет давать какое-то значение. Значит, вот, RO это выражение, и ему интерпретация в соответствии поставит какой-то объект той структуры, в которой интерпретирован, в данном случае, язык рефлектики. То же самое со вторым аргументом выражения RO. И все выражение, которое с ТАУРО, оно также получит значение. Значит, вот у нас возникает три объекта. Значит, первые два объекта – это значение аргументов, и последний объект – это значение всего выражения. Так, значит, пока все то же самое. Теперь отличия. Значит, ну, может кто-то скажет, вот какое отличие из определения рефлексирующего языка можно увидеть? И оно принципиальное. Кто-то может его назвать? Так, ну, хорошо, давайте я назову. Значит, принципиальное отличие в том, что сами аргументы, то есть выражения ТАУРО, они также являются объектами. То есть вот это совсем маленькая разница, но она принципиальна. Значит, как я говорил, рефлексирующий язык, вот в втором пункте говорится, что выражение его также является объектами структуры, в которой язык интерпретирован. Ну, и когда я строю рефлектику, я специально строю так, значит, чтобы это выполнялось. И таким образом в рефлектике вот это само выражение, оно несет в себе не два, а четыре объекта. И когда я смотрю на S как на операцию, которая действует на аргументах и на вход, она берет объекты, то в случае рефлектики каждый аргумент несет не один объект свое значение, как в классическом случае, а два объекта. Свое значение, оно объект. И сам аргумент, это выражение, также является объектом. И теперь, ну, дальше я точно так же на значение операции, которая символ S, я смотрю как на значение VAL всего выражения. Вот, но теперь получается язык более богатым. Он позволяет описывать операции, которые от каждого аргумента берут по два объекта. У меня вот сразу вопрос как раз по этому поводу. Ну, S ведь это тоже выражение и тоже должно быть объект. Нет, S, а, да, правильный вопрос, я про это не сказал. Значит, S это символ, но я отрождествляю символы с выражениями, состоящие из одного символа. То есть, ну, давайте я пример какой-нибудь нарисую. Допустим, вот есть выражения, значит, я выражения рефлектики, я пишу их в одинарных кавычках, чтобы не путаться. Ну, например, выражение, состоящее из двух символов, равно плюс. То есть, выражение рефлектики – это строки из символов. Значит, в данном случае у нас есть строка длины 2, два символа, равно плюс. И можно рассмотреть символы равно. Так вот, символ равно, то есть, первый символ данной строки. Первый символ данной строки я отрождествляю со строкой, которая имеет длину 1 и состоит из того же самого символа. То есть, символы равенства и слово, состоящее из одного символа – это одно и то же в моем подходе. И поэтому символ также будет выражением, потому что символ – это слово, то есть это выражение. Так, я на тот вопрос отвечал. Да, и, соответственно, будет объектом также. Да, да. Ну, тогда получается здесь не 4 объекта, а больше. Согласен, да. Но, то есть, если… То есть, с точки зрения, что S – это операция, то то, что она берет на вход, на вход она получает 4 объекта. По 2 с каждого аргумента. Так, давайте приведу пример. Да, вот тогда получается так, что у нас как бы синтаксис заранее так определен, что символ, который в начале стоит в выражении, он обозначает операцию. Или как? Откуда мы знаем, что это не просто объект, да, не просто значок какой-то? А, так, хорошо. Хорошо. Значит, смотрите. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно все-таки строго изложить, как устроена рефлектика. Вот. И сейчас я рассказываю лишь идею, и на уровне идеи на этот вопрос, наверное, ответить я не смогу. Вот. И если я успею, то дальше я постараюсь. Если вы не забудете меня спросить, то можно будет этот момент обсудить. Так, значит, давайте я приведу пример, как можно, основываясь на этом подходе, ввести символ, операцию, ну, пример прямо из рефлектики, который как раз сильно отличается от того, что можно было бы сделать в случае классического подхода, когда каждый аргумент дает только один объект свое значение. Значит, вот рефлектики есть, я пишу ниже, справа давайте побольше места. Значит, вот такой символ решетка. Значит, как устроены, какую операцию он представляет? Значит, ну, давайте рассмотрим выражение, в котором решетка является главным символом. Вот я в квадратике его помещу. Значит, решетка – это одноместный символ, у него один аргумент. Значит, ну, пусть аргумент будет также тау, черным. Аргумент тау. Так, значит, ну, у этого аргумента вполне может быть значение, если вал определен на нем, это какой-то объект. Вот его тоже синим прямоугольником нарисуем. И сам тау также является объектом. Значит, вот я его раскрашу синим. Значит, как действует операция решетка? На вход она получает от своего аргумента два объекта. Ну, как минимум один сам аргумент. А если у тау есть значение, то в этом случае два объекта. И что она возвращает? Эта операция возвращает аргумент. То есть, она возвращает тау. И таким образом, значит, что же это за операция? Значит, как такая операция обычно называется? Кто-то может назвать? Ну, это просто кавычки. Да, то есть, односторонние кавычки. Ну, я их встретил в первый раз, я их видел у Смоляна в книгах. Он при помощи них там очень всякие трюки красивые строит. Вот. И, то есть, по сути, у нас есть выражение. Состоящая из символа решетка. И дальше стоит какое-то выражение. А результатом будет просто само выражение. То есть, просто решетка убирается. Кавычки снимаются. И таким образом, ну, эта операция может смотреть, как на кавычки. Вот. И вот чем эта операция интересна? Она интересна тем, что, во-первых, такую операцию у нас не получится определить в классической логике предикатов. Вот. А, во-вторых, она интересна тем, ну, и, собственно, почему не получится получить. Потому что эта операция интенсиальна. Значит, давайте я объясню, что имеется в виду. И это важное свойство рефлектики, про которое я хочу сказать, прежде чем перейти к построению. Значит, давайте рассмотрим пример использования этой операции. Так. Значит, ну, значит, вот рассмотрим такое выражение. Решетка. И дальше выражение 2 плюс 1. Значит, значение у такого выражения будет само выражение 2 плюс 1. Решетка снимается. Давайте рассмотрим другой пример. Решетка 1 плюс 2. Значит, ну, значение будет в этом случае другое. Значение будет строка 1 плюс 2. То есть, вот у этих двух выражений значения различны. Но при этом, обратите внимание, что значение самих аргументов, да, то есть, в первом выражении аргументом является выражение 2 плюс 1. И его значением является натуральное число 3. В рефлектике есть натуральные числа, в частности, там есть тройка. И вот это натуральное число 3. И будет значением выражения 2 плюс 1. И то же самое верно и про выражение 1 плюс 2. Про аргумент второго выражения. У него значение также натуральное число 3. То есть, что этот пример показывает? Он показывает, что в рефлектике может возникнуть ситуация, когда два выражения отличаются друг от друга тем, что мы одно подвыражение заменили на другое. То есть, мы в первом, если мы 2 плюс 1 заменим на 1 плюс 2, мы получим второе выражение. При этом эта замена такая, что то выражение, на которое мы поменяли, имеет то же самое значение, что исходное. То есть, обоих значения объект 3. Но после такой замены значение всего выражения, то есть, нового выражения, которым получили, изменилось. Значит, вот такое подвыражение, которое при такой замене может поменять значение всего выражения, называется интенсиальным контекстом. И впервые, видимо, обычно, когда пишут потенциальный контекст, отсылают к Фреге и начнем локалистический пример про вечернюю и утреннюю звезду. Давайте я про этот пример скажу, потому что это важно для того, чтобы сказать о том, чем рефлектика хороша. У нее есть положительное, чем она интересна, где она может потенциально применяться. Итак, пример, который приводил Фреге такой. Тутанхамон не знал, что вечерняя звезда и утренняя звезда это одно и то же. Значит, вечерней звездой называют, по крайней мере, Фреге называл светило, которое, значит, вечернее, оно первым появляется на небе, когда темнеет. То есть, самая яркая звезда неба и мы знаем, так, давайте напишу одно и то же. Так, значит, вот такое выражение. Рассматриваем Фреге и в нем есть два подворожения. Вечерняя звезда и мы сейчас знаем, ну, видимо, Фреге уже тоже знал, что вечерняя звезда это планета Венера. То есть, вот это выражение есть значение value планеты Венера. Значит, обозначим прямоугольником, ну, давайте уж не буду подписывать. А второе выражение, подворожение, утренняя звезда, у него то же самое значение. Там, динататом его еще называют. То же планета Венера. Теперь, значит, что предлагает Фреге? Давайте изменим все выражение и вместо вечерняя звезда напишем утренняя звезда. То есть, одно подворожение заменим на другое, у которого то же самое значение. То же планету Венера оно обозначает. Что мы получим? Мы получим, что Тутанхамон не знал, что утренняя звезда и утренняя звезда это одно и то же. Значит, ну, вот это уже сомнительно. И наверняка Тутанхамон знал, что утренняя звезда, утренняя звезда это одно и то же. И таким образом, вот все выражение поменяло значение. Ну, истинственные значения мы тоже называем значениями. То есть, ложь и истина тоже на них можно смотреть как на объекты. И, собственно, Фреге так и делает. И таким образом, вот вечерняя звезда является интенсиальным контекстом, ну, сейчас так называют, всего выражения. И, естественно, языки имеют много различных интенсиальных контекстов. Это вот такая особенность. Значит, ну, почему здесь возникает такой контекст? Потому что здесь слово знать, знал. Значит, вот это ключ. Значит, вот такие слова, как знать, верить и другие слова, выражающие отношение к некоторым высказываниям, английский proposition attitudes, они порождают интенсиальный контекст. Ну, также в естественных языках интенсиальный контекст встречается в выражениях, которые имеют различные виды цитирования. Цитирование тоже очень много разных видов. И есть другие виды интенсиального контекста, которые встречаются в естественном языке. И чем это важно и интересно? Значит, это важно тем, что, с одной стороны, есть много различных, ну, значит, объектов интереса, для которых хотелось бы иметь формальный язык, который бы их описывал, и при этом там важен интенсиальный контекст. Ну, например, если мы работаем с какой-то информацией, описываем какую-то информацию, допустим, типы переменных в языках программирования могут нести какую-то информацию о программе, то информация – это то, что мы знаем. А когда возникает вот это слово знать, то возникают интенсиальные контексты. И таким образом, чтобы с этим работать, нам нужны языки, которые умеют с ними обращаться. И проблема в том, что классические языки, они этого не умеют делать. То есть они экстенциальны, они не интенсиальны. То есть у них всегда, если одно выражение заменяем на другое, то исходное выражение не меняет значение. И поэтому они негодятся, они не позволяют работать корректно, аккуратно вот с такими вещами, которые встречаются в естественных языках. И для этого нужны специальные теории, специальные языки. Они называются... И с ними проблема в том, что они очень сложные. То есть те, которые известны, ну, те, которые я нашел там в этой статье, в частности, те, которые упоминаются, они крайне сложные. И применять их на практике, не специалисты по матлогике, ну, мне кажется, вряд ли получится. Вот. Можно сразу же я немножечко влезу? Смотрите, это буквально техническая поправка только. Они все-таки, ну, у нас, во всяком случае, в традиции философской и логической, интенсиональные и экстенсиональные контексты. Потому что интенсии, это вот сразу вам могу сказать, есть целый конгломерат философов-феноменологов. У них интенсии и интенсиональные состояния – это вообще другое. То есть там про намерение речь. А, спасибо большое. Я сейчас правильно написал? Интенсиональные. Да, да, все правильно. Да, то есть я, к сожалению, то, про что вы сказали, я читал, но только на английском языке. То есть вот, да, там есть интенсион, там, то есть я даже встречал в одной из статей на эту тему предложение, в котором встречается это слово, интенсион, в трех разных смыслах в одном предложении. И там действительно можно запутаться. А как на русский язык переводится, я просто не знал, потому что я ничего не читал на русском языке, на эту тему, только на английском. Спасибо. Так, буду вас, если что, спрашивать. Итак, значит, рефлектика, одно из ее положительных свойств заключается в том, что она позволяет напрямую переводить, то есть выражать своими формулами то, что те выражения естественного языка, которые содержат такой контекст. То есть, и при этом она гораздо проще, ну, по крайней мере, тех интенсиональных логик, интенсиональных логик, которые, ну, по крайней мере, я встречал. Вот. И с моей точки зрения, значит, вот причина, за счет чего рефлектик касается задачей, ну, мне кажется, хорошо справляется, ну, с моей точки зрения, заключается в том, что в естественном языке вот выражения, слова, они именно так работают, как я описал вот на этой картинке. То есть, когда у нас есть какое-то слово, например, слово «знать», и дальше есть выражение там, что вечерняя звезда – это утренняя звезда, то вот под выражение оно передает слово «знать» и само себя, как объект, и свое значение. И именно так в естественном языке, с моей точки зрения, это устроено, и поэтому, когда рефлектика делает точно так же, то она и позволяет легко справляться вот с тем, чтобы формально выражать то же самое. Ну, это вот моя точка зрения, я на меня не настаиваю. Так, значит, это первое положительное свойство рефлектики. То есть, вот, когда мы говорим про выражительную силу, то получается, что не только у рефлектики хороша выражительная сила в плане вот того определения, которое я дал, да, то есть она ему удовлетворяет, но это определение таково, что язык, который удовлетворяет ему, по идее, значит, ну, наверное, имеет хорошую, в смысле этого определения выражительную силу. Но одновременно вот она становится интенсиональной логикой. Я когда ее разрабатываю, я вообще не знал про эту проблему, это вот как бы неожиданно, я потом узнал. Хорошо, давайте продолжим. Значит, второе, чем рефлектика хороша, прежде чем перейти к ее построению. Так, значит, она позволяет расширять свой язык следующим образом. Вот смотрите, обычный язык арифметики пиано, например, ну, нет, давайте ЗТФЦ. Вот в ЗТФЦ мы язык постоянно расширяем. То есть если мы даем какое-то определение в статье, то на самом деле определение – это введение в язык нового символа и добавление новой аксиомы. И математика наполовину состоит из определений наполовину с теорием. И каждое определение – это вот такое расширение языка. То есть которое делается при помощи одной аксиомы введением нового символа. Допустим, мы пишем, что определим непрерывную, вещественную функцию как непрерывной. Это значит, дальше что-то пишем, бла-бла-бла. Что это значит? Это значит, что мы ввели предикатный символ, который мы обозначаем русским словом непрерывное. У него сколько-то аргументов, например, один аргумент. И вот мы добавляем аксиомы, которая описывает данный новый символ. И вот таким образом классические языки позволяют расширять себя добавлением новых предикатных символов и новых операций. Но они не позволяют расширять себя таким же образом, то есть добавлением одной аксиомы одного символа так, чтобы эта аксиома вводила, например, новое правило вывода. Или чтобы она вводила новый логический символ. Или новый квантор. Или, например, целую схему аксиом. Так сделать нельзя в классической логике, а рефлектика это позволяет. То есть в рефлектике можно написать утверждение, которое потом объявить аксиомой, которое постулирует, что такой-то символ подчиняется такому-то правилу вывода. И как только мы такую аксиому добавим, то рефлектика будет автоматически подчиняться этому правилу вывода. Точно так же можно вводить новые кванторы. Допустим, мы хотим лямбда-исчисления в рефлектику добавить. Мы пишем аксиому, которая постулирует, что вот этот новый символ, он себя так ведет, он так связывает переменные, значит, он подчиняется таким правилам вывода. Все это в виде одной аксиомы. И в рефлектике появляется вот этот квантор лямбда из лямбда-исчисления. И он работает так, как мы опишем в этой аксиоме. Это второе удобное свойство рефлектики. И еще одно, значит, напоследок я упомянул. Ну, в рефлектике можно, например, вот такое написать утверждение. Значит, для любого фи, если фи-формула, ну, проще просто его написать и объяснить, что она значит, чем на словах проговаривать, то тогда фи эквивалентна своей тому, что фи истина. Значит, ну, это вот в аксиоматической теории истины такие утверждения называют, там, t-sentences, например, или как-то еще много. Но вот в классическом подходе, когда их вводят, они вводятся чаще всего в виде схемы аксиом, потому что, ну, нет возможности в виде одного утверждения это написать. В рефлектике это можно сделать. Причем здесь вот еще интересно то, что для любого фи, вот этот квантр для любого, он, по сути, квантифицирует прям по выражениям рефлектики. То есть для любого фи означает для любого выражения рефлектики, а не для любого объекта, допустим, для любого натурального числа, если бы мы работали в арифметике пиано. И здесь прямо написано, что для каждого выражения рефлектики, если это выражение является формулой, вот форма это тоже, это один символ рефлектики, то тогда эта формула отвалят на своей истинности. И еще тоже последнее вспомнил, забыл, что я хотел про это сказать. Вот этот символ, я его называю бекар, это из музыки, он похож на решетку, и он действует так же, как решетка, то есть это тоже кавычки односторонние, но он не связывает переменные. И поэтому вот эта переменная φ, она находится в области действия квантера для любого, хотя находится внутри кавычек. И это тоже особенность, которая, мне кажется, интересной и важной. Почему я так считаю? Потому что я читал на энциклопедии ту же самую Стэнфордскую статью про цитирование, значит, там много ссылок на разные статьи, где строятся различные теории цитирования, которые позволяют такие-то и такие-то аспекты цитирования в естественном языке, а есть очень много разных видов, и вот реализовать в виде формальной теории, потому что построить формальную теорию, которая бы все виды цитирования позволяла бы формализовать, это не так просто. Их очень много разных. И в частности, в этой статье написано, что, ну, там пытается, то есть там есть проблема, что такое цитирование, как это описать. Это сложная задача, и даже там написано, что она вроде как не решена, ну, по крайней мере, однозначно, чтобы все принимали. И в частности, когда они пытаются описать, один из пунктов говорится, что цитирование не позволяет связывать переменные внутри кавычек. А вот рефлектика позволяет, и это очень удобный символ, то есть этот прием связывать переменную внутри кавычек, он очень многие вещи позволяет выразить гораздо короче, и, в общем, полезная штука, и про которую даже вот где-то кто-то считает, что это невозможно, а это оказывается возможно, по крайней мере, работает. Да, значит, я закончу. Можно вопрос сразу по поводу этой формулы? Поскольку мы до сих пор еще не увидели определение синтаксиса, семантики и всего остального, может быть, это неверная интерпретация, которая будет дана. Но вот если брать как бы стандартную, да, которую мы заимствуем там из там первопорядковых каких-нибудь языков, допустим, там, или даже второпорядковых, ну, классических, короче говоря, каких-нибудь, вот, то данная формула говорит, что любая формула является истиной. Так, здесь написано, что для каждого выражения рефлектики. Если данное выражение является формулой, то в этом случае импликация справедлива следующая эквивалентность. Значит, слева стоит сама формула, а справа стоит равенство и значение этой формулы истине. Значит, истинная формула – это формула, у которой вал равен true. Вот, то есть здесь написано, что каждая формула эквивалентна тому, что ее значение равно true. То есть, ну, допустим, если система ложна… Понятно, да? Ответил на вопрос. Да-да-да. Вот. Так, ну, теперь, значит, если у вас есть время, чтобы послушать, то я могу, наконец-то, перейти уже к строгому изложению. Да, давайте. Значит, извините за такое долгое введение. Может быть, надо было… То есть, если по математикам делать доклад, я бы, наверное, сразу начал рассказывать изложение, но я просто не знаю, что интересно вам, и поэтому решил… Итак, значит, поехали. Значит, что нам нужно построить, значит, чтобы язык был рефлексирующим? Нам нужно построить интерпретацию. А интерпретация – это отображение в структуру. То есть, нам нужно построить структуру, значит, объекты этой структуры, сказать, чем они являются. Значит, ну, это очень просто. Объектами я буду называть все строки в алфавите рефлектики. Итак, значит, ну, вот структуру, в которой рефлексика интерпретирована, давайте обозначать S, и тогда объекты. Итак, значит, первый пункт – объекты. Объекты структуры S – это все не пустые. То есть, слово… ну, давайте не слово говорить, а говорить строка. Значит, все не пустые строки, то есть, строки, которые содержатся хотя бы один символ. Ну, естественно, конечные строки. Все не пустые конечные строки в алфавите рефлектики. Значит, в мета-теории, ну, я сейчас буду описывать теорию. Я буду делать это на русском языке. Значит, русский язык будет мета-теорией, которую я буду использовать для описания рефлектики. И в мета-теории я буду обозначать строки рефлектики при помощи односторонних кавычек. Значит, вот, например, вот такая строка, которая состоит из двух символов. Первый символ – символ равенства, второй символ – символ сложения. Это объект рефлектики. Это строка. И всегда, когда я буду использовать односторонние кавычки, все символы, которые находятся внутри – это символы рефлектики. Единственное, за исключением, я буду использовать пять символов, которые упростят читаемость. То есть, ну, наглядность будет выше. Значит, это символы запятая, кавычки две открывающиеся, закрывающиеся, и еще квадратные кавычки. Ну, значит, вот эти пять символов, они не являются символами рефлектики. И, например, вот если я напишу такое выражение, я использую польскую запись рефлектики, когда главный символ всегда стоит впереди. Ну, допустим, сумма, не знаю, там, x и y. То есть, вот, значит, главный символ первый, дальше идут аргументы, и в этой строке открывающая скобка, запятаясь, закрывающая скобка не является символом рефлектики. То есть, эта строка, она равна вот такой строке – плюс x, y. Вот, но, значит, вот наглядность выше, потому что сразу видно, что плюс действует в этом аргументе через запятую. Так, хорошо. Значит, сами символы рефлектики, из которых получаются строки, я сейчас не буду перечислять, их много, то есть, ну, по мере их введения я буду на них указывать. Значит, вот здесь есть какие-то вопросы. То есть, я подразумеваю, что вы умеете работать со строками, вы понимаете такие слова, как длина строки, первый символ строки, конкатенация двух строк. Вот, допустим, конкатенация буду обозначать точкой в мета-языке. То есть, вот, допустим, строка плюс-плюс, дальше точка, символ конкатенации, это символ мета-языка. Идет строка, например, квантер для любого и переменная x. Значит, результатом будет строка четырех символов. Плюс-плюс для любого x. Значит, вот я подразумеваю, что вы понимаете смысл того, что сейчас я рассказал, вот это такую работу со строками. И если есть вопросы, то лучше их задать сейчас, ну, или потом тоже задавайте. Все. Значит, мы закончили с описанием объектов рефлектики. Значит, объекты, структура, которые рефлектики интерпретированы, я буду просто называть объектами, ну, или объектами рефлектики. Так. Дальше. Значит, вот смотрите. Рефлектика интерпретирована в этой структуре. Она ее описывает. И было бы неплохо, чтобы для каждого объекта было выражение, значение которого будет дан объект. Это удобно. Ну, это, в принципе, даже без этого можно не бойтесь в каком-то смысле. И я перейду к описанию таких объектов. Значит, я их называю каноническими именами. Ну, то есть, по сути, мне что нужно? Мне нужен какой-то метод, который при помощи строк позволяет указывать на другие строки. То есть, вообще мне подойдет любой метод из любого языка программирования, который такой метод предлагает. Их, ну, там есть классический, с экранированием, когда обратно слэш-экранирование. Я использую другой метод, но это не принципиально. Значит, вот тот метод, который использую я, он так выглядит. Вот, допустим, у меня есть строка рефлектики из двух символов. Там пусть будет x, y. Значит, как получить другое выражение рефлектики, значением которого будет данная строка? Значит, я просто беру эту строку и навешиваю кавычки. Справа и слева, значит, вот такие две кавычки. Угловая открывающаяся кавычка и угловая закрывающаяся кавычка. Значит, таким образом я получаю то, что я называю каноническим именем строки x, y. И при интерпретации вал, то есть можно написать, что вот вал от канонического имени строки, он будет равен самой строке. А в данном случае это верное утверждение, написанное на мета языке. Значит, единственное, что вот если остановиться на том, что я сказал, нельзя, потому что будет проблема с тем, что, ну, например, если у меня строка, мне интересует строка, в которой вот такие символы. Допустим, x, y, еще закрывающаяся кавычка. Вот такая строка. Если я таким методом построю каноническое имя, то у меня что получится? x, y и дальше две, вот в конце будут две закрывающиеся кавычки. И проблема в том, что это выражение будет содержать под выражение, которое будет также каноническим именем. И это проблема, потому что я использую польскую запись, а в польской записи такого быть не должно. То есть когда излагают такую неформальную теорию, используя польскую запись, там всегда доказывают лему о том, что никакое начало никакого выражения не является само по себе выражением. Эта лемма нужна для однозначности польской записи. То есть польская запись – это когда все в префиксе, главный символ всегда впереди. Вот, и поэтому этот метод не работает, и мне нужно что-то сделать, и я добавляю дополнительное… Так, давайте вот это зачеркну. Я добавляю еще один символ, вот такая палочка. Это символ рефлектики. И при помощи него и двух кавычек я строю последовательность из различных пар, открывающих и закрывающих кавычки. Ну вот потом я, правда, встретил, что у Буллоса есть статья, Буллос, Буллош, где он тоже такую проблему решает. Ну, почти так же выяснилось, чуть-чуть по-другому. Ну, я уже с вами это доставил, на него я ссылаюсь. Значит, итак, значит, вот первая пара. Вторая пара будет отличаться тем, что я просто добавлю палочку спереди у первой кавычки и сзади у второй кавычки. Значит, вот вторая пара, открывающаяся и закрывающаяся кавычек, ну и так далее. Значит, третья пара будет состоять, отличаться тем, что еще одна палочка добавится спереди у открывающейся, одна палочка сзади у закрывающейся, ну и так далее. Вот. И вот если я использую бесконечную серию от пар кавычек, то уже я могу легко дать канонические имена каждому строке, каждому объекту, и при этом не будет вот этой неоднозначности. Значит, давайте я, может, даже не буду сейчас прям строго определять, какую конкретную пару использую. Ну, в статье это я пишу, и для сегодняшнего доклада это будет неважно, потому что, ну, мне понадобится только вот первая пара, мне будет ее достаточно. Я не буду использовать там пары второго уровня, третьего уровня, и поэтому можно не тратить время, просто поверить. Ну, или просто использовать метод языка программирования, и это будет также хорошо. Так, значит, вот таким образом я для каждого объекта показал, ну, вернее, рассказал скорее, как можно построить выражение, значением которого будет данный объект. Этот объект я называю каноническим именем. Значит, вот, я закончил со второй частью. Если есть вопросы, спрашивайте. Если нет, то я продолжаю. Так, что дальше нужно? Теперь можно дать определение выражения, то есть синтаксис мы опишем. Значит, ну, как я уже сказал, я использую польскую запись, все символы в префиксе, и определение выражения в этой записи, оно стандартное. Единственное, добавляется база к рекурсии, определение рекурсивно, и появляется база. В базе говорится, что каждое каноническое имя является выражением, рефлектики. Итак, определение. Давайте я вот сверху напишу, что в мета языке я обозначаю каноническое имя выражения x через name of x. Значит, x здесь это метапеременная, она обозначает объекты рефлектики, ну, и, соответственно, операция name, она это метаоперация, она обозначает каноническое имя того объекта, который обозначен переменной x. Итак, определение выражения рефлектики. Так вот, так как же это записать аккуратно. Давайте я просто пункты напишу, этого определения. Значит, пункт первый. Каждое каноническое имя является выражением рефлектики. Ну, я буду просто говорить выражение. Итак, значит, если x объект рефлектики, то его каноническое имя, выражение. Так, и вот вторая часть, которая уже классическая, то есть в классике первой части нету. То есть есть только второй пункт. Второй пункт такой. Значит, если s символ, n местный символ, здесь n натуральное число, тоже переменная мета языка, она обозначает натуральное число, то есть не то, которое натуральное слово рефлектики, а натуральное число русского языка. Итак, значит, если n местный символ рефлектики, так, значит, я не сказал, что некоторые символы рефлектики имеют местность. То есть, ну, например, вот символ равенства, он двуместный символ будет рефлектики. Символ сложения тоже будет двуместный, а, допустим, символ какой-нибудь там одноместный-то, ну, вот эта решетка, да, которая односторонняя кавычка, это одноместный символ. Некоторые символы не имеют местности. Например, вот эти три символа, которые дают кавычки, то есть символы, позволяющие ввести конечки имена, они не имеют местности, то есть они не являются ни нуль-местными, ни один-местными, и к ним второй пункт не относятся. То есть в качестве S нельзя взять вот эти три символа, которые используются для построения кононических химионов. Итак, если N, местный символ, и tau1, и так далее, tauN, выражение, рефлектики, то тогда конкатенация, то есть S я пишу, дальше я пишу tau1, и так далее. И последнее, значит, я используя конкатенацию, приписываю последнее выражение, также выражение рефлектики, тоже выражение. Ну, в частности, если S – нульместный символ, то слово из одного символа S также, выражение из одного символа, извините, объект, строка, строка из одного символа S также будет выражением, выражением, ну, потому что, то есть в этом пункте я подразумеваю, что N может быть равно нулю. В этом случае никаких tau нет, и просто будет S, и S будет выражением. Так, все, урон. Значит, я построил синтаксис рефлектики. Есть ли вопросы про синтаксис? Значит, ну, может, давайте какие-нибудь примеры выражения напишем. Вот, допустим, в рефлектике есть вот такой символ T. Это нульместный символ, он обозначает истину. Ну, собственно, он сам является истиной. То есть истина... Среди объектов есть объект, который называют истиной, и это строка из одного символа T. Ну, это не буква T, это такой, который топ. А еще есть символ, который обратный, это ложь. Значит, оба символа нульместные. И вот таким образом в рефлектике есть вот эти два, две строки, которые здесь написаны, они являются выражением рефлектики. Ну, или, например, не знаю, там равно ложь истина. Значит, я уже сказал выше, да, что равенство двуместный символ. И таким образом вот по пункту 2 мы можем получить, что эта строка, этот объект, выражение рефлектики. Ну, или, например, используя каноническое имя, мы можем написать равно, true, а дальше true в кавычках. И тоже мы получаем выражение, потому что равенство двуместный символ. И вот у него два аргумента. Первый аргумент это вот такой объект, второй аргумент это объект из трех символов. И в случае, когда у меня выражение построено по пункту 2, то есть в нем есть главный символ, местный символ, то сам этот символ я называю главным символом выражения. А вот tau1 и так далее, taun я называю аргументами данного выражения. То есть вот в последнем примере главный символ это символ равенства, а аргументы их два. Первый аргумент это объект из одного символа t, а второй это каноническое имя из трех символов состоящих. Так, хорошо. Значит мы закончили с описанием того, что такое выражение, ну по сути синтексом. И теперь можно... Так, сейчас я сверюсь, ничего я не пропустил. Значит, так объект я рассказал. Комические имена, выражение. Да, значит можно переходить к интерпретации. Значит, четвертый пункт, пункт интерпретация. Значит, я обозначаю символом вал. Это символ мета языка. Интерпретация вал. Значит, технически, что такое вал? Вал это частичная функция, которая действует из множества выражений рефлектики в множество объектов рефлектики. Выражение в объекты. Она частичная, значит, я вот такой стрелочкой обозначаю. То есть, она определена не на каждом выражении. Значит, те выражения, на которых она определена, я про них говорю, что они определены. Так, объекты. Значит, значение... Значит, если у нас tau это выражение, то его значение при данной интерпретации обозначаю вал от tau. И если у нас, значит, значение выражения tau равно объекту x, то вот про это утверждение я говорю, используя три разных способа. Значит, первый способ я уже представлял. Я говорю, что значение выражения tau равно объекту x. Ну, или просто равно x. Значит, второй способ. Я говорю, что tau является именем для объекта x. И третий способ. Я говорю, что выражение tau обозначает объект x. Значит, три способа. Это синонимы. Они выражают одно и то же. Вот такое утверждение. Итак, как же я строю вал? Как я строю интерпретацию? Я строю ее рекурсивно. То есть, ну, собственно, вот пример рекурсии только что был. Когда я определял, что такое выражение рефлектики, там было два пункта. Первый пункт был база рекурсии. Значит, почему это база? Потому что, чтобы сказать, что тонические именемы x это выражения, мне не нужно знать про то, что какие-то строки являются выражениями. То есть, я могу это сказать сразу, не глядя про то, что раньше я уже смог установить, что какие-то строки выражения. Второй пункт – это шаг рекурсии. И почему это шаг? Потому что, чтобы установить, что s, tau1 и так далее, taun выражение, я должен уже раньше был установить на предыдущих шагах, что tau1, taun – это выражение. В этом отличие базы от шага. И я строю интерпретацию вал точно так же, рекурсивно. И в этой рекурсе есть база. Она состоит из многих утверждений. И эти утверждения, база рекурсии, я называю аксиомами рефлектики. Так, аксиомы рефлектики – это база той рекурсии, которая строит интерпретацию. Давайте напишем аксиомы. А шаги этой рекурсии, которая определяет интерпретацию, я называю правилами вывода. Ну или просто правилами, по-английски rules. Итак, есть аксиомы и есть правила. Это база и шаги рекурсии. Давайте приведу пример. Значит, в рефлектике много аксиомы, много правил. Ну и у каждой семьи, когда новое ввожу, при его введении добавляется новая аксиома. При этом, может быть, сейчас уместно сказать, что когда я построю какой-то вариант рефлектики, который уже позволяет ей саму себя описывать, в частности, описывать свои правила, то с какого-то момента дальше я могу обходиться без добавления новых правил. То есть, когда я расширяю рефлектику, дальше буду расширять, допустим, в других статьях, я уже буду добавлять только аксиомы. А правила будут зафиксированы, ну, допустим, в той статье, которая у меня припринт, и новых правил добавлять не нужно, потому что я могу вводить их, используя при помощи аксиом. Таким образом, набор правил будет конечен и фиксирован. Это может быть важное замечание. Итак, давайте я приведу пример аксиом. Например, такая аксиома. Значит, вот тот, значит, истина, значит, вот объект истина. Мне удобно, на самом деле это не принципиально, но мне удобно, чтобы значение истины была истина. И таким образом, вот это выражение на метаязыке, оно является аксиомой. Потому что для того, чтобы его сказать, мне не нужно знать уже про какие-то другие выражения о том, какое у них значение. То есть мне не нужно знать, чему равен вау на каких-то других, чтобы сказать, что вау истина равен истина. Вот. И очень удобно, то есть, ну, это я сам так мыслю, представлять рефлектику, извините, не рефлектику, а интерпретацию в виде таблички, в которой два столбика. Значит, в первом столбике будут записаны выражения, а во втором столбике будут записаны его значения. При интерпретации значения. Ну, то есть, если слева стоит тау, то справа будет стоять вала тау. Так, и вот эта аксиома, я когда эту аксиому написал, то я мыслю это так, что я в эту табличку поместил строчку. Слева я написал выражение истина, справа я написал его значение. Так, значит, это пример аксиомы. Вот. Значит, пример правила вывода. Значит, давайте напишем, что это аксиома. Значит, пример правила вывода. Ну, например, такой. Есть символ отрицания. Значит, давайте вначале напишу заключение. Вот все заключения, то, что написано ниже черты, значит, выше черты написана посылка, а ниже черты я пишу, ну, так обычно делают в изложениях, заключение. Заключение. Значит, заключение всегда будет иметь такой вид. Значит, в нем говорится, что значение какого-то выражения чему-то равно. И вот меня интересует выражение, у которого первый символ – это символ отрицания. Такой символ эсерфлектики, ну, или главный символ. И меня интересует, чему равно значение выражения, в котором главный символ отрицания. Это одноместный символ, поэтому дальше после него стоит какое-то одно выражение. И вот чему равно значение выражения не tau, а tau выражение. Значит, ну, в некоторых случаях это значение будет равно лжи. Ну, ложь – это вот выражение из одного символа. Ложь. И в каких случаях это будет так? Это будет так, если tau – формула. Что такое формула я не сказал, но скажу ниже. Формула рефлектики. Формула – это выражение. То есть, некоторое выражение я называю формулами. И при этом, если значение tau, то есть, значение этой формулы равно истине. Значит, вот это правило записано на мета языке. Если tau – формула, ее значение – истина, то тогда не значение выражения не tau, а это выражение, потому что не одноместный символ, будет равен лжи. Ну, и в частности, значит, как я пользуюсь этим правилом? Давайте напишем, что это правило рефлектики. Пример правила. Правила. Ну, например, я могу в качестве tau взять… Давайте в качестве tau возьмем выражение истины. Вот. Значит, мне нужно проверить посылку. Значит, надо проверять, правда ли, что выражение истины является формулой. Я вам про это еще не говорил, я про это скажу, когда будут формулы. Ну, поверьте, значит, поверьте. В общем, оно действительно будет формулой. Таким образом, tau – это формула. То есть, в качестве tau взять именно вот это выражение. Дальше. Мне надо посмотреть, правда ли, что значение tau равно true. Как я могу это узнать? Я могу посмотреть в табличку, в которой уже что-то добавлено. Я вижу, что в табличке у выражения истина – значение истины. Таким образом, вторая посылка выполняется, и это правило позволяет нам сделать заключение, что у выражения, которое стоит внутри скобок, а как оно получается? Конкатинации, символы отрицания и выражения tau. То есть, это выражение не истина. Вот. И у него значение ложь. Я могу теперь, используя это правило, внести новую строчку в эту табличку. То есть, слева я пишу не истина. Ну, я всегда, на всякий случай, кавычки использую. А справа я пишу значение, значение ложь. Вот такой пример. И, значит, давайте еще, значит, важный момент надо проговорить, мне кажется. Значит, я уже выше, когда вводил конические имена, говорил, что значение конического имени – это тот объект, коническим именем которого является. Но вот здесь я только что вам сказал, что интерпретация, то есть, вала задается только при помощи аксиома правил. А выше я вроде уже как будто сказал про то, что как интерпретация действует на конических именах. Значит, это не очень хорошо. И поэтому я должен все-таки при помощи аксиома правила это сделать. Вот, и я ввожу следующую схему аксиом, которая как раз и описывает, как действует интерпретация на конических именах. Ну, она очень просто записывает, эта схема. На мета языке я пишу. Значит, вал от name, то есть конического имени x равен x. Вот, значит, таким образом я в строчку поместил сразу бесконечное количество записей. То есть, ну, в частности, там появится вот такая строчка. Значит, не знаю, пусть будет там равенство в угловых кавычках, вот такое выражение. А справа будет стоять просто выражение из одного символа равенства. Ну, и так далее. Вот, значит, так я работаю с аксиомами правилами, и так они определяют интерпретацию. Все, я закончил с тем, чтобы, с рассказом о том, что такое, как, ну, принцип построения интерпретации рефлектики. Дальше я просто буду приводить конкретные аксиомы, конкретные правила, и вот их набор, он и будет строить интерпретацию. То есть, на этом описание интерпретации я закончил. Если есть вопросы, тоже спрашивайте. Так, хорошо, давайте перейдем дальше. Значит, теперь можно сказать, значит, ну, вот, чтобы рефлектика была, чтобы язык рефлектики был рефлексирующим языком, должны выполняться те три пункта, и в них, в частности, говорится, что рефлектика должна иметь различные средства, описывающие собственную семантику. Значит, что такое семантика? Семантика у разных теорий языков разная, и поэтому уместно сказать, как я понимаю, семантику рефлектики. Значит, семантика рефлектики. Значит, ну, большинство выражений рефлектики, за исключением конических имен, да, давайте только про остальные скажу, про конические сейчас не буду говорить. Значит, они имеют, ну, тот вид, про который я уже говорил, когда рассказывал идею, то есть, вот, есть какой-то символ местный, и дальше в конкатенации, ну, пусть он будет двуместно, вот в этом примере, допустим, S двуместно символ, а Tau, Ro выражение. И в этом случае, S, Tau, Ro будет выражением рефлектики. Значит, я смотрю на символ S, то есть, я говорю, что семантика, то есть, смысл, то есть, meaning, да, по-английски, то есть, значение смысла meaning. Смысл, семантика, символ S – это операция, которую он задает. Значит, что это за операция, о какой операции речь? Значит, на выражение Tau, Ro, которое я называю аргументами, ну, я, собственно, смотрю, как на аргументы этой операции. А значением операции будет вал, то есть, я уже сказал, что какая-то интерпретация, как она строится. Теперь я могу говорить про значение выражения, и значение всего выражения с Tau, Ro, я на него буду смотреть, как на результат действия такой операции. И таким образом, семантика, смысл символа рефлектики, если он двуместный, например, это будет та операция, которая задается вот этим образом при помощи интерпретации. Значит, теперь, если я хочу описывать семантику, мне нужно для каждого символа описать его смысл, его семантику, то есть, описать эту операцию. Это можно сделать двумя способами. С одной стороны, вот то, как я только что это описал, говорит нам, что для того, чтобы описать эту операцию, достаточно сказать, чему равно значение тех выражений, в которых S главный символ. Ну, то есть, по сути, нужно описать интерпретацию. И рефлектика умеет это делать, то есть, дальше я покажу, как рефлектика позволяет делать утверждения, которые говорят, что у данного выражения такое-то значение. Это можно записать в рефлектике. И таким образом рефлектика позволяет описывать операцию этим способом. То есть, ну, это похоже на то, как в случае в математике мы можем смотреть на функцию двумя способами. Можем смотреть, как в теории множества, на функцию, как на множество пар. То есть, ну, если функция считает, что это предикат, то множество пар, такое представление, дает нам объем данного предпредиката. То есть, это вот, ладно. И таким образом, если функция – это множество пар, то операция – это просто множество, ну, тоже пар, выражение плюс значение. И вот если мы умеем говорить, у каких объектов, у каких выражений с главным символом S какие значения, то таким образом мы эту операцию описали, если смотрим на нее как вот, как на объем, на то, как она действует. Значит, можно смотреть по-другому. Можно сказать, что интерпретация VAL задается аксиомами и правилами. И, в частности, то, как действует операция S, символ S, задается аксиомами и правилами для символа S. И в таком случае, если мы такой взгляд используем, который, в принципе, эквивалентен первому, но точка зрения другая, если мы используем такой взгляд на семантику, то в этом случае, чтобы описать, как действует операция S, нам нужно описать аксиомы правил для символа S. Таким образом, рефлектика должна иметь выражительные средства, которые позволяют описывать то, что говорят аксиомы. Утверждение аксиом можно выразить на языке рефлектики. Ну, мы должны уметь. И мы должны уметь выразить утверждение правил вывода на языке рефлектики. И тоже это можно сделать. Рефлектика это позволяет. И про это тоже ниже буду отдельно говорить. И таким образом, если мы смотрим на семантику вот с этой точки зрения, операция задается правилами и аксиомами, то тоже с этой точки зрения рефлектика позволяет описывать свою семантику. И таким образом, вот в обоих точках зрения, вот в этом определении рефлексирующего языка, можно считать, ну, то есть, по крайней мере, я считаю, что семантику рефлектики свою может описывать. Так, и вот то, что я только что говорил, это можно перевести на обычный естественный язык. Я хочу про это сказать. Это не имеет отношения к рефлектике, но, может быть, мне кажется, это важно. Может, я не прав, может, я просто чего-то не знаю. Значит, что я хочу сказать. Значит, в рефлектике символы, а в естественном языке это слова, да, то есть слова естественного языка превращаются в символы, когда мы переходим к формальным теориям. То есть, например, слово равно превращается в символ равенства. Слово больше превращается в символа больше. И вот то, что я говорил, если применить к естественному языку, будет звучать так, что с одной стороны мы можем сказать, что смысл семантика слова определяется значениями тех выражений, в которых данное слово главное. Вот такая точка зрения на семантику, на смысл слов. То, что я говорил вторым, значит, второй взгляд, он превращается в случае естественного языка в такую точку зрения. Семантика, смысл слова определяется правилами использования данного слова. И вот в случае рефлектики два этих, две эти точки, две эти позиции на семантику взгляда, они получаются одинаковыми. То есть они просто с стороны-сторон написаны одно и то же. И то есть вот этот подход, такой взгляд на естественный язык, может быть, чем-то интересен. Так, все, я закончил с тем, чтобы рассказывать, что я понимаю под семантикой рефлектики. Ну, в случае классической логики я бы здесь рассказывал определение Тарского, истины по Тарскому, что значит, что формула выполняется. Что значит, что значение данного выражения равно такому-то объекту структуры при данной интерпретации. А в случае рефлектики семантика, она вот излагается так, как я только что изложил. Все. И вот, может быть, вопрос сегодня был как раз про, близкий к тому, что я сейчас говорил. Может быть, если этот вопрос еще остался, сейчас можно его вспомнить. Ну, вопрос был, да, как определять операцию, да, ну, то есть откуда мы узнаем, что вот S – это операция? Ну, видимо, есть просто правила вывода соответствующие. Ну, да, да, то есть каждый символ, который имеет местность, он, мы его смотрим как на операцию, местность которой равна местности символа. Так, все, теперь можно перейти к формулам. Значит, то есть формула – это то, что позволяет делать утверждение. Ну, в случае, если язык или теория интерпретирована, то это будет утверждение о той структуре, в которой язык интерпретирован. Ну, и в случае рефлектики это будет утверждение об объектах, ну, и в частности, о выражениях рефлектики и о символах, потому что символы тоже объекты. Итак, формула. Значит, определение понятия формула я даю немножко другим, чем в классических, ну, там, в логике предикатов классической, его можно сделать более простым. Значит, давайте я вначале объясню идею, которая стоит, а потом ожидам самоопределение, иначе будет непонятно. Значит, ну, в классической логике предикатов, допустим, в арифметике пиано, есть формула разных видов. Есть формула, которая имеет вид предикатный символ и дальше аргумент. Ну, допустим, не знаю, там, 1 плюс 2 равно x. Ну, давайте я в польской записи запишу. То есть здесь в таком выражении, это выражение является формулой, в польской записи оно написано. У него, так, а знаете что, давайте вот все-таки x я зря написал, иначе будет не очень понятно. Давайте я напишу, допустим, так, давайте я напишу 3. Значит, вот это истинная формула, да? 1 плюс 2 равно 3. Значит, это формула, потому что у нее главный символ предикатный символ. И что делает предикатный символ? Он делает некое утверждение про значение своих аргументов. То есть у выражения 1 плюс 2, ну, я говорю про интерпретированную арифметику пиана, значит, у выражения 1 плюс 2 значение 3, у выражения состоящего символа тройки значение тоже 3, ну, уже только натуральное число 3 объекта, структуры. И вот про эти два объекта этот предикат что-то говорит. Ну, в данном случае такой предикат говорит, что это один и тот же объект. У этих аргументов один и тот же объект. И, значит, часть формул классической логики предикатов, они имеют такой вид. Предикатный символ, дальше выражение. Но не все выражения естественного языка, не все формулы, извините, не все формулы классической логики предикатов имеют такой вид. Ну, например, формула для любого х, х равно х. Да, тоже истинная формула, но она не имеет такой, у нее другой вид. У нее первым символом, главным символом является квантор. Квантор – это двуместный символ, то есть, ну, формально, если мы описываем язык и говорим про местный символ, сопоставляем, то у квантора для любого местность 2 и, значит, вот дальше два выражения. Первое выражение – символ х стоит, второе выражение – х равно х. Ну, так в учебниках логики это излагается, это соответствует тому подходу, который у меня. И в данном случае мы не можем сказать, что вот в этой формуле символ квантор для любого что-то говорит о значениях своих аргументов. То есть, например, первый аргумент – переменная х. И вот в этой формуле не говорится, что переменная х – есть какое-то значение, и квантор для любого не говорит что-то про это значение. То есть, вот этот второй вид формул, он отличается от первого. В рефлектике же я могу смотреть на квантор как на некое утверждение своих аргументов за счет того, что аргументы сами также являются объектами, которые передаются этой операцией. Значит, ну, давайте я пример приведу. Допустим, вот я писал для любого φ, φ равно φ. Значит, вот такое выражение рефлектики. А, только если я не в польской… Ну, давайте все-таки в польской записи напишу. Значит, надо писать равно φ φ. Значит, вот такое выражение рефлектики. Оно будет формулой. И в случае рефлектики я могу смотреть на главный символ, на квантор, как на высказывание о своих аргументах. О своих аргументах. И что это будет за высказывание? Это будет следующее высказывание. Значит, вот если эта формула истина, то есть истинность этой формулы означает следующее. Оно означает, что первый аргумент является переменной. И если мы заменим все свободные вхождения той переменной, которая является первый аргумент, во втором аргументе, то то, что мы получим, будет истинной формулой. Значит, вот такое высказание в своих аргументах несет себе квантор для любого в случае рефлектики. И поэтому я считаю, что на квантор в случае рефлектики можно смотреть так же, как на предикатный символ. Единственное, что он интенсиональный предикатный символ, потому что он говорит что-то не только о значениях своих аргументах, но и о самих аргументах. И теперь, если я на логические символы, то есть кванторы, отрицание, конъюнкция, дизюнкция, импликация и так далее, смотрю с такой точки зрения, то мне кажется, их уместно называть предикатными символами, просто некоторые из них интенсиональные предикатные символы. И в этом случае я могу сказать, что формула – это выражение, в котором главный символ – это предикатный символ. На самом деле, то, что я сейчас рассказал, оно не имеет какого-то важного значения для формального изложения, то есть это скорее… Я рассказал о мотивации, может, зря потратил на это время, а почему я называю логические символы так же предикатными символами в случае рефлектики. Давайте напишем определение. Определение нам нужно, а то, что выше, мотивация. Это не так важно. Итак, определение. Значит, формула, естественно, имеется в виду рефлектики. Это выражение, в котором главный символ – это предикатный символ. Предикатный символ. Ну, а список предикатных символов я буду давать дальше, то есть когда я буду рассказывать, как действует равенство, как действуют квантеры, как действует отрицание, конъюнкция, дизюнкция, импликация, то каждый раз, когда я буду вводить новую символ, я буду говорить, является ли этот символ предикатным. И если я скажу, что он предикатный, то в таком случае любое выражение, где этот символ будет главным, я буду называть формулой. Так, теперь, собственно, зачем нам нужна формула? Чтобы делать некоторые высказывания, и, значит, как мы об этом говорим. Значит, мы, значит, ну, здесь я следую Фреги. Значит, Фреги называет, ну, по-моему, он так прямо и делает, ну, я не уручаю, что именно так он говорит, но, по крайней мере, он говорит о том, что формула и значение, там значение может быть истинной, и я делаю именно так. То есть, я говорю, что истинная формула, так, значит, истинная формула, это формула, значение которой истины. Истинная формула, то есть ее вал равен истине. Значит, давайте так напишем. Фи-истинная формула, это по определению означает, что фи-формула и вал фи равен истине. То есть, вот этому объекту, этой строке. Ну, и точно так же ложная формула, это ложная формула, значит, это означает, что вал данной формулы равен лжи. То есть, вот такому объекту строка из одного символа ложь. Так, все, значит, я определю, что такое истинная и ложная формула. Ну, а то, что истинные и ложные формулы выражают то, что нам надо, это, в принципе, будет следовать из того, из правил рефлектик, которые я приведу ниже. Сейчас я вот приведу примеры каких-то правил для формул, и будет видно, что они действуют так, как надо. Но, значит, я про это буду говорить неформально, и неформально я буду говорить следующие слова. Значит, неформально. То есть, это не будет определением. То есть, вот понятие истинная формула – это определение, да? То есть, это по определению значит, что фи-выражение, и его вал равен тру истине. А, значит, неформально я буду говорить такие слова, когда буду говорить про формулы, в частности, про истинные и ложные формулы. Значит, я буду говорить, что формула фи – выражает начать эти слова выражается давайте подчеркнем то есть вот я сейчас объясняю что я буду иметь ввиду по словам выражает формула фи выражает утверждение с с это некое утверждение на мета языке то есть на русском языке так вот по определению определение поэтому не очень хорошо писать символ этим использовали формальных определений значит напишем если значит формула фи выражает утверждение с если эта формула истина тогда только тогда то есть и истинность равенство значения формулы фи истине эквивалентно то здесь эквивалентно в смысле мета языка вот это символ мета языка или давайте у числа вами напишем тогда эквивалентно эквивалентно утверждению с так давайте приведу какой-то пример потому что без примера не очень понятно как я вот буду пользоваться этим словом выражает ну например у шляпки есть вот символ равенства и так может быть уместно часто правила вывода для него ввести чтобы было более понятно давайте правила вывода напишем значит ну одно из правил вывода правило введения символа с значит и заключение будет написано что значение выражение в которой главное символ это символ равенства что он джем местный символ джем местных и Nevertheless символ поэтому выражение в которых он стоит первым будет называться формулы так значит значение формулы в которой главные символ элитiba земла равенства а дальше идут два аргумента этого выражения рефлектики значит вот ну одно из правил говорит И в каком случае значение будет истине, равно истине. Значит, в случае, если tau и ро это выражение, значит, я здесь пишу, потому что я использую вот эти метапеременные tau, ро и так далее для обозначения объектов, то есть произвольных строк. То есть не каждая строка является выражением. А чтобы заключение было верно, надо, чтобы tau, ро было именно выражением. Итак, если tau и ро выражение, рефлексики, значит, дальше, они оба определены. Давайте напишем словами. Они определены, то есть они имеют значение. Интерпретация на них определена. Они определены. И их значения равны. И вал выражения tau, значит, равен в мета языке, это тот же самый объект, что и вал значения выражения ро. То в этом случае правило вывода говорит, что мы можем... Так. Значит, это правило вывода называется, значит, правило исключения для введения, значит, равенства introduction. Так, значит, это правило вывода, оно понятно? То есть его смысл ясен или нужно что-то прокомментировать? То есть я могу привести пример, как я им пользуюсь, например. То есть взять какие-то конкретные tau, ро, показать, как я, чтобы проверить посылку, я убеждаюсь, что вот в той табличке, о которой говорю, есть запись, где слева стоит tau, справа стоит какое-то значение, есть вторая строчка, где слева стоит ро, справа какое-то значение. Таким образом, я убеждаюсь в том, что посылка верна, значит, верное заключение, и я ввожу вот эту табличку, новую строчку, где слева я пишу новое выражение, первое символ tau, а дальше конкатенации я пишу tau, ро, а справа я пишу, значит, объект, строку true из одного символа истины. Значит, так я этим пользуюсь. Для равенства еще есть правило исключения равенства, не буду сейчас его приводить, чтобы не заговорождать техническими деталями. Давайте теперь вернемся, если вопросов нет, здесь спрашивайте, к тому, значит, что я имею в виду, когда говорю, что формула выражает некое утверждение, на примере S вот с равенством. Значит, ну давайте напишем формулу, в которой главный символ символ равенства. Ну, например, вот такая формула. Так, а давайте ложь все-таки. Значит, вот такая формула рефлектики. Значит, ну давайте скобочки расставим, чтобы было нагляднее. Скобочки это не символ рефлектики, и запятую поставим. То есть вот в этой формуле главный символ равенства, и два аргумента. Первый аргумент выражения ложь с одного символа, второй аргумент коническими для выражения ложь. Значит, ну, это правило вывода говорит нам, что у данной формулы значение истина. То есть, используя правило вывода, несложно убедиться, что вал такого выражения истина, и таким образом это выражение является истинной формулой. Теперь это пример такой формулы. А что же в общем случае выражает формула, которая имеет вид равенства дальше два аргумента? Значит, она выражает следующее утверждение. Значит, она выражает утверждение о том, что аргументы Тау и Ро определены. Аргументы Тау и Ро определены. И при этом их значения равны. Их значения, в смысле интерпретации, в смысле вал, значения равны. Вот. То есть, я привел сейчас пример того, как я использую слово выражает. Формула выражает утверждение. Формула равно Тау и Ро выражает утверждение, которое я здесь ниже написал. Значит, ну вот этот момент, по идее, может быть непонятным и может быть какие-то вопросы. То есть, я утверждаю, что это правда. То есть, вот если мы понимаем, слово выражает именно так, как написано выше, то действительно формула равно Тау и Ро истина, тогда и только тогда, когда действительно Тау и Ро определены и у них значения равны. То есть, вот это утверждение в мета-языке сокращается вот этими словами, что эта формула выражает это утверждение. Значит, вот эта часть, которую я сейчас рассказываю, она не является частью формального изложения рефлектики. То есть, в принципе, я мог бы это не рассказывать, но я дальше буду часто использовать эти слова, что формула что-то выражает. И чтобы вам было понятно, я должен пояснить, что я имею в виду. Хотя формальный можно рефлектику изложить, не используя этого слова. Так, ну, если вопросов нет, то еще одно слово, значит, тоже неформальное, пусть будет первый пункт, формула выражает. Так, и второе слово. Знает. Значит, я буду говорить, что рефлектика, теперь уже не формула, а рефлектика. Я буду говорить, что рефлектика знает утверждение S. Так, ну, S потому что statement. Я букву S что-то часто использую. Ну, statement S. Если в рефлектике есть истинная формула, истинная формула, в рефлектике есть истинная формула, вал которой равен истине, истинная формула FI, которая выражает утверждение S, в том смысле, которое выше. выражает утверждение S. Так, и давайте пример. Значит, пример, что знает рефлектика. Ну, в этом смысле слова знает. Это не термин, это неформальное слово. Значит, ну, например, вот тот пример, который был выше, да, вот. Равно ложь, коммуническое имя для лжи. Итак, значит, вот выше я сказал и постарался обосновать, что данная формула рефлектики выражает утверждение о том, что у ее аргументов, то есть в данном случае у выражения ложь и у выражения кавычка открывается, ложь кавычка закрывается, что оба эти выражения определены, и у них значения одинаковые. Так, теперь несложно убедиться, что это формула истина, да, то есть, по-моему, даже выше про это писал, да, то есть можно убедиться, что вау, такой формулы истина, и таким образом мы попадаем вот в второй пункт. У нас перед нами есть истинная формула, которая что-то выражает. В данном случае это истинная формула, которая выражает, что вот эти два аргумента определены и имеют одинаковые значения. Таким образом, я именно вот это, то, что я сказал, я сокращаю, говоря, что рефлектика знает, что данные двух выражений, что они определены, у них одинаковые значения. То есть вот так я буду использовать это слово. И я периодически буду говорить, что рефлектика что-то знает. Именно в этом смысле. Так, я закончил с формулами, и теперь уже можно переходить к построению, то есть уже конкретным символам. Есть ли какие-то вопросы про формулы? Так, может быть, про время, значит, сколько у меня времени, то есть я во времени сам не ограничен, ну, то есть в зависимости от того, сколько есть времени, я могу, может быть, что-то пропустить, какие-то символы, чтобы перейти к каким-то более важным вещам или что-то не пропускать. Как лучше сделать? Ну, по поводу времени, конечно, вопрос очень тяжелый, так скажем. В смысле того, что обычно мы больше двух часов примерно не сидим, а тут уже получается, что мы, ну, вот запись включена уже 100 минут назад, то есть как бы пока вроде никто из участников не бастует против того, что происходит, поэтому я думаю, что мы можем продолжить. Если вдруг у кого-то будут дела, которые потребуются сделать, да, этот человек, наверное, сможет просто отключиться и заняться своими делами. А запись же будет, да? Да, запись будет. Ага, то есть что, можно потом запись посмотреть? Так, ну, хорошо, тогда я постараюсь, ну, значит, буду рассказывать так, как более понятно, не делая сокращений, которые изложения делают менее понятным. Так, я уже не помню, какая нумерация, значит, я вот последний пункт был формулой рефлектики. Теперь можно уже перейти к конкретным. Так, вот надо ли приводить правила вывода для каких-нибудь символов логических. Ну, давайте для какого-нибудь приведем. Ну, совсем простые. Значит, так, давайте рассмотрим символ пропозициональной логики. Так, я не помню, какой был пункт, ну, пусть был седьмой, пусть будет теперь восьмой. Может быть, это неправда. Значит, символы пропозициональной логики. Символы пропозициональной логики. Ну, то есть, связки их еще называют. Отрицание, конъюнкция, дизюнкция, импликация. Значит, я к числу их отношу символ ложь и истина. Это нулеместные символы. Дальше. Конъюнкция – это двуместный символ. Дизюнкция – двуместный символ. И отрицание – одноместный символ. И все эти символы являются прадикатами. Прадикатными символами. Таким образом, выражение, в котором главный символ, один из них, будет формулами рефлектики. Значит, ну вот для символа истина я уже приводил, по-моему. Давайте повторю. Значит, правило вывода значение истины равно истины. И, значит, вот это правило вывода, на самом деле, его можно было бы не добавлять. То есть, если его убрать, то ничего не изменится, рефлектики будут работать точно так же, единственное, зачем я его добавляю, ну, так удобнее. То есть, когда значение истины, то многие записи становятся проще. То есть, я могу, например, вместо коммунического имени для истины использовать просто сам символ истины. Ну, и аналогично. Значит, значение лжи – ложь. По тем же причинам оно вводится. Так, давайте я только для… А, ну, наверное, все-таки… Ну, давайте для конъюнкции ведем одно из правил вывода. Значит, вот конъюнкция и дизюнкция, их правила вывода соответствуют тому, что часто называют логикой клиника 3. Частичная логика клиника 3. А, вот у меня прям открыта страничка. Значит, да. А, сильная, сильная логика indeterminacy. Сильная логика неопределенности. Значит, так называют таблички, которые соответствуют моим правилам вывода. Ну, давайте пример. Значит, одно из правил вывода. Если у нас хотя бы один аргумент дает ложь, то вся формула дает ложь. Давайте заключение напишем. Значит, ну, нас интересует в данном случае формула, в которой главный символ это конъюнкция. Значит, он двуместный, поэтому два аргумента. Они должны быть формулами. Это сейчас напишу выше. И, в общем, один из случаев, когда конъюнкция двух формул это ложная формула. Значит, достаточно, чтобы хотя бы один из аргументов был ложной формулой. Значит, посылка такая. Фи и Пси формулы. Вот здесь, это, кстати, можно было бы не писать. Я очень долго думал, надо ли писать условие, что Фи и Пси формулы, или достаточно написать, что не выражение. Ну, остановился на таком варианте, который сейчас пишу. Формулы. Ну, есть плюсы и минусы в этом подходе. Пусть будет так. Кстати, я так пишу. Итак, значит, посылка правил вывода. Фи и Пси формулы. И у формулы, ну, допустим, первое правило вывода для первого из них. У формулы Фи, здесь кавычек не надо, Фи это метапеременная, значение ложь. Вот. В этом случае у формулы конъюнкции Фи и Пси значение тоже ложь. Значит, ну, это правило можно назвать конъюнкция elimination. Исключение конъюнкции, при этом первое. Есть второе, в котором все то же самое, только в посылке будет написано, что второй аргумент, то есть Пси, имеет значение ложь. Ну, вот один из примеров. Остальные право вывода для одной из связок. Остальные, ну, суть в них такая же. То есть, я не знаю, есть ли смысл приводить еще пример или можно пойти дальше. А почему в данном случае это правило удаления? Ведь у нас в заключении формула... Ой, спасибо, спасибо. Я неправильно сказал, конечно, introduction. Спасибо. Да, это значит, правило введения символа конъюнкции. Так, хорошо. Значит, ну, давайте тогда продолжим. Не будем останавливаться. Здесь, в принципе, все стандартно. Так, дальше. Значит, ну, дальше у меня статья при принятии символа равенства. Ну, для него я уже написал одно из правил вывода введения символа равенства. Там еще есть правило вывода его исключения. Ну, смысл тот же самый. Про смысл равенства я уже сказал, и поэтому, наверное, не стоит останавливаться. Давайте перейдем к кавычкам. Вот этим самым. причем, мы уже... Да, в самом начале, когда рассказывали о рефлектике, я уже описывал, как действуют кавычки односторонние. Значит, вот, есть в рефлектике два таких символа. Значит, один решетка. значит, эти символы, они в нотной записи используются. То есть, ну, я вот оттуда взял. Там они, по-моему, называются диез и бикар. Если я не помню, на английском, по-моему, шарп и натурал. А что, такие два символа. Они одноместные. Они одноместные. И, ну, они действуют как кавычки. Единственная разница в том, что первый делает все переменные в своем аргументе связанными, связывает переменные. Ну, то есть, как обычные кавычки. Обычные кавычки понимают, что связывают переменные. А второй не связывает. Вот. Ну, а правила вывода для них одинаковая. То есть, давайте его запишем. А, это уже не правила вывода, это схема аксиома. Потому что посылка-то ведь не нужна, но не нужно ничего проверять. Итак, вау. Вот в том принте, который сейчас выложен, я там пишу, что это правила вывода, но я уже обновил. Вот я достаточно сильно переписал статью. Я сейчас рассказываю по новому варианту. Введение переписал. И вот на днях выложу, и там уже правильно написано, что это аксиома. Итак, значит, если у нас есть выражение, в котором главный символ это диез, одноместный, поэтому один аргумент, то значение будет просто аргументом. Тау. И точно такое же правило вывода для бекара. Значит, разница в том, что, как я уже сказал, первый связывает все переменные внутри аргумента, то есть внутри тау, а второй нет. Так, все. Теперь свободные и связанные переменные. Свободные. Ой, свободные написал. Свободные и связанные переменные. Так, ну, во-первых, переменные. Рефлектики есть переменные. Значит, ну, в частности, я вот, в качестве переменных говорю, что все буквы греческого латинского алфавита я их считаю переменными рефлектики но их конечное число а может понадобится больше поэтому я не ограничиваю только ими те символы которые называют переменными я не указываю статья о том значит какой конкретный список переменных единственное что нужно знать что переменные это 0 местные символы поэтому ну допустим x латинская буква это переменные про это статьи пишу и вот выражение состоящий из одного символа x является объект состоящий из на 8 x является выражением потому что переменные то на местный символ так значит переменная давайте напишу скобочках они 0 местные они 0 местные так определение понятия связанное свободное вхождение переменной выражение по сути точно такое же как фактической логике прадикатов то есть квантер для любого существует связывает свои области действия значит у переменной который идет сразу после него не буду я сейчас это записывать если есть вопросы то спрашивайте единственное я добавляю два правила я говорю что решетка односторонний кавычка связывает все переменные своем аргументе давайте запишем запомнить направо так что решетка связывает связывает все переменные в своем аргументе и второе правило каноническое имя все переменные которые входят находятся внутри каноническое имени также связаны то есть так и запишем все переменные входящие в каноническое имя ну когда говорят про связано свободного корректно говорить о связано вхождение то есть потому что одна и та же переменная может в одном выражении сейчас несколько раз и какое-то исхождение может быть свободным к это связано так все переменные входящие в каноническое имя так все я закончу рассказывать как в рефлектике определяются какие переменные связанные свободные и теперь наконец-то можно перейти квантером и вот это важный момент потому что ну во первых квантеры показывают как мы работаем с переменными то есть как мы понимаем переменные а я уже говорю что мы их понимаем немножко по-другому то есть для любого фи в том примере который был в начале лекции смысл для любого фи означает каждое выражение рефлектики значит например на фи и этот смысл отличается от того как мы работаем в классической логике предикатов и что понять этот смысл нужно сформулировать правила вывода для квантера всеобщности и квантера существования и так значит ну во первых надо сказать что вот такие два символа существуют для любого они двуместные они двуместные я их называю предикатными символами то есть они интенсиональные предикатные символы рефлектики и таким образом выражения в которых они главное будут формулами и давайте начали обозначу опишу смысл я уже проговаривал но все-таки еще раз повторю так значит я для любого дагма мы проговаривали давайте для любого напишем так значит формула в которой главный символ квантера для любого она будет иметь вот такой вид значит в эфи это мета переменная обозначающие аргументы в один аргумент фи второй аргумент и что же эта формула выражает вот сейчас я как раз использую слово выражает ну собственно вот здесь она полезна будет понятней поэтому я вот так долго объяснял что значит выражает и так формула такого вида в которой первый аргумент в второй аргумент фи что же она выражает какое утверждение значит она выражает утверждение который стоит следующим значит первый аргумент переменная данном случае не обозначен поэтому могу просто написать значит в переменная первый аргумент переменная и значит здесь обозначение понадобится значит я буду обозначать сабу подстановку значит сабах что я делаю за подстановку я беру второй аргумент то есть выражение фи и в нем все вхождение все свободные вхождения переменной которая является первым аргументом всей формулы я их все превращаю в в некоторое одно и то же выражение и что же получается то что получится значит если во втором аргументе все свободные вхождения переменной являющийся первым аргументом заменить на произвольный на произвольное выражение то у то результатом будет истинная формула значит вот то что выражает форма для любого вафи так почти ничего не написал значит выражает утверждение что в переменная и для каждого выражение рефлектики то у начнут саб обозначает результат такой подстановки и вот результат такой подстановки является истинной формулой вот понятно то что я сказал я сейчас запишу это в виде правил вывода может быть станет понятней и даже приведу к ним может примеры давайте напишем это виде правого вот что такое сам нужно ли привести пример на конкретных на конкретной формуле фи в это у как он действует это это операция мета языка или не надо ну хорошо значит если надо то говорите раз не сказали не буду и так данном случае это правило будет правило исключения исключения квантера всеобщности elimination ну что будет написано что будет написано ниже черты так чтобы не напутать открою как нет написано значит будет ну значит как всегда в правах вывода постурируется что некоторые выражения имеет некоторое значение и вот что здесь сказано значит выше то что я объяснял смысл такого выражения для любого вафи смысл в том что после некоторой подстановки некоторое то что получится будет истинной формулой что значит будет истинной формулой это значит что его значение будет true и это как раз то что ниже черты в правил вывода написано то есть правило вывода позволяет внести вот результат после такой подстановки я в табличку несу слева справа напишу true истину таким образом заключение говорит что после подстановки все свободные вхождения переменные в формуле фи подстановки выражения Тау, то есть все свободные вхождения заменяются выражением Тау, результат будет иметь значение это значение равно труб. Ну а по ссылке то, что написано выше то, что я проговаривал значит, что здесь надо сказать нужно сказать, что в должно быть переменной значит, в это метапеременная, которая обозначает объект рефлектики, этот объект должен быть переменной значит, в переменная фи и Тау это и Тау, это выражение и ну в каком случае можем сделать такое заключение ну в случае, если мы знаем, что сама формула для любого в фи истина то есть по ссылке мы должны посмотреть в табличку и убедиться, что там есть строка у которой слева написана вот такая формула у которой первый символ квантер для любого дальше в конкатенации идет переменная В и дальше в конкатенации идет выражение фи а справа написана истина вот то есть, если мы знаем, что формула для любого в фи истина при этом фи это выражение В переменная то в этом случае мы можем заключить право вывода говорит, что сделай подстановку замени все вводные вхождения переменной в выражение фи на на терм на выражение Тау и то, что получится у него интерпретация его будет истина его вал будет истина понятно ли это право вывода как я его записал значит, я могу, наверное, привести какой-то пример формулы которая истина и которая что-то выражает и как раз как пользуется этим правилом вывода ну, например, вот я вот сейчас как раз новым вариантом статьи я вот такой пример подвожу значит, давайте напишем формулу которая говорит ну, давайте на языке арифметики пиано значит, для любого натурального числа n для любого натурального числа n оно n плюс 1 s от n ну, s это саксессор следующее за ним не равно нулю значит, вот на арифметике пиано можно такую формулу написать как я напишу это на языке рефлектики значит, я напишу это так для любого n ну, польская запись, да поэтому дальше идет, что ну, n может быть не только натуральным числом поэтому мне надо написать посылку если он обозначает натуральное число то тогда значит, я пишу посылку так значит, пусть будет nat от n значит, nat это один символ рефлектики он говорит, что значение его аргумента является натуральным числом рефлектики есть натуральные числа я про них еще не успел сказать ну, они как-то представлены так, значит у нас импликация двуместный символ и в случае если значение аргумента натуральное число то тогда значит неверное отрицание следующее равенство s от n значит, s это операция которая результатом которой результатом которой является натуральное число следующее за значением аргумента и 0 так, значит вот такая формула рефлектики она говорит, что для каждого выражения n если значение этого выражения является натуральным числом то тогда импликация неверно что равны натуральное число следующее за значением натурального числа n и натуральное число 0 ну, значение 0 это натуральное число 0 значит вот такой смысл теперь значит, почему такой смысл Смысл должен быть, это мы должны из правил вывода вывести. Давайте приведу пример, где в качестве n возьму конкретное выражение. Ну, например, я могу взять в качестве n, n это метапеременная, вот выражение 0. Ну, 0 это 0 местный символ, его значение натуральное число 0. И, а, только, так, у меня там свыше было написано для любого, не, нормально. Итак, а вот все-таки нет, я неаккуратно написал, извините, это не соответствует тому, что я говорю перед этим. Давайте более аккуратно. Значит, вот я хочу применить правила вывода к этой формуле. Значит, мне надо взять что-то в качестве v, что-то в качестве fi, ну, чтобы применить правила вывода, и что-то в качестве tau. Значит, ну, в качестве v, v это переменная, которая идет после квантера. Значит, после квантера идет переменная n. Поэтому v это вот такое, такой объект рефлектики, такое выражение, переменная n. Значит, в качестве fi, что будет fi? Fi будет та формула, в которой осуществляется подстановка, то есть та формула, которая второй аргумент. То есть fi будет, давайте другим цветом выделим, вот это, извините, значит, вот это будет fi. Значит, второй аргумент всей формулы, это будет fi. Так, значит, первый аргумент это v. v, v метапеременная. И что такое tau? Значит, что такое tau? Тау это то выражение, на которое я заменю. Вот, и, ну, например, я хочу заменить n на 0. 0 это именно для натурального числа 0, поэтому в качестве tau я возьму вот такое выражение, состоящее из одного символа 0. Значит, ну, давайте проверим, правда ли, что при таких v, fi и tau посылка верна. Значит, нужно проверить, что v, это переменная, значит, метапеременная v обозначает переменную рефлектики. Да, n это символ, это буква латинского алфавита, они переменные, значит, v переменная. Дальше, надо проверить, что fi и tau это выражение. Ну, вот fi сверху написано, ну, действительно, это выражение. Тау это тоже выражение, потому что 0 уместно символу. Так, дальше, нужно проверить, что у всей формулы, давайте ее выделим другим цветом, значит, надо проверить, что у всей формулы, которая с квантера начинается, что вал, значение у всей формулы равен истине. То есть вопросительный знак оставлю, надо это проверить. Ну, вообще, мы это не знаем. И, ну, допустим, это оказалось так, да, то есть пусть я в рефлектику добавил какие-то аксиомы, среди которых будет это выражение. То есть, например, я мог такую аксиому ввести, если такая аксиома будет, то в рефлектике, то есть в табличке слева будет стоять вот такое выражение для любого n-стрелочка над n-отрицание равно sn0, а справа будет стоять выражение true. Таким образом, если я такую аксиому добавлю в рефлектике, то действительно в табличке это будет стоять, и тогда значение у этого выражения будет true, и таким образом посылка всего правила вывода будет выполняться. И в этом случае я могу делать заключение, и что за заключение нам скажет? Значит, оно говорит, что вал значение того, что получится после подстановки. Значит, какая подстановка осуществляется? Я беру φ. Вот она, φ, это длинный красный прямоугольник. И в этом φ все свободные вхождения переменной v, а что такое v? v это n. Значит, я все n меняю на выражение tau, то есть на 0. Значит, давайте тоже другим цветом напишем. Значит, вот это n свободно входит φ, поэтому я это n превращаю в 0. Вот это n свободно входит φ, поэтому это n я также превращаю в 0. Все, других вхождений нет, все вхождения свободные, поэтому везде подстановка работает. И таким образом результат этой операции будет формула, которую я вот сейчас давайте напишу. Значит, то есть φ, ну, начало такое же, импликация, nat, теперь уже n превратилась в 0, запятая, отрицание равно, asset, n превратилась в 0, 0. Вот. И кавычки закрываются. И правило вывода, что нам говорит? Правило вывода говорит, что это формула и значение 0. 0, извините, true, истина. Вот. То есть вот что нам правило вывода сказала. То есть оно сказало, что у формулы, ну, которую, значит, можно как прочитать? Если 0 натуральное число, то следующее за ним натуральное число не равно 0. И вот заключение говорит нам, что вот эта формула, она истинная, и так используются правила вывода для квантера, для любого. Так, есть ли какие-то вопросы? Да, у меня есть вопрос. Правильно ли я понимаю, что прежде чем вот это все начало работать, нам нужно в рефлектику засунуть большой набор аксиом, типа вау от 0 равен true. Да, конечно. И так далее. Да, да, да. То есть я вот сейчас написал этот пример и использовал много символов, про которые ничего не сказал. И, естественно, да, этот пример будет корректным только после того, как я все эти символы веду, добавил для них правила вывода, ну, то есть, ну, об всем правил вывода, то есть интерпретацию на них определю, и тогда уже можно будет корректно про это говорить. А пока это просто, ну, такой пример, ну, который корректно пока заложить я его не могу раньше времени. Да, можно тоже уточняющий вопрос. А вот равенство у вас, как понимается, в стандартном таком смысле просто как тождество двух сторон, правильно? Только значение аргументов, то есть равенство экстенсионально, вот это символ равенства, то есть оно говорит, что у их, у аргументов значение одинаковое. То есть я могу ввести интенсиональное равенство, которое говорит, что аргументы равны. Это будет другое равенство. То есть вот данное равенство, оно говорит о значениях аргументов. С эквиваленцией логической оно не сильно различается таким образом, да? Ну, просто вы иногда пишете логические символы, а иногда равенство. Я прояснить хотел, есть ли какая-то разница содержательная или это просто особенность формализма? Разница есть. Допустим, символ равенства, который я пишу, он по смыслу, что он говорит? Он говорит, во-первых, что оба аргумента определены, у них есть значения, а во-вторых, эти значения равны. А в случае, если я, допустим, напишу эквивалентность, вот такую связку, то она может давать истинную формулу, и даже в случае, если аргументы, например, не имеют значения. Ну, это дальше. Вот эту связку, ее достаточно сложно вводить. У меня будут даже две разные. Будет материальная импликация, которая просто, ну, так же, как материальная импликация, вводится как отрицание первого аргумента, конъюнкция отрицания первого, ну, то есть, ну, давайте написать проще, не фи или пси, да, то есть вот так вводится материальная импликация. Но она не позволяет работать так, как мы хотим, и вот здесь как раз в этом примере я пишу стрелочку. Эта стрелочка, я называю ее conditional, условное высказывание, оно, вот здесь я не могу написать, поставить материальную импликацию, потому что будут проблемы. Материальная импликация, она вводится вот именно так, и она будет давать значение только в том случае, если хотя бы один аргумент определен. Такие правила вывода рефлектики, ну, то есть для отрицания, для изъюнкции. И поэтому, допустим, вот там фи эквивалент на фи, вот если я такое напишу, то в случае, если фи не имеет значения, ну, в качестве фи будет что-то стоять, да, то тогда и вот эта эквивалентность тоже не будет иметь значения, потому что, ну, если бы я здесь поставил, то есть вот если я напишу материальную импликацию, вот так вот, то вот такая формула, в случае, если фи не имеет значения, вся формула тоже не будет иметь значения, то есть это не будет истиной. А когда я ввожу вот другой символ, там я специально вот так ввожу, что я могу сделать, чтобы пусть аргументы не определены, но при этом вся формула истина. То есть, ну, да, там есть разные тонкости, про которые нужно подробно говорить, и вот то, что сейчас я сказал, достаточно сумбурно, непонятно, и надо рассказать подробно и аккуратно. И это дальше. Тоже в уточнение, хотя это было очень давно, в самом начале презентации вы там писали про общую идею языка, и у вас там была, насколько я помню, операция над объектами. И вот то, о чем Лев спрашивал про то, что операция, она как бы тоже как объект, понимаете, буква С у вас там была в самом начале. Да-да, я помню, я помню этот вопрос. Да, я вот уточнение тогда не успел задать, но хотелось спросить. Не важно, какая сложность этой операции. Ну, то есть, мы же можем в одну операцию засовывать кучу операций. Вот, и они все как бы сворачиваться будут в одну, в идее вашего языка или как это работает. Ну, здесь важно то, чтобы мы могли ее определить при помощи аксиом правил вывода. Вот это важно. Я понял. Да, ну, тогда понятно, хорошо. И третий вопрос, я не мог его не задать, коллеги, которые здесь присутствуют из меня, знающие, знают, что я большой фанат модальных логик и не только. А модальные всяческие интересности вроде необходимостей, возможностей, может быть, там, диантические какие-то операторы вроде там обязательно, дозволительно, они выводимы в вашем, ну, то есть, как бы содержательно. Можно ли как-то определить в вашем языке? Ну, давайте с необходимостью, например, просто для примера, если можно. И да, я еще извиняюсь, я где-то 30 минут пропустил, мне вынужден был на звонок отвлечься от начальника. Вот, если вы про это рассказывали, извините. Нет, я про это не рассказывал. Значит, что касается необходимости. Ну, тут смотря, как его понимать, то есть, если речь идет о том, ну, то есть, я на самом деле читал только, когда Гёдель вот вводил какие-то из этих операторов для того, чтобы делать утверждение про доказуемость. Там, вот, некая формула, допустим, является теоремой, или ромбик, который говорит, что данные аксиомы, данная теория не разрешает, не дает ответа на вопрос, является данная формула теоремой или нет. Ну, допустим, континуум гипотезы в ZF-C, мы напишем ромбик CH, ZF-C, потому что, в общем, она возможна, и ее отрицание тоже возможно. А там, допустим, про, там, какой-нибудь, не знаю, там, для любого XX равно X, мы напишем квадратик для любого XX равно X, в том смысле, что для любого XX равно X, так, я 0 написал, X, это теорема. Вот, то есть, вот, если вот в таком смысле говорить, то я не знаю, как на этот вопрос ответить, если смысл такой, потому что, а что такое доказательство, я не давал понятия доказательства, да, то есть, в рефлектике нету, то есть, ну, в моем изложении рефлектики нету термина, нету места для слова доказательства. То есть, вместо этого есть аксомы правиловывода и та информация об вала, об интерпретации, которую мы можем при помощи них получить, и мы ее в виде таблички храним. Ну, опять же, хранение в виде таблички – это не часть теории, это просто так удобно об этом думать. Вот, тут можно еще провести аналогию, что вот в случае классической логики предикатов, там можно тоже считать, что мы заполняем табличку, но в этой табличке справа будет стоять только true, и мы добавляем в нее только теоремы и аксиомы. То есть, вначале, вот, допустим, есть аксиома для любого X, X равно X, ну, такая логическая аксиома в некоторых сложениях встречается. И вот мы в случае классической логики предикатов, если по аналогии будем исполнять табличку, мы слева в табличке поставим вот такое выражение, а справа мы поставим истину. И справа мы будем ставить только истину, больше ничего. А правила вывода, они позволяют находить теоремы, и когда мы нашли новую теорему, ну, например, мы нашли теорему, что, я не знаю, давайте просто напишу прямоугольник, какую-то теорему мы вывели при помощи правила вывода, и мы знаем, что теорема, мы ее в эту табличку ставим, а справа тоже пишем true, и таким образом, ну, можем true не писать, а просто будет один столбик. То есть, там будет только аксиомы, только теоремы, которые выведены. Вот. Это что касается того, если мы хотим писать утверждение о теоремах рефлектики и понимаем вот квадратики ромбик так. Если же мы вкладываем в квадрат и ромбик в необходимость и так далее какие-то другие смыслы, то здесь мы абсолютно вольны. То есть, мы можем ввести любой символ и его смысл выразить, как мы хотим, при помощи, ну, лишь бы это можно было выразить при помощи формул рефлектики. И вот в припринте я привожу пример, я ввожу символ верит. Также я мог бы, там, ввести символ, не знаю, там, квадратик или ромбик. Я ввожу символ, ну, я его пишу belief. Belief, ну, это один символ рефлектики, да. И я ввожу для него какие-то аксиомы правил вывода. Ну, например, среди правил вывода я говорю, что если кто-то верит в некоторое утверждение, и при этом из этого утверждения следует другое по правилам вывода, и при этом этот верит в данное правило вывода, то тогда он верит и в заключение. Как сказал, честно говоря, сумбурно, наверное, по-другому лучше. Значит, каждый верит в те утверждения, которые можно вывести из тех, которые он верит, по правилам вывода, которые он верит. То есть, я могу ввести такую аксиому, это будет одна формула рефлектики. И вот если я добавлю к рефлектике, то этот символ, в частности, будет этой теме подчиняться, и вот в нем будет в частности такой смысл. Я могу там ввести, например, сказать, что если кто-то верит, там, не знаю. Допустим, могу сказать, что кто-то верит во все правила вывода. Это можно тоже сделать, ну, или все что угодно. То есть, вот я могу такие символы модальные вводить и давать им любые смыслы, лишь бы их можно было выразить в языке рефлектики, и таким образом расширять рефлектику и работать с ними. С ними можно будет работать именно так, как модельные логики, и они будут действовать так, как мы хотим. Так, я не знаю, на тот ли вопрос отвечал? Да нет, на тот, на самом деле, вот про разные модальные логики, то, что вы сказали. Единственное, извините, я немножко граммар нации, все-таки блиф, там, ф, и е не надо. Вот, ну, то есть просто буква F пишется. Нет, это глагол. А глагол тоже F, да? Ну, блиф. Нет, в глаголе не F. А, в глаголе. Нет, давайте я сотрогу. Я сотрогу. Я тогда доклад делаю, я не могу. Да, я как раз хотел спросить, вот, дополнительный вопрос, но вы, по сути, на него ответили, про разные модальные логики. То есть, есть у нас там S4, есть S5, есть там система K, есть прекрасная система TRIF. И вот как у вас понимаются вот эти модальные операторы? То есть, ну, по сути, с какой дополнительной, вот так вот сказать, системой Аксиом? То есть, там, ну, K, наверное, должна работать из того, что я вижу, как у вас происходит. Но я понимаю просто, что вы, как бы, до этого не думали. Ладно, я до этого не дошел. Вот, но это моя область интересов с модальными логиками, вот поэтому я... Ну, у меня есть, если позволите, небольшое замечание. Мне кажется, эта формула неправильная, что необходимо для любого X, X равно X. В модальной логике из X равно X не следует, что для любого. Так, ладно, давайте я сотру. Это я так, это тоже, опять же, написал что-то совершенно от балды. Ну, я не так хорошо знаком с этими вот модальными логиками различными. Я про них читал, и про разные читал, там, вот эти S5, S4 и другие, но не очень подробно. То есть, я про них читал, когда искал какие-то теории, у которых язык будет рефлексирующим. И вот модальные логики были одни из тех, которые наиболее близки. Но все-таки вот мне показалось, что они недостаточно рефлексирующие, так скажем. Поэтому стал строить свою. Ну, да, может быть, именно потому неверно говорить, что необходимо, что X равно X. Из-за недостаточной рефлективности. То есть, X может ведь и не существовать. А для рефлективной логики это безразлично. Существует, не существует. Это какое-то очень тонкое замечание, мне кажется, философское. Ну, X-то, если он, если вот эта вот формула, которая была написана, необходима для всякого X, X равен X, то значит X может не существовать. Ну, это... Если мы интерпретируем модальную логику через семантику возможных миров, то не во всех возможных мирах X может существовать. Значение... У нас тут оператор модальности вначале же находится. То есть, мы сначала в какой-то мир переместимся, а потом смотрим, выполняется закон тождества для всех объектов этого мира или нет. Ну, вот что касается рефлектики, я могу сказать, что мы можем... То есть, вот чем... Какой у нее плюс, с моей точки зрения, что мы можем ввести разные модальные операторы. То есть, мы, допустим, можем ввести вот какой-то с индексом 1, и для него будут одни аксиомы, и там будет вот верно то, что вот одна точка зрения. А можно ввести другой оператор, второй, и у него будут другие аксиомы, будут действовать по-другому. И то есть, можно ввести много разных, и они одновременно будут все вместе работать, и мы можем про них в рефлектике рассуждать и, допустим, показывать, что там, если первый модальный оператор с такими-то аксиомами что-то сказал, то в этом случае тогда аналогичное утверждение для второго будет тоже верно. Допустим, обратно не так. То есть, вот она позволяет одновременно разные логики, там, да и лямбда исчисления можно добавить, все что угодно в эту теорию ввести, и они будут все вместе работать, и каждый будет работать. То есть, допустим, можно ввести какую-нибудь там импликацию, которая там... А, какой-нибудь, ну, не знаю, символы, которые из... Блин, как это называется? Где нет закона исключенного третьего... Господи, какая-то логика. Интуиционистка какая-то. Интуиционистка, да. То есть, можно ввести операторы, символы пропозициональные, которые интуиционистские, и это будут одни символы, и другие символы, они будут классическими, или там какие-то еще, и они могут все вместе находиться, и каждая свои аксиомы, и мы можем как бы про них, какую-то связь про них устанавливать все, находясь внутри одной теории, внутри рефлектики. Ну, по крайней мере, так я вижу, я этого не делал. Да, у меня вопрос вот связанный со всем этим. Можно ли сказать, что в рефлектике есть хотя бы одна истинная формула до тех пор, пока мы таблицу не начали заполнять? Нет, нельзя. Нельзя. Тогда, мне кажется, рефлектика является не формальной теорией, а содержательной. Ну, то есть, она не о форме, как бы, говорит, а о том содержании, которым мы наполняем этот язык. То есть, мы дали ему какой-то набор аксиом, да, и, соответственно, вот она и получила какие-то значения, дает нам возможность вычислять какие-то значения. Почему тогда рефлектика – это формальный язык? Если нет ни одной формулы, которая является истинной, без таблиц. Ну, тут, может быть, связь в том, что я понятие истинной формулы использую немножко по-другому. То есть, я просто принудительно говорю, что истинные формулы – это те, у которых валтру. А вообще часто понятие истинной формулы используют по-другому. И это, возможно, здесь неудачно использовал термин «истинная формула». Я, например, вместо этого мог сказать теорема рефлектики. То есть, я мог везде говорить, что теорема рефлектики – это формула, у которой вал равен true. И все было бы то же самое. Я еще долго думал, что использовать слово «теорема» или слово «истинная формула». А то, что чаще понимается под истинными формулами, то есть, хочется про это говорить, я думал, как же тогда про это говорить, и я для себя, то есть, я в статье это не использую, но я думаю, что можно говорить, что формула выполняется в рефлектике. Допустим, вот так вот писать. И говорить о том, что формула выполняется в рефлектике, ну, это надо как-то, конечно, определить, что это значит. Это можно раньше, чем там табличку мы заполнили. Вот. И, допустим, вот формула там для любого х, если х определен, вот такой символ, что х имеет значение, то тогда х равен х. Допустим, вот такая формула, она, конечно же, в рефлектике будет выполняться. Потому что, но при этом, если мы такой аксиомы не добавим, вот такой аксиомы для любого х, если х определен, то х равен х. Если мы такой аксиомы не добавим в табличку, то это не будет истинной формулой. Но она будет выполняться. Вот не знаю, уместно ли это то, что сейчас говорил, относится ли это к вопросу. Да, вот не совсем мне остается ясным, что значит, что она будет выполняться, но при этом пока мы аксиомы не добавим, она не будет истиной. Ну, давайте слово истинно не будем использовать, а будем использовать слово теорема. То есть по определению теорема это такая формула, у которой вал равен истине. И вот эта формула, в каком смысле она будет выполняться? Выполняться она будет в следующем смысле. Ну, давайте правило исключения квантера всеобщности применим и возьмем какой-то конкретный х. Я же не буду подробно расписывать, но, допустим, можно так это в качестве х взять, ну, я не знаю, допустим, труда какой-нибудь тот же самый. То есть у нас будет вот такая формула появится. Значит, она говорит, что если true определен, то тогда true равен true. Ну, true действительно определен. И таким образом... То есть, в общем, это вполне может оказаться так, что конкретно эта формула будет теоремой рефлектики. То есть у нее в табличке справа будет стоять true. Вот у этой формулы после подстановки. И вполне мы можем сделать аксиомы правил этой рефлектики такими, что какую бы мы в качестве х не делали подстановку выражения, каждый раз то, что будет получаться, оно будет теоремой рефлектики. То есть каждый раз та строчка, которую мы захотим добавить в табличку, она уже будет там находиться. То есть это уже теорема. И тогда, наверное, можно сказать, что исходная формула для любого х, если х определен, то х равен х, она в рефлектике выполняется. То есть она выполняется в том смысле, что при каждой конкретной подстановке то, что получается, является теоремой рефлектики. Ну, например, это один из вариантов, как можно думать о том, что значит выполняется. Это я его сейчас прямо из головы вам сказал. И, конечно, надо про это думать аккуратно. Ну, вот просто один из вариантов. Но при этом может быть так... При этом может оказаться так, что сама вот эта формула для любого х, если х определен, то х равен х, она в табличке не будет находиться, ну, так, чтобы справа стояла true. То есть не будет теоремой, но при этом будет выполняться. Выполняться в этом смысле, что после каждой подстановки получаются теоремы. Ну, а вот тогда, если мы хотим, например, расширить рефлектику таким образом, чтобы у нас закон тождества был ослаблен. Вот. Как нам быть? А можно... То есть х равно х закон тождества? Да. А ослаблен в каком смысле? А, мы хотим, чтобы он не всегда выполнялся. А, чтобы не всегда выполнялся? Для некоторых объектов выполняется, а для некоторых нет. Это мы с Львом примерно про одну тему ходим, про равенство как раз то, с чего я начал. Есть закон, если я не ошибаюсь, он традиционно называется законом Лейбница, хотя к Лейбнице он не сильно много отношений имеет. Необходимо х равно х. Ну, то есть, если х равно х, то это необходимое тождество, и оно обязательно работает для любых таких случаев, то есть для полного совпадения происходит. И вот Лев как раз спрашивает про случай равенства. Ну, вот то, что вы выше говорили про то, что схема, которая верхняя, не обязательно означает, ну, точнее, не так, если я вас правильно понял, то есть подстановка в эту схему нижняя, она как бы всегда дает истину. Правильно я вас понял? Вот в таблице, которая у вас была чуть выше. Правильно я понял? Ну, да, то есть там, где в посылке написано, что если х определен, то х равен х, то насколько, мне кажется, что да, то есть если я правильно понимаю, как работают правила, то действительно после каждой подстановки то, что получится, будет формулой, у которой вал true. Но при этом вы сказали, что вот формула, которая выше, она не всегда обязательно истина, если я правильно вас понял. Она, ну, пока я ее принудительно не засунул в эту табличку, то есть не ввел к Семе, который говорит, что это формула истина, она там не появится. Тут в чем проблема? Наверное, нам нужно равенство поставить. Правильно я понимаю? Где? Ну, или вот-вот. Равенство ведь между ними можно поставить. Между кем? Между верхней и нижней формулой. Так, верхняя, которая, вот я еще цветом обведу, верхняя, допустим, она будет красная, вот эта, да? Да. Так, верхняя красная, а нижняя… Ну, это не на схему получается общая. А вот нижняя, вот, да. Вот эта, да, синяя? Нет, нет, нижняя в таблице. А, в табличке? Нет, ну в табличке это один из вариантов после конкретной подстановки. То есть здесь я осуществил подстановку в качестве x, x я поставил выражение true. Ну вот, в том-то и дело, что если, ну, насколько я понимаю, как обычно работает равенство, если мы берем схему общую с квантером и после этого ставим знак равенства и берем конкретную подстановку, то значение это ведь одно и то же должно получаться. А, нет, тут проблема же может быть в том, что вот если не написать вот эту посылочку, вот я голубенько обведу, что x определен, то просто мы можем подставить какое-то выражение, у которого значения нет. Ну вот давайте пример приведу. Допустим, можем подставить там значение, там, не знаю, вот то, что Russell, R не принаджет R. Это формула, которая, ну, вот из парадокса про Добрея, там из парадокса Рассела. И вот, допустим, в рефлектике можно легко определить R, который из парадокса Рассела, и в рефлектике не появятся строчки, в которой слева будет стоять R не принаджет R. То есть вот это выражение, оно никогда не получит, ну, в случае с рефлектикой, конечно, совместно, да? То есть вот если рефлектика совместна, то это выражение не получит никогда значения. И поэтому, в частности, для него, то есть если мы напишем равно r не принадлежит r, мы же про это говорили, вот такая формула, она тоже не получит значения, потому что равенство выполняется только в случае, если оба аргумента имеет значение. А здесь ни один из них значения не имеет, и тогда вся формула, она тоже не получит значения, не войдет в табличку. То есть в качестве равенства я такое равенство использую. Я могу ввести другое равенство. Вот, собственно говоря, про что я и спрашиваю с самого начала. Ну, нет, на самом деле все хорошо в плане, как выглядит, и все будет просто прояснение нехорошо. Потому что, знаете, если будете писать, ну, когда пишут стандартно, то есть определяют символы, сначала синтаксис определяют, потом семантику. Если вы это укажете, я думаю, что никаких проблем не будет. Ага, спасибо. Но при этом мы немножко ушли от вопроса, который Лев задавал. Так, а какой еще раз тогда вопрос, потому что я по голосу не всех различаю, поэтому... Это вопрос был о том, если мы захотим рефлектику превратить во что-то типа, как это называется, шейнфинкелевские... О, нет, нет, сейчас... Шрёдингеровские логики, вот, где... А, ну, такие-то, видимо, как они, сабструктурные, наверное, на русском, да, сабстракчировал, которые... Нет? Там, где ослаблены запарологи. Нет, это не... А, другая? Пара непротиворечивые, пара консистентные. А, пара непротиворечивые-то это, да, это я встречал, тоже про них читал. Я не знаю, про это спрашивать или нет, я уточняю. То есть... Нет, я про логику, про логики, которые могут описывать всякие явления квантового мира, когда предмет находится в местах одновременно, там, да. А, в позиции, да, когда квантовое состояние. Да. Ну, я про это не читал, поэтому я только могу домыслить, что там может иметься в виду. Ну, так. Ну, да, я про них не знаю, поэтому не знаю, что ответить. Но... То есть, если там есть какие-то аксиомы, которые рефлектика позволяет выразить, то мы можем попробовать добавить соответствующие символы и написать на языке рефлектики аксиомы правиловывода для него, которые будут выражать именно вот то, как работает эта логика, о которой речь, и ввести, ну, то есть у нас будет новый символ, да, то есть у нас будет много разных равенств, там, и так далее. И вот, в частности, можно ввести специальное равенство, там, не знаю, написать равенство с индексом ша, с мастер-шрёдингера, да, допустим. И оно будет работать так, как мы... Ну, так, как мы его определим, то есть какие правила вывода аксиомы мы ему сопоставим. То есть... Да, но изначально в рефлектике никаких аксиом нет. То есть мы добавляем туда аксиомы и конструируем, соответственно, таблицу. Ну, я вот... Так ее наполняю. Подразумевая так, вот когда я пишу вот это в моем припринте, что в рефлектике есть те аксиомы правиловывода, которые я перечислил в припринте. Вот они там есть, а дальше мы можем расширять. То есть вот, например, вот вопрос, связанный как раз с квантером, почему это не будет истинной формулой, ну, или теоремой, да. Ну, проблема в том, что вот в моем припринте нет правила для введения квантера в всеобществе. Вот правило, которое у вас справа стоит для любого introduction, такого правила я не привожу. И на самом деле такое правило провести достаточно проблематично. Вот, то есть у меня есть какие-то варианты, но эти варианты разные, они дают достаточно разные системы, и я не знаю, как лучше с этим быть. То есть, ну, я счел правильно сделать так, что в следующих статьях, значит, если мне удастся написать следующие статьи, я там уже введу, допустим, какое-нибудь правило вывода для введения квантера в всеобщности, и про него там что-то буду доказывать. Но здесь я одного не привожу, потому что они могут быть разными. То есть, скопировать обычное правило вывода из классической логики предикатов не получится, потому что, ну, из того, что интенсиональный язык там, ну, он просто будет неверный результат отдавать. Вот. В общем, проблема в этом, и именно из-за того, что такого правила вывода нет, то автоматически вот эта формула, там, для любого х, если х определен, то х равен х, по-хорошему правилам вывода должно быть таким, чтобы это превратилось в теорему. Но это правило вывода надо написать и добавить, и тогда, если оно хорошее, то, конечно, это должно, по идее, стать теоремой. Но я этого правила не ввел, и в этом смысле, как бы, тот вариант, который изложение у меня, он в этом смысле не совсем полноценный, поэтому я писал, ну, в том варианте, который сейчас на архиве, я пишу outline, то есть набросок теории. Сейчас я в новом варианте, я стал говорить не про теорию, а про язык, то есть, что рефлексирующий язык. И язык, я считаю, что я построил, поэтому я слово outline убрал, в новом варианте я пишу рефлексирующий язык. А вот теория все-таки неполноценная в плане, что вот нет, например, вот этого правила вывода, и поэтому там только outline писал, набросок. Хорошо, значит, я остановился на правил вывода для квантера всеобщности. И там привел один пример. Значит, ну, вообще, этот пример у меня идет в паре с другим для квантера существования, которые для существования как раз более показательны, на самом деле гораздо проще. Вот, наверное, есть смысл его рассказать. Ну, само по себе правило, оно просто симметричное. Ну, там, часто в изложениях, где есть правила вывода, и есть для этих двух квантеров, то там эти правила идут парными. Вот, и в частности, парное правило для исключения квантера всеобщности, да, он убирается, ему в паре идет для введения квантера существования, introduction. Значит, ну, по смыслу, как мы можем установить, что значение... Так, в данном случае на что будет написано? Формула вида существует в фи. Значит, существует первый символ, дальше на мета-языке мы пишем в мета-переменная обозначает переменную рефлектики в конкатенации, и дальше идет какая-то формула фи. Значит, как мы можем установить, что это истинная формула? То есть формула val, которая равен true. Я в этом смысле понимаю истинность. Для этого мы должны найти какую-то подстановку, которая делает ее... После которой формула становится истиной. То есть смысл такой, и единственное, что вот тонкость в том, что здесь подстановка, ну, я еще думал называть это синтаксической подстановкой, потому что именно выражение подставляется, а не объект. Итак, значит, давайте напишем посылку. Значит, ну, мы должны, во-первых, установить, что в это переменная. Дальше мы должны установить, что... Так, здесь фи у меня... Так, тоже выражение, да. Всего лишь выражение, что фи и тау выражение, тау это, которое будет подставляться. Выражение рефлектики. И вот мы должны установить, проверить, что действительно есть такая запись, которая говорит... Так, ну, давайте в том же виде, как раньше писал, что вот если мы возьмем формулу выражения, выражение фи, и в нем все вхождения переменной в... свободное вхождение превратим в выражение тау, то результат такой подстановки даст нам формулу, при этом эта формула будет истинной. То есть, вау будет равен true. А, ну, и при этом вот этот результат... А, у меня написано sub, sub-подстановка. И при этом... Давайте так, сверху напишу. Я сейчас от себя немножко по-другому стал писать, чем статья. И при этом вот этот результат должен быть формулой. Формулой. Итак, значит, допустим, мы установили, что после подстановки выражения фи переменной в на свободные места, это, припрощая переменную выражение тау, то, что получилось после подстановки, стало формулой, и при этом у нее вау true, то есть истинная формула. В этом случае мы можем заключить, что существует в фи, имеет вау true, и пример. Вот пример такой. Существует xx. Вот он как раз такой показательный, который он показывает хорошо, чем отличается использование квантеров рефлектики от обычного, привычного нам. Вот смотрите, существует xx, это истинная формула. Значит, я утверждаю, что вау существует xx, так вот кавычки надо, да, равен true. Давайте это поймем. Значит, как мы делаем? Нам нужно найти подстановку, которая вращает второй аргумент, то есть истинную формулу. Ну, допустим, можно взять подстановку, там, не знаю, t равно t. Ну, или даже можно просто true взять, ну, давайте вот что-нибудь усмысленное. Значит, вот такое выражение. Значит, это выражение мы берем в качестве тау, ну, в качестве фи у нас, соответственно, что? Фи это просто x, да? Фи это x. Обратите внимание, фи это не формула, да? Фи это переменная, то есть это выражение, но не формула. И, ну, в данном случае это, в тоже x, да, переменная. И когда мы сделаем подстановку, то есть когда мы превратим вот эту формулу x в ней переменную, тоже x в данном случае совпало, превратим в выражение равно tt, равно true, true, то результатом будет что-то формула, будет формула равно tt. Это формула. То есть вот была не формула, а стала формулой после подстановки. Эта формула, это истинная формула. То есть несложно показать, что вал от равно tt, он действительно в табличке встречается, вал у этой формулы true. И таким образом посылка выполняется, мы делаем заключение, что существует xx, истинная формула. Вот, ну и здесь как бы, ну в обычном языке существует xx, это вообще не формула. Но при этом мы можем использовать, то есть мы можем на этом языке использовать эти самые квантеры, писать и обычным образом, и вот тот пример, который был выше, значит, что там было написано, для любого, ну там было n натуральное число, давайте тоже x напишем, для любого x, значит, если x натуральное число, то есть значение того выражения, которое на место x будет подставлено, то тогда следующее за значением этого выражения не будет нулем. То есть вот такая формула, она говорит то, что мы ожидаем. но она говорит через имена, то есть она не говорит напрямую, что для любого натурального числа, она говорит через имена, она говорит, что для любого выражения, которое является именем для натурального числа, то есть у которого значение натурального числа, следующее натуральное число за значением этого выражения не будет нулем. То есть, ну за счет того, что каждый объект имеет имя, ну например, каноническое имя, да, но не обязательно, не только, то мы можем, используя имена, работать вот с такими квантерами и делать обычные привычные нам высказывания про объекты, в данном случае про натуральные числа. То есть вот эти переменные, особый вид переменных, которые там можно назвать синтоксическими, интенсиональными, я еще думал их назвать, решили никак не называть в итоге, они расширяют возможности выразительные, но при этом сохраняют за счет того, что у каждого объекта есть имя, возможность говорить и про объекты привычным нам способом. Так, все, я закончил про квантеры, не знаю, если вопросы какие-то, что-то обсудить. Так, ну, дальше, значит, так, опять не помню, к вам был номер, по-моему, 11, пусть будет 12. Ну, вот в статье в припринятии у меня здесь есть про конкатенацию и про натуральные числа, ну, то есть показано просто, как они реализованы, натуральные числа и там символы для конкатенации. Я не знаю, это не так важно концептуально, то есть делается достаточно в лоб, ну, в случае натуральных числа вообще реализация не важна, то есть, ну, какую-то реализацию просто я предлагаю. А вот, в случае конкатенации, я не знаю, сказать, как конкатенация в рефлектику вводится? Или тоже, в принципе, понятно, что это можно сделать? Можно, в принципе, сказать. Окей, значит, я ввожу символ. Ну, я вот точно так же, да, только вот я всегда символ рефлектики, я их внутри односторонних кавычек, это уже символ рефлектики. Он действует как операция конкатенации, то есть он получается, что двуместный, и можно сказать, что он интенсиональный в том смысле, что результат операции будет зависеть только от значения аргументов. То есть от самих аргументов не зависит, главное, какие у них значения. То есть в этом смысле у меня вот конкатенация, это интенсиональная конкатенация, и равенство, она тоже интенсиональная. Ну, естественно, я могу ввести, например, интенсиональное равенство, конкатенацию интенсиональную тоже ввести можно, никаких проблем. Но вот за счет вот этого бикара хватает экстенсиональной, а если мы хотим интенсионально что-то говорить про сами аргументы, я просто бикар навешиваю на аргументик, сейчас приведу пример, и работаю так, как будто бы символ был интенсиональным. То есть говорил что-то про сами аргументы, а не про значения. Так, я много всего сказал, наверное, надо поподробнее сейчас примерчик. Итак, вначале сам символ, значит, итак, смысл его, значит, что, какое значение у выражения конкатенация, и дальше идут два аргумента, то, что это значение обозначает, так, извините, значение сказал, так, сейчас сдвину вниз, чтобы это было внизу правило вывода написано, значит, ну, просто результат этой операции, это конкатенация значения аргументов, вот и все, то есть мы можем правило вывода записать так, значит, если у нас вал, то есть значение первого аргумента, допустим, равен x, x метапеременно обозначающий объект, Дальше, значение второго аргумента равен y, то в этом случае, ну, я могу просто справа здесь написать, ну, давайте я напишу, ну, давайте таки, я каждый раз думаю, как лучше сделать, пусть будет, справа я просто пишу конкатенация x, y, вот и все, то есть если у первого аргумента значение x, у второго y, то значение вот всего такого выражения, это конкатенация x, y, то есть конкатенация значений, и таким образом, ну, такая операция, которая позволяет говорить про конкатенацию, а если я хочу, например, делать конкатенацию самих, самих аргументов, то я могу написать вот так, я могу поставить конкатенацию, потом взять под bicar, то есть под кавычки, которые связывают переменную, первый аргумент здесь какой-то аргумент и потом значит под кавычки вот эти могу кавычки которые связывают смотря как у меня цель взять второй и вот у меня получится такое выражение и она уже будет вот если вот эти аргументы были допустим того рода то результатом такого выражения будет значение такого выражения будет конкатенация tower а вместо этого мог вести интенсивный символ допустим какой-то с буквой и и вот и тогда сказать что результату такой операции был бы конкатенация самих аргументов но за счет кавычек такой необходимости нет но если будет необходимость так ну в общем вот так про конкатенацию особо нечего говорить если есть вопросы то значит давайте я перехожу дальше теперь наконец-то же вот к тому что более по сути так это выразительные средства которые позволяют рефлектики говорить о значениях выражения то есть по сути говорить о своей интерпретации я вот так напишу начал символ я его называю по-английски называется даггер даггер кинжал значит это символ позволяющий делать высказывание на языке рефлектики делать высказывание о выражениях и их значениях значениях выражений о значениях то есть об интерпретации которая вал значит как он действует он действует точно так же как вал то есть если мы смотрим на операцию то не знаю как правильно сказать наверно не экстенсионально а экстенсионально неоднозначно но я имею ввиду если я смотрю на предикат как на его объем то есть то есть множество ну это экстенсиональный не через с да да через с окей в общем если я смотрю на операцию как на функцию на функцию как множество пар то в этом случае просто вал и даггер вот этот они обозначают одно и то же множество пар вот ну а если я смотрю на действие то действует также как вал и соответственно значит так формально это символ одноместный значение выражения в котором он главный зависит только значение аргумента то есть я такие символы называю экстенсиональными и что же обозначает выражение вида даггертау для того выражения она обозначает значение того объекта который обозначен так и плохо сказал сейчас извините тут просто несколько раз слова значение значение будет встречаться я нашел какой-то как хорошо про это сказать частоте посмотрю что он обозначает он обозначает имя для значения выражения обозначенного своим аргументом вот так вот надо написать это на слух сложно воспринимать значит ну начальник раз все-таки лучше формула написать формула гораздо понятней значит вот вал этой штуке он будет равен валу валу-талу значение значения аргумента а вот так вот получается значение значение аргумента а вот так тоже кстати хорошо пусть будет значение значения аргумента значит почему такая операция она но это не правила вывода это просто описал как она действует смысл правил вывода чуть по-другому буду записывать Почему такая операция действует так же, как вал? Наверное, все-таки надо формально написать право вывода, и тогда уже можно объяснять, почему. Право вывода будет записано так. Что нас интересует? В конце мы хотим сказать, чему равно значение выражения, в котором даггер – главный символ. Чему же оно равно? Значит, мы должны проверить, что значение аргумента – это выражение. И давайте его обозначим сигмой. Значит, сигма – это значение tau, и при этом оказалось, что это значение – это не какой-то произвольный объект, это выражение. И у этого выражения еще оказалось, что и значение есть. Пусть оно x. И в этом случае вот этот самый x и будет значением выражения даггер-тау. То есть, буквально, значение аргумента. Значит, надо какой-то примерчик разобрать, чтобы все-таки было понятно, что это то, что мы хотим, что действительно даггер действует так, как вал. Значит, я просто примерчик возьму. Давайте рассмотрим такое выражение. Значит, даггер. А дальше идет конкатенация. Ну и давайте использовать конеческие имена, допустим, отрицание. Конеческое имя вот такого символа. И еще конеческое имя, допустим, истины. Так вот. Значит, это аргументы конкатенации. Вот я скобочкой запятой напишу. Конкатенация одноместная, даггер одноместная. Вот такое выражение. Значит, ну... Давайте посмотрим на... То есть, ну, в терминах, если мы будем использовать те обозначения, которые в правилах вывода, у нас что здесь есть? То есть, у нас вот это аргумент даггера, это будет tau, да? Аргумент даггера это tau. А значение tau... Значит, давайте найдем значение tau. Вау, tau. Значит, мы обозначаем сигмой, да? Сигма это значение tau. Ну, что это такое? Конкатенация... Конкатенация экстенсиональная, то есть, это конкатенация значения аргументов. То есть, это конкатенация значения вот этого канонического имени и конкатенация значения второго канонического имени. То есть, получается, конкатенация вот такого выражения и такого выражения. То есть, просто получается не true. Вот такое выражение, это сигма, значение tau. Ну, и у этого выражения есть значение. Вал не true. Так, аккуратненько. Вал не true. Ну, из правого вывода следует, что вал не true будет ложь. Потому что у true значение true, у истины значение истина, и истина это формула, а отрицание в случае, если аргумент формула, у которой значение истина своим результатом дает ложь. Таким образом, вал сигмы получается ложь. И это то, что мы обозначаем через x. И таким образом мы получаем, что вал всего выражения вот этого, давайте запишем, вал всего вот этого выражения будет равен ложь. Так, значит, теперь я хочу еще для большей наглядности, то есть пока там, может, наглядности особой нету, привести то же самое утверждение на мета-языке. Значит, давайте его запишем. То есть, то же самое высказание на мета-языке. Оно будет записано так. Значит, значение... Так, погодите. А, так оно вот здесь и записано. Так, прошу прощения, немножечко запутался. Значит, вот на мета-языке оно записано здесь. Теперь я хочу... А, все. Значит, значит... Давайте я его снизу перепишу еще разок. Значит, вот это утверждение. Вал коотинации символа отрицания символа истины равен вот такому выражению, состоящему одного символа. Значит, я хочу показать, как то же самое выражение... То же самое утверждение... Это утверждение на мета-языке. Записать на языке рефлектики. И показать, что они очень похожи записываются. Ну, то есть, вот некое понимание, как устроено выражение рефлектики от этого, я надеюсь, будет. Значит, как я его запишу? Давайте я просто напишу. Значит, здесь утверждается равенство. То есть, вначале идет равенство. Равенство чего? Значение. Вал – это даггер. То есть, поэтому я пишу даггер. Значит, значение чего? Значение... Ой, так, прошу прощения. Я, честно говоря, не ожидал, что так далеко буду рассказывать, поэтому вот этот кусок я не готовился, поэтому я сейчас хуже готов эту часть рассказывать. Ну вот, все, я поправился. Значит, в общем, сейчас просто хочу привести какой-то пример. Значит, про Dagger я уже рассказал. Я хочу привести пример, который немножко продемонстрирует, как работает Dagger, станет немножко более понятно. Значит, вот вначале я просто написал на мета-языке истинное утверждение. Значит, оно говорит, что у выражения... Вот такого выражения, значит, скобочки можно убрать. Вот так вот. Все. Значит, это утверждение говорит на мета-языке, что если мы возьмем символ отрицания... Так, погодите. Все-таки, все-таки... Да, вот не подготовил эту часть. Извини. Вот так вот. И это нужно стереть. Вот. Вот такой примерчик. Вот сейчас вроде все правильно. Итак, значит, вот это истинное утверждение на мета-языке. Оно говорит, что если мы возьмем символ отрицания и символ true, и возьмем их конкатенацию, она на мета-языке записана, то то выражение, которое получится... Ну, какое выражение получится? Выражение получится не true. У него будет значение, и значение будет у него ложь. Значит, вот я написал такое утверждение на мета-языке. Теперь я напишу то же самое утверждение на языке рефлектики. И тем самым покажу, как рефлектика позволяет делать подобное утверждение на языке рефлектики. Значит, ну, что здесь главный символ? Значит, вот здесь главный символ – это равенство. Здесь же утверждается некоторое равенство. В рефлектике все пишется в польской записи, поэтому я пишу вначале равенство. Равенство чего? Давайте скобочку откроем. Значит, первый аргумент уравенства – это вал чего-то. Я говорил и обещал, что даггер – это и есть вал, он действует как вал, поэтому я вместо вала пишу даггер. Значит, к чему он применяется? Он применяется к конкатенации двух символов, поэтому я пишу конкатенацию. К конкатенации два аргумента. Значит, в случае мета-языка я к символам обращаюсь через односторонние кавычки, которые символы мета-языка. В случае рефлектики я обращаюсь к символам через канонические имена, которые тоже при помощи кавычек, но других кавычек. Значит, вот так я могу обратиться к символу отрицания, используя кавычки рефлектики. И, значит, вот так я могу обратиться к символу true. Так, все. Значит, первый аргумент уравенства я написал. Значит, равны значения конкатенации отрицания true и что равно? Значит, равно лжи. Значит, в случае мета-языка обращаюсь к лжи через односторонние кавычки, а здесь я обращаюсь к лжи через, ну, кавычки рефлектики. То есть, пишу каноническое имя лжи. Все. Значит, я получил выражение рефлектики. Давайте кавычки поставим одностороннее. Выражение рефлектики, которое говорит то же самое. И причем оно получается буквально заменой, то есть посимвольной заменой. Значит, вот равно превратилось в равно, вау превратился в даггер, дальше конкатенация превратилась в конкатенацию, кавычка превратилась в кавычку, отрицание в отрицание, кавычка в кавычку, ну, и так далее. Значит, справа второй аргумент тоже, значит, кавычка превратилась в кавычку, только в кавычку рефлектики. То есть буквально посимволно я заменил символы мета-языка на символы, которые в рефлектике действуют точно так же и получил истинное утверждение рефлектики, которое говорит о том же самом. Давайте поймем, что она говорит. Что такое даггер конкатенации, как его найти? Это значение аргумента. Вначале мы находим аргумент. Давайте его выпишем. Аргумент это конкатенация. Отрицание tau. Дальше у аргумента нужно найти значение. Значит значение аргумента будет не t. Вот такое значение будет. И значение будет ложь. вот и таким образом вот эта операция она возвращает ложь значение значения аргумента ну и действительно значение значения аргумента действительно ложь и таким образом это истинная формула ну вот все я закончил пример рассказывать можно дальше перейти значит вот по этому дагеру который действует так же как вал есть какие-то вопросы да есть вопрос а если в дагер передать просто допустим true так поехали значит записываем на кстати еще замечание что сейчас расскажу вот про этот про true что пишу я пишу что дагерта обозначает значение значения аргумента в принципе можем ввести другую операцию которая вот не двукратно значение просто однократно значение аргумента вот такую операцию можно вести но она как бы не будет нести смысла потому что значение аргумента сам аргумент обозначает рефлептики. И поэтому, если мы хотим значение аргумента, просто аргумент пишем и все. Он свое значение будет на него указывать. И поэтому такой операции смысла нет. И это будет по смыслу интенсиональный даггер. То есть, вот здесь даггер экстенсиональный. Он говорит о значении значения аргумента. А если значение самого аргумента, то вот это та операция, которую мы могли бы вести. И это, по сути, интенсиональный вариант даггера, но не нужен. Так, теперь, если передать true. Значит, даггер true. Вот такое выражение. Ну, можно по правилу вывода, например, расписать. Значит, в этом случае даггер true будет... Это будет что у нас? А, даггер true я никак не обозначаю. Это то, что стоит снизу. Так, тогда вот я сейчас напишу, прям так, как я писал в правиле вывода. Значит, снизу у нас будет стоять, мы хотим найти вал выражения, которое главное символ даггер, аргументом будет true. True это выражение, так что всё нормально. Значит, пишем сверху. Значит, аргумент мы обозначали тау, да, поэтому тау у нас получается равен... тау у нас будет равен true. Значит, вал от тау... Вал от тау мы обозначали его сигма. Значит, это получается вал от true. Ну, мы знаем, чем он равен вал от true, он равен true. поэтому вал от сигма, поэтому сигма это true. Значит, таким образом вот сигма это true. И вал сигма, значит, надо проверить, что сигма это выражение, которое имеет значение. И вот это значение нас интересует. То есть, вал от сигма, это получается вал чего? Вал от true. Это тоже true. И это уже x, да. То есть, x у нас был вал сигма. И значение операции внизу как раз мы x и ставим. То есть, мы ставим, получается, это true x, мы ставим true. x это true. Вот. Таким образом, вал даггер true, это true. Ну, и по-другому, значит, значение, значение аргумента. Аргумент true, его значение true, значение его значения true. И таким образом, вот это последнее true, которое третье, да. Значит, первое true это аргумент, первое true. Значит, второе true это значение аргумента, третье true это значение значения. И вот она как раз и будет результатом операции, ну, результатом вот этого выражения даггер true. Так, я ответил на вопрос. Понятно? Да, и вот эти true все 1, 2, 3 это все одно и то же true. Да, это один и тот же объект, то есть, ну, по-хорошему, аккуратных надо писать в кавычках одинарных, то есть, да, это строка из одного символа. Это один и тот же объект, одна и та же строка. Ну, и таким образом, при помощи даггера можно говорить о значениях выражений. Ну, о самих выражениях можно говорить просто используя имена, да. Каждое выражение имеет коммуническое имя. Так что говорить про выражения рефлектика уже и так может. Теперь она может говорить про значения выражений. И вот, в частности, мы можем таким образом описать интерпретацию рефлектики силы рефлектики. Потому что интерпретация – это и есть вал, он же даггер, после того, как мы так определили. Хорошо. Можно еще одно упражнение? Тогда отличие между именами и объектами в чем состоит? Или никакого отличия нет? Так, именем, значит, как я использую слово имя, значит, если у меня tau – это выражение рефлектики, у него есть значение при интерпретации, это значение равно x, то я говорю, что tau – имя для x. В частности, каждое конническое имя является именем для того объекта, конническим именем которого оно является. То есть, например, в частности, true – это имя для true, потому что вал от true равен true. То есть, слово имя я использую вместо слов «обозначать». То есть, также могу сказать, что true обозначает true, или я могу сказать, что значение true – это true. То есть, в принципе, я могу слово имя вообще не вводить, и так два синонима есть. Обозначать, и значит, true обозначает true, слово обозначать, и значение true – это true, слово значение. То есть быть именем – это третий синоним, который говорит о том же самом. То есть таким образом… Вот я отвечал на вопрос, чем отличается имя и объект. Получается, что имя объекта – это одно из выражений, значение которого будет данный объект. То есть у одного объекта может быть много разных имен. Среди них есть коммунические имя точно и могут быть другие имена. А есть ли какое-то выражение рефлектики, которое не обозначает само себе? Конечно. Ну вот, например, сверху был пример. Вал от… А, ну понятно, да. У него значение ложь. То есть вот получается, что выражение не true является именем для выражения ложь. Не true – имя для лжи. Ну, уже есть другие имена. Например, сама ложь является именем для лжи. Но это просто мы такое правило обвели, да? Значит, вал от лжи равен лжи. Поэтому вот. Ну, у лжи есть, допустим, каноническое имя. Вот это тоже имя для лжи. Значит, ложь в угловых кавычках является именем для лжи, потому что, ну, значение выражения кавычка открывается, ложь кавычка закрывается – это объект ложь. Вот. Ну, и вообще, если взять произвольную формулу и поставить истинную формулу и поставить признание традиции, то то, что получится, будет еще одним именем для лжи. То есть, допустим, не так, не знаю, там, ноль равно ноль-ноль, да? Значит, вот такое выражение. Значит, равно двуместный. То есть, вот такое выражение. У его аргумента значение истина, и это формула. Поэтому по правилу вывода, когда мы поставим впереди отрицание, значение будет ложью. Таким образом, это еще одно имя для лжи. И отрицание любой истинной формулы будет еще одним именем для лжи. Так, значит, следующее. Да, вот еще, допустим, каноническое имя для отрицания равно ноль-ноль. Это будет, собственно, что... Сейчас напишу. Да, я подробно про это не рассказывал. Ну, то есть, вот в простом случае, когда у нас выражения нету закрывающейся кавычки, тут важна закрывающаяся кавычка, я просто навешиваю спереди открывающийся, сзади закрывающийся. То есть, вот это каноническое имя для того выражения, которое получается снять кавычки. То есть, я могу написать, что... Ну, вот я name для обозначения, да? То есть... Нет, секундочку. Да, значит, вот это выражение, оно будет каноническим именем для выражения того же самого, которое без кавычек. Не равно ноль-ноль. Ну, и его валом будет, то есть, вал этого выражения, кавычка, не равно ноль-ноль. Кавычка закрывается, и валом будет не равно ноль-ноль. То есть, вал просто снимает, убирает внешние кавычки, в случае, если они вот такие. Ну, и есть более сложные случаи, когда, допустим... Ну, теперь я хочу для вот этого. Значит, допустим, мне хочется каноническое имя построить для вот этого выражения. То есть, в данном случае это будет каноническое имя коммонического имени. Ну, как бы не суть. Главное, что вот в этом выражении, которое я ввел в красный прямоугольник, в этом выражении встречается закрывающаяся кавычка. В этом случае, если я просто навешу снова такие же кавычки, то будет некоторая неоднозначность. Ну, потому что начало будет тоже каноническим именем. То есть, если я вот так вот напишу... Так, красный выбрался. Сейчас. А, ну да, я же писал красный. Так, значит, если я просто навешу сверху те же самые кавычки, то проблема будет в том, что вот в этом выражении у него будет подвыражение, причем начало, сейчас я его выделю, которое тоже является, которое является каноническим именем. То есть, вот эта штука, вот эта штука, она будет каноническим именем для чего? Ну, то, что получается, если отбросить кавычки, да. То есть, вот такой штуки вау будет равен... Надо просто отбросить, значит, кавычка отрицания равно 0,0. Вот, и это нехорошо, это, ну, польская запись проблемы имеет, если такое случается, поэтому плохо вот так вот просто навесить те же самые кавычки, и я, значит, ну, любой способ подойдет. То есть, я могу взять способ языков программирования, как строками обозначать строки. Ну, я выбрал немножко другой, он просто визуально мне больше нравится. Значит, так, у нас было вот такое выражение. Так, вот оно в красном прямоугольнике. И я хочу ему построить каноническое имя. Я на него навешиваю кавычки следующего уровня. Они получаются из обычных кавычек добавлением вот такой палочки. Ну, первый кавычки, второй справа. Вот, вот это кавычки второго уровня, ну, а внутри я пишу то, что хотел. Угловая кавычка, отрицание, равно 0,0, угловая кавычка, скрывающаяся. И вот это будет каноническим именем для того, что в прямоугольнике. Ну, а если для него каноническое имя мне захочется построить, то я следующего уровня навешу. То есть, вот две палочки открывающие, это будет открывающая кавычка следующего уровня. И закрывающие две палочки, это будет закрывающая кавычка следующего уровня. Если я их навешу, то получу уже для этого выражение каноническое имя. вот тут может уместно сказать что можно все без всего этого обойтись то есть по-хорошему конечно имена мне нужны лишь для того чтобы иметь возможность обозначать произвольные объекты то есть мне нужно чтобы каждый объекта было имя тогда могу про каждый век что-то сказать есть другой способ который вообще никаких кавычек не добавляет и делает польскую запись чистой польской записью а я уже про это говорил да я уже забыл что рассказывал а вот и вот в новом варианте статьи про этот способ пишу там я вместо канонических имен для выражений ввожу канонические имена для символов а если обращаться к выражениям я просто использую конкатенацию если меня для каждого символа есть имя то через конкатенацию я получу имя для каждого выражения и тогда некие кавычки вот такие не нужны и будет все точно так же работать но там визуально вот эти новые имена они будут очень ненаглядно визуально с ними визуально неудобно работать поэтому хотя так то он чище в том смысле что польская запись будет чистое без вот этой дополнительной базы так значит ну вот я могу теперь наконец-то рассказать про то как рефлектики выражать содержание правила вывода следующий пункт такой переходить нему или еще про даггер да давайте перейдем так нумерацию снова потерял вот в принципе у меня 17 будет 17 вот такой символ не знаю как его назвать в техе называется наклонный игрек но почему тот даггер потому что он всех и называется даггером а вообще он используется как для имен сносок для автора статей почему-то этот даггер используется а вот а вот этот это наклонный игрек там right игрека на улотехи и какие назвать честно говоря не знаю но все на похоже на стрелочку только она другая то есть вот такая меня стрелочка не устраивает немножко другой смысл это быть доказательством и вот это можно подумать что что-то другое это не то же самое что правила вывода но обычная импликация мне тоже нужна причем мне даже нужно две то материальные импликации следующим пунктом как раз буду рассказывать и мне нужна символ следует который отличный от нее вот поэтому то не заняты символ быть доказательством несет другой смысл и поэтому я не хочу использовать там выполняться символ понятно тоже другой смысл поэтому я ввожу новый символ по смыслу это стрелочка слева направо значит это двуместный символ двуместный он будет интенсиональным ну в том плане что выражение в котором он главный она его значение будет зависеть от самих аргументов а не только от их значений и значит что же он что выражает формула в которой тима главный вот надо с этого начать чтобы быть понимать смысл значит вот у нас есть ну это а это предикатный символ предикатный поэтому если он главный то получаем формулу предикатный символ вместный предикатный перемены он не связывает а ну перемены связывают только то что я раньше сказал так вот рассмотрим выражение значит стрелочка вправо тау-сигма тау-сигма мета-переменная не обозначают объекты рефлептики данном случае тау-сигма обозначает выражение рефлептики так вот такое выражение давайте напишем не тау-сигма а фи-ро ну потому что фи-пси потому что формула обычно фи-пси обозначаю тау-сигма я использую для обозначения произвольных выражений значит фи-пси и вот сейчас как раз нужно снова вот важным становится вот тот кусок когда я говорил что имея ввиду когда говорю что формула выражает некоторое утверждение сейчас это собственно вот именно для вот этой куска который сейчас начал рассказывать наиболее важно вот этот способ говорить что формула выражает утверждение значит как устроены правила вывода правила вывода выглядит так черта сверху посылка снизу заключение теперь каким образом я могу использовать этот символ сказать что рефлектики выполняется данное правило вывода пусть вот посылка это будет никого утверждения давайте обозначим его с с поэтому с заключение тоже некое утверждение но обозначим его стт и так у меня справа вывода у него есть посылка посылка это некоторое утверждение на мета-языке и вот я обозначу буквой с значит с это некое утверждение то же самое про заключение значит там буква ты обозначает утверждение которое постулируется заключение но заключение но всегда имеет вид что вал некоторого выражения равно некоторому объекту то есть заключение будет иметь сюда такой вид в случае правил рефлектики ну а посылка то может быть какое угодно в принципе вот как теперь используя символ эту стрелочку наклонной y записать сформулировать рефлектики это правило вывода следующим образом мне нужно найти формулу фи которая выражает утверждение с в том смысле как раньше нужно найти формулу фи надо найти найти формулу рефлектики и которая выражает утверждение с дальше нужно найти формулу psy которую выражает утверждение т тоже самое только форму psy которая тоже самая выражает утверждение т значит 1 формула выражают утверждение с посылки правила вывода. Вторая формула выражает утверждение заключения правила вывода. И в этом случае та формула рефлектика, которая будет выражать содержание права вывода, она будет как раз получаться с φ-ψ. То есть я пишу символ стрелочка у наклонная, дальше я пишу φ, саму формулу φ и дальше я в конкретинации пишу ψ. И вот эта формула, она будет выражать она будет выражать выражает вот это правило вывода в котором посылка это утверждение S и заключение утверждения T. Значит вот это смысл. Сейчас я формально я ничего не рассказывал сейчас про флектику, то есть никакого формального заложения не было. Я рассказал смысл то есть то, какой смысл несет вот этот символ новый. Теперь ну чтобы он действительно нес такой смысл, я должен его формально ввести и так его ввести, что действительно он несет именно этот смысл, чтобы мы могли в этом убедиться. То есть теперь я наконец-то перехожу к формальному изложению. Ну как вводится символ? Чтобы ввести символ, надо сказать про него. Значит какой он там, местность его сказать, там предикатный, непредикатный, что-то еще. Ну я тоже сказал, да, значит давайте здесь повторим. Значит вот этот символ, он двуместный и предикатный. Предикатный. Значит вот я говорю сверху, что он еще интенсиональный, это уже неформальная часть. То есть это я здесь говорить не буду. Формально это не говорится. Это то есть понятие интенсиональный и экстенсиональный символа, это неформальное понятие. Итак, значит вот символ двуместный предикатный. Правило вывода у него очень простое и по сути, ну это мод исполнен. Значит правило вывода такое. Так, значит если значит, а ну заключение напишу, значит что мы хотим. Мы хотим это правило вывода, оно исключение. Исключение, значит. Исключение вот этого символа. То есть стрелочка наклона Y, elimination. Значит в заключении будет говориться, что вау формулу Пси трум. Пси есть не аформула. А в посылке будет говориться, что ну во-первых, что Фи и Пси формулы А во-вторых, будет говориться, что у вот этой формулы которая получается значит, вначале мы пишем эту стрелочку наклонную Y, а дальше пишем ее аргументы будут Пси Так вот, каким-то образом допустим мы узнали, что эта формула истина. Ну, то, что эта формула следует из того, что стрелочка наклонная Y предикатный символ Так, и кроме того допустим мы узнали, что посылка тоже истина. То есть вау от Фи трум. Все, я написал правило вывода. Значит, ну надо на него посмотреть внимательно. Значит, ну по сути это модус плонус, потому что что говорится? говорится, что Фи стрелочка Пси истина и Фи истина. То есть импликация истина если это импликация ее назвать и посылка истина. В заключении говорится, что тогда заключение истина. Ну, обычный модус плонус, да? Вроде. Ну, один из вариантов. Все. Значит, я описал этот символ. Правило введения для него не нужно. То есть я этот символ использую для того, чтобы ну, то есть может быть если понадобится, захочется можно конечно добавить но по смыслу вообще не надо правило введения. Значит, я этот символ использую для того, чтобы писать аксиомы которые постулируют некоторые правила вывода. И значит, я утверждаю, что вот это правило вывода которое я записал в рамочке оно таково, что оно позволяет в виде аксиомы в виде формулы рефлектики написать что-то что будет описывать правило вывода. Значит, нужен пример. Значит, надо разобрать пример. Сейчас мы разберем чтобы понять, что действительно это так. что это работает. Значит, может есть какие-то вопросы? Потому что вот пока по идее должно быть непонятно. Без примера. Так. Хорошо. Значит, пример. Который продемонстрирует, что можете, пожалуйста, еще раз да, извините я не сразу успел добраться до микрофона. А вот логический смысл вот этой связки, которую у вас вот где-то там я не знаю, как ее называть птичьей птичьей лакой. Так. Да, вот придумай имя, к сожалению. Именно логически, если можно. То есть, что она делает с булевыми значениями выражений? В случае, если первый аргумент имеет значение true, то она говорит, что второго аргумента значение true. Ну, при условии, что вся формула, ну, то есть, надо написать тогда, вот, наверное, сейчас как-то чуть подробнее видеть таблички. Значит, вот она действует так. Значит, допустим, вот в нашей табличке обнаружилась, есть формула фи, это на методизге написал, да, у нее значение true. Вот здесь кавычки, поэтому одностороннее, это уже объект. И, допустим, обнаружилась такая строчка. Значит, во-первых, главный символ стрелочка, а дальше идет фи, дальше идет пси. И обнаружилось, что справа стоит true. То есть, вот, пусть каким-то образом мы обнаружили, что есть такие две записи. То есть, val фи равен true и val стрелочка фи равен true. В этом случае правило вывода позволяет нам внести новую запись. Новая запись будет такая. С левым мы пишем фи, а с правым мы пишем true. То есть, она вот так действует логически. У нее есть какие-то корреляты, может быть, с релевантной импликацией? А, так, про релевантную логику я читал. Там что? Там же есть разные варианты? Так, ну, ты с того, что я читал, наверное, я вас не пытаюсь завалить, вы не на экзамене. мне просто правда интересно, то есть, если есть корреляты такие прямые с релевантной логикой, то тогда ваша рефлектика еще и не только интенсиональная логика, но еще и релевантная. И в этом нет ничего плохого, наоборот, интересно. не знаю, не скажу, нет, не скажу, не знаю. Ладно, может быть, это только у меня такие ассоциации возникли. ассоциации есть. Ассоциации есть в том плане, что релевантная стрелочка, она же позволяет посылку там, ну, либо там только один раз использовать, да, либо как-то, то есть, я читал разные варианты, и это было мне интересно, потому что, ну, это близко к рефлектике, то есть, я пытался, во-первых, там найти, может быть, там что-то такое есть уже, рефлексирующая теория, не встретил. И когда я читал, это действительно были разные у меня ассоциации, и в частности, вот даже вот как раз с этой стрелочкой-лапкой были ассоциации, но я просто сейчас не могу вспомнить, если вспомню, скажу, пока вот запамятовал. Но я согласен, что что-то напоминает. Так, хорошо, значит, надо пример, который покажет, как все это работает, почему это работает так, как мы хотим. То есть, собственно, вопрос-то какой еще раз? Значит, вот мы просто ввели символ и ввели до него одно правило вывода. по сути, мод исполненц. И теперь я хочу показать, что действительно, так, сейчас я вот цветом буду выделять, если вдруг у нас вот есть такая формула, стрелочка FIPSI, и оказалось, что эта формула имеет without true, то есть, это истинная формула, то в этом случае ее смысл заключается в том, что рефлектики выполняются правила, которые состоят в том, что каждый раз, когда выполнено то утверждение, которое выражается формулой FIPSI, то каждый раз будет выполнено и то утверждение, которое выполняется формулой PSI. То есть, вот такой смысл. На что смысл вмешаться в разговор? А чем от материальной этой импликации тогда отличается? Ну, здесь более слабо, потому что вот здесь правило вывода только одно, и чтобы его применить, его можно применить только в том случае, если ну, по сути, по смыслу эта материальная импликация есть. Да, то есть, единственное, что его можно применить только в случае, если посылка истина. То есть, вот здесь нет правила вывода, который говорит, что так, нет, секундочку. Да нет, ничем не отличается. Ну, то есть, работает оно вот именно так. То есть, как работает материальная импликация? Если мы знаем, что А влечет Б истина, а я истина, то можем заключить, что Б истина. Именно так эта стрелочка работает в точности. То есть, наверное, правильный ответ ничем не отличается. Да, разговор про релевантную был в этом отношении совершенно. Ну, вот именно, да, Алексей Генневич примерно в ту же тему спрашивал и не понимал. Ага, так, ну, сейчас более-менее разобрались, да? То есть, на самом деле, я когда это думал, у меня был вариант не использовать, не вводить дополнительный символ, а просто использовать ту стрелочку, которая консеквенс. Вот. Но, значит, почему я все-таки решил ввести специальный символ? Вот, стрелочку, лапку, да? Значит, ну, две причины. Значит, одна причина в том, что я все-таки хочу те импликации, которые именно правила вывода рефлектики, я хочу их держать отдельно, то есть, ну, чтобы они чем-то отличались от тех, которые просто импликации, которые, допустим, мы доказали, да? То есть, правила вывода, мы их положили в основу, а импликацию мы могли доказать, и она просто мы вывели, да? Правила вывода, вывода вывести нельзя. Ну, то есть, оно просто вводится в виде аксиома, то есть, и тем самым они обосабливаются. Это первая причина, почему я захотел сделать специальный символ. Вторая причина сложности в том, чтобы ввести вот эту консикенс, вот эту стрелочку. Есть сложности, про которые я вот следующий пункт как раз буду говорить про консикенс. И эти сложности я решаю так, что я вначале ввожу материальную импликацию, дальше я уже имею вот эту стрелочку правила вывода, введенную, и только после того, когда есть они, после этого я могу ввести вот эту стрелочку консикенс, и она будет работать так, как я хочу. То есть, она вообще для чего нужна, эта стрелочка? Зачем, зачем она нужна и почему, допустим, материальная импликация не работает? Она нужна, чтобы формулы, в которых, вот, в квантрсе общности, допустим, я хочу написать для любого натурального числа x, ну, я пишу сейчас на русском, для любого натурального числа, там, числа x, там, ну, что-то там, что-то про x, вот, значит, если я просто пишу для любого x, это означает для любого выражения x, для любого выражения рефлектики, а я хочу только про натуральные числа говорить, и начну классический прием, значит, всегда так делается, превращается утверждение в импликацию, здесь стоит этот консикенс, значит, в посылке пишется, что x натуральное число, да, ну, в данном случае в рефлектике это будет означать, что вот то выражение, которое подставится вместо x, его значение натуральное число, и в этом случае, ну, а дальше я уже, поскольку я знаю, что это выражение, ну, то, которое подставится, оно будет иметь значение, это значение будет натуральным числом, то дальше вот то, что я хотел про натуральное число сказать, я буду говорить, это будет уже именно к натуральным числам только относиться, вот, чтобы такие формулы писать, да, чтобы для любого x непроизвольное выражение, а только какие-то объекты, Для этого нужна эта стрелочка. И вот материальную ампликацию сюда поставить я не могу, это не будет работать, ну, дальше чуть-чуть про это скажу, когда я буду ее вводить. Поэтому мне нужна другая стрелочка, и вот способ, я нашел способ ее ввести именно за счет того, что вначале я ввел специальный символ для правил вывода. Да, понятно, да, плюс-минус, но посмотрим, что у вас там дальше будет происходить. Вообще, насколько я понял, вы там писали, вы ждали каких-то философских вопросов про происходящее, про то, как работают связочки, равенство и вообще все задают. Ну, вот да, вот такое у нас сообщество. Да нет, мне-то как раз, может быть, мне-то полезнее именно такие вопросы, потому что ведь... Ну, и правильно, да. Нет, нет, правда, очень интересно, то есть как у вас импликации с равенствами, с эквивалентствами. Повторюсь, это то, с чего я начал свой первый вопрос, потому что не очевидно до конца. Потому что синтаксически-то понятно, а семантика как работает у вас в теории? Ну, в случае равенства, значит, вот единственное, я скажу, что мы можем ввести разные символы равенства, у которых будут, ну, при помощи разных правил вывода, и они будут иметь разный смысл, и вот если хочется про разные равенства говорить, то есть смысл вводить разное, с разным смыслом. Ну, то есть я только ввел одно, которое мне нужно, а вот другие варианты я просто не вводил, а вот в случае импликации я ввел две, две разных импликации, вот двойная одинарная стрелка, но это просто вот технически необходимость возникла, только поэтому я ввел две, так что, конечно, я бы хотел одной обойтись, но вот... То есть можно было вообще одной обойтись вместе с этих трех, но вот технически получается, что три нужны. Так, значит, пример, который показывает, как работает вот эта стрелочка, которая наклонна Y. Если какой-то у вас будет идея, как ее называть, каким-то одним словом желательно, подскажите, пожалуйста, чтобы я там не говорю, стрелочка, которая наклонна Y. Наш четыре слова, ужас. Итак, пример. Значит, ну, например, в рефлектике есть такое правило вывода, которое я уже два раза приводил, значит, в первый раз в качестве примера правила вывода, ну, значит, оно лучше все запомнилось, давайте его и напишем снова. Значит, ну, что она говорит? Она говорит, как отрицание работает, значит, заключение такое. Вал, отрицание, значит, главное всем отрицание, дальше идет какая-то формула. Ну, в данном случае правило вывода, которое говорит, в каком случае вал будет true. Так, true. Нет, false. Так, секундочку, нет, false, false, false у меня. Значит, ну, есть другое правило вывода, которое говорит, в каком случае вал будет true, ну, меня интересует вот это правило вывода. Одно из двух. Значит, ну в посылке что? В посылке говорится, что φ формула. И в посылке говорится, что это истинная формула. То есть вал от φ равен true. Значит, заключение говорится, что вал от не φ равен ложь. Значит, сейчас я покажу, как выразить это правило вывода на языке рефлектики. Ну, используя новый символ. А затем я покажу, что действительно это будет работать. Но что это будет работать, я покажу на другом примере, который очень похож. Ну, прям почти калька, только маленькое отличие в виду. И этот пример будет другой для того, чтобы... Так, ладно, сейчас, наверное, не стоит про это говорить. Когда будет второй пример, тогда я объясню, зачем другой. Итак, значит, пока с этим примером. Значит, как его выразить? Очень просто. Ну, во-первых, это целая схема, да. То есть это не одно конкретное правило вывода. То есть то, что там, где аккуратно все это доказывается, в статьях пишут про instantation of rule. То есть потому что здесь свободные перемены, да. То есть вот φ может быть произвольной формулой. И это целая схема. Когда мы подставляем разные φ, у нас получаются разные конкретные правила вывода, да. Таким образом, по-хорошему, это правило, оно является схемой, и оно утверждает некое правило для каждого выражения φ. Поэтому я пишу для любого φ. Значит, вот квантер теперь использует, так как мне надо. Значит, для любого φ. И, значит, дальше главный сима будет тогда, то есть вот эта черта. Значит, эта черта тогда, она превращается в эту стрелочку y. Для любого φ тогда, ну, вот у него, значит, два аргумента. Значит, первый аргумент будет выражать посылку, то, что выше черты. Второй аргумент будет выражать заключение, то, что ниже черты. Ну, заключение очень простое. Давайте сразу, значит, заключение напишем, что здесь говорится. Здесь говорится равенство, значение некоторого выражения и некоторого объекта. Значит, ну, для равенства у нас есть всего равно. Для значения у нас... Так, я мог бы использовать даггер, но в данном случае можно поступить чуть более просто. И я могу написать вот так. Ну, вот само это выражение, оно же обозначает свое значение, поэтому я просто пишу нефи. И чему будет равно значение? Ну, значение будет равно лжи. Да, ну, лжи и симе, это ложь, поэтому, опять же, я могу написать просто вот так вот. То есть, значение нефи равно лжи, заключение. Так, теперь посылка. Значит, теперь посылка. Значит, по ссылке говорится, что два утверждения, да, фи-формула и вау равен тому-то. То есть, это конъюнкция, значит. Поэтому, если в польской записи писать, надо начать поставить конъюнкцию, у которой два аргумента, это два утверждения. Значит, первое говорит, что фи-формула. Значит, ну, вот я не вводил, ну, значит, можно ввести символ одноместный, который говорит, что значение у аргумента формула. Вот, вот такой символ, и поэтому я, значит, здесь пишу вот эти одностороннюю кавычку, которая переменные не связывает, чтобы квантер для любого в нее залезал, работал. Так, сейчас я подробнее проговорю, как все это работает, пока просто закончу писать. Значит, а второе говорит, что у фи значение true. Значит, ну, как это можно писать? Ну, значит, значение равно true, значит, пишу равно, значит, ну, дальше фи и true. Значит, у фи, у true и семя это true, поэтому я просто пишу true, помня то, что значение true это true. Так, все, значит, вот я написал, теперь давайте понимать, что действительно это работает так, как нам надо. Значит, ну, выражать то, что надо. Так, значит, вначале надо сказать про форм, что такое форм. Значит, форм это символ одноместный. Значит, он говорит, что значение его аргумента является формулой. То есть, вот такое выражение форм tau, его значение будет true в случае, если вау-тау является формулой. Вот так вот. Значит, ну, можно это в виде правил вывода записать, ну, давайте не будем, если хочется, то могу. Значит, выражение, где главный символ форм, формула, оно становится истинным в случае, если значение аргумента является формулой. Так, хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим, как я этот символ использую. Значит, я пишу, в качестве аргумента я ставлю фи за кавычками. Значит, как это будет работать, когда я буду это правило применять? Значит, у меня самое внешнее, это квантер всеобщности, для него есть правило вывода, которое говорит, что в то выражение, которое второй аргумент, да, вот я сейчас квадратиком красным обведу прямоугольником. Значит, вот это второй аргумент квантера всеобщности. Значит, правило вывода говорит, в этом втором аргументе все свободные вхождения той переменной, которая первый аргумент, то есть все свободные вхождения фи, ты можешь заменить на произвольное выражение. Давайте возьмем какое-нибудь конкретное фи и заменим. Ну, вот в качестве фи возьмем, ну, что можно взять? Так, значит, мне хочется, чтобы правило сработало, то есть мне хочется, чтобы фи была истинная формула. Ну, давайте напишем, допустим, не знаю, ну, можно взять просто true, ну, она как бы ничего не говорит. Давайте возьмем, true ложь равно ложь. Допустим, вот такое фи будет. Ложь равно ложь. Значит, после того, как я подставлю, значит, обратите внимание, что эта кавычка переменную не связывает, так что фи внутри форм ds-фи свободно переменно и туда тоже подставится. Значит, давайте сделаем подстановку, мы получим, значит, после подстановки такую формулу. Значит, ну, я просто переписываю, вместо фи везде напишу равно ложь ложь. Значит, влечет, конъюнкция, формула, значит, ds, теперь фи превратилась в равно ложь ложь. Дальше равно, снова фи здесь тоже не связана, она снова превращается в равно ложь ложь. А, так, и, ну, дальше просто переписываю. Так, значит, запятая, и второй аргумент у стрелочки, у стрелочки y, это, значит, а, снова, здесь тоже фи надо заменить, да, здесь надо заменить фи, то есть равно, равно, а, нет, она доставить, не оставляется, а фи заменяется на равно ложь ложь. Так, сейчас надо доску подвинуть, значит, равно ложь ложь, ну, и дальше просто переписываю. Так, все. Так, давайте внешние скобочки сделаем квадратными, а то слишком много, я для этого их вводил, чтобы были разные круглые квадратные, визуально проще читать. Так, значит, вот, итак, если вдруг оказалось, что вот эта формула для любого фи влечет бла-бла-бла, истина, то в этом случае я могу применить правило вывода для квантера всеобщности и подставить конкретное выражение, например, выражение равно ложь ложь, я это сделал, и что я получил? Правило вывода для квантера всеобщности говорит, что то, что получилось, истинная формула. То есть, теперь мы знаем, что вот у этой новой формулы значение тоже истинное. Ну, в случае, если у исходного была истина, да? Так, хорошо. Мы это знаем. Так, давайте дальше разбирать. Значит, теперь я буду применять правило вывода для вот этого нового символа. Значит, чтобы его применить, я должен убедиться в следующих вещах. Значит, ну, во-первых, я должен проверить, что оба аргумента являются формулами. Да, там было написано. Значит, ну, какие у него аргументы? Значит, первый аргумент. Вот сейчас синим его обведу. Вот это первый аргумент. Значит, ну, у него главный символ конъюнкции, предикатный символ, значит, это формула. Проверили. Второй аргумент. Вот он. Значит, у него главный символ равенства, это предикатный символ, так что это формула. Ну, и по смыслу, значит, ну, равенство чего-то, это утверждение о чем-то, то есть формула. Ну, а здесь по смыслу это конъюнкция двух утверждений, то есть по смыслу оно выражает некое утверждение о том, что два утверждения верны, поэтому тоже формула. Так, хорошо. Значит, дальше, чтобы убедиться, что посылка правил вывода для вот этого нового символа применима, дальше нам нужно проверить, что первый аргумент его значение true. То есть надо проверить, что вот у того выражения, которое в голубой рамочке, значение true. Значит, ну, все это выражение является конъюнкцией, и для конъюнкции есть правила вывода, которая позволяет установить, что конъюнкция чего-то true в случае, если у обоих аргументов значение true. Значит, таким образом, вот давайте я конъюнкцию два аргумента обведу, каждый прямоугольник красный. Если мы установим, что у каждого из них значение true, то в этом случае правило вывода для конъюнкции скажет нам, что и всего голубого левого прямоугольника значение тоже true. И таким образом мы закончим проверять посылку для нового правила вывода вот этого новой стрелочки, и мы сможем перейти к заключению, которое нам даст это правило вывода. Значит, ну, давайте проверим. Так, значит, первое выражение форм решетка равно ложь-ложь. Значит, ну, я не вводил правила вывода для форм, я вам рассказывал, как она действует. Значит, как действует форм. Значит, как действует форм. Значит, форм экстенсиональный символ, то есть он говорит что-то про значение своего аргумента. То есть вначале, ну, давайте я перепишу, значит, вначале нужно посмотреть на аргумент. Значит, аргумент у него это диез равно ложь-ложь. Значение этого аргумента это равно ложь-ложь. И что говорит форм? Форм говорит, что вот это значение в черную рамочку ввел, то есть значение аргумента является формулой. То есть форм будет истинным в случае, если вот то выражение, которое ввел в рамочку, является формулой. Да, это формула, у него главный символ равенства. Это формула. И таким образом, вот все это выражение, левое выражение в красной рамочке, оно истинно. Потому что значение аргумента действительно формула. Все, значит, давайте поставим галочку красную. Проверили, левый аргумент истинный. Значит, второй аргумент. Ну, тут как бы совсем вроде несложно. Здесь утверждается равенство. Давайте я выпишу отдельно. Равенство. Значит, раньше у нас вот это конкретное равенство, которое ввел, другими не нужны. Оно экстенсионально. То есть по смыслу оно утверждает равенство значения аргументов. Значит, ну, здесь два аргумента. Значит, первый аргумент. Вот я в объем синей рамочке. Второй аргумент такой. Значит, ну, какие у них значения, значит. Ну, первое аргумент, значение истины. ну опять же значит надо еще раз применить то же самое да то есть мы должны проверить что равно ложь ложь это истинная формула да подробно разбираю совсем чуть-чуть я решил сократить не будем делать это сокращение значит нам надо проверить что равно ложь ложь имеет значение истина как это проверить значит у нас помнить что говорит равно равно говорит что значение аргументов равны два аргумента у первого аргумента красными их обвел значение ложь второго аргумента значение ложь обоих значения есть эти значения одинаково один и тот же объект объект ложь таким образом равно ложь ложь истинная формула и таким образом вот мы проверили что вот первый вот из этих двух аргументов равенства которое внешнее равенство это истинная формула галочку ставлю ну второй true у true значение true true значение а так извините вот галочку поставил это я неправильно сказал не нужно галочки ставить а нужно просто записать это значение значит нам нужно сейчас просто пока что посмотрите его записать запомнить значит вот у равно true true значение вот давайте напишу вау значит значением будет объект路 вот так вот все 14 надо найти значение второго аргумента но мы знаем что то значение true вот поэтому я пишу вал у утра это вот такой объект и таким образом что получается вот у всего вот этого значит то что в исходной формуле второй аргумент в красной рамочки значит второе выражение в красной рамочки у него два аргумента и обоих аргументов есть значения, и эти значения true. Значит, объект true являются этими значениями, то есть они одинаковые. Нам надо было вот это установить. Значит, вот я в кружочек раз надвел одинаковый, один и тот же объект. А раз они одинаковые, то таким образом вся формула получает значение является истиной, значит, получает значение истина, и таким образом вот теперь можно поставить красную галочку, а второй аргумент у конъюнкции тоже истина. Ну, а теперь поправим выводы для конъюнкции, если оба аргументы имеют значение истина, и при этом являются формулами, они являются формулами, потому что форма предикатный символ. Первый тоже формула, форма предикатный символ. То таким образом вся конъюнкция получает значение true. И вот ставлю синюю галочку над левым прямоугольником, большим голубым, получили, что первый аргумент у нашей новой стрелочки это истинная формула. И таким образом заключение правила вывода, которое мы сейчас применяем, вот это правило вывода, новое для нового символа, оно говорит, что тогда и второй аргумент тоже имеет вал true. То есть, вот заключение правила вывода для элиминации вот этой новой стрелочки, ее исключение, так правильно называть, но он же модус полностью по смыслу, говорит, что тогда вал второго аргумента этой стрелочки, второй аргумент стрелочки, и он, вот голубенький, да, значит, равно, дальше отрицание равно, true, true, запятая, ложь, ложь, запятая, ложь. Возвращение говорит, что это истинная формула, что wow true. Так, все, отлично, мы применили вот это новое правило вывода, что оно нам теперь, ой, так, я тут масштаб изменил, так вот, случайно, так, сейчас нужно отмотать, так, куда-то я наверх улетел, так вот, значит, таким образом мы, значит, что, все, мы получили, вот, ну, давайте обведу в черный овальчик, значит, то, что мы получили при помощи нового правила вывода, значит, черту сотру, чтоб не мешало, мы получили, что вот этого выражения значение true. Так, теперь, значит, вот, у выражения гегалана символа равенства есть правило исключения, которое я вам не приводил, ну, в припринете оно есть, и это правило вывода, исключение символа равенства, оно позволяет мне, ну, сейчас уже не буду входить в детали, да, иначе слишком много подробностей и будет непонятно, ну, его можно посмотреть, пока что можно просто мне поверить, в том, что у равенства есть правило вывода, которое позволяет в случае, если у выражения, где главный символ, это символ равенства, если это выражение значение true, если мы знаем значение одного из аргументов, сказать, что значение второго аргумента такое же, ну, то есть, смысл такой, если мы знаем, что равно tau sigma истина, и мы знаем, что у tau значение x, то в этом случае заключение говорит, что тогда и у sigma значение тоже x. tau sigma имеет одинаковое значение, и значение первого мы знаем, что второе значение такое же. И таким образом, чтобы применить правило вывода, нам нужно знать значение одного из двух аргументов. Ну, вот второго мы знаем, мы знаем, мы знаем, что вал лжи – это ложь. Это можно в табличке проверить. Вот. И таким образом, и мы знаем, что у всей формулы, которая говорит равенство чего-то, значение true – это истинная формула. И правило вывода для исключения символа равенства, равенства elimination, оно говорит, что в этом случае можно сделать заключение, что у другого аргумента, в данном случае другой аргумент – это первый. То есть, вот такой аргумент. Не равно ложь-ложь. Что у него значение будет точно таким же, ну, то есть, тоже ложь. Значит, дальше я перешел. То есть, мы получили вот такую штуку. Дальше. Теперь нужно применить правило вывода для отрицания. Здесь же отрицание – главный символ, да? Значит, ну, есть правило вывода исключения отрицания. Оно говорит, что в случае, если у формула главный символ отрицания и эта формула ложная, то аргумент является истинной формулой. То есть, если не фи-ложь, то фи-истина. Значит, вот есть такое правило, которое, опять же, я вам не писал. И, используя это правило вывода, я могу заключить, что, значит, аргумент отрицания, то есть, не ложь-ложь, истинная формула. Разначение ложь, то это формула истинная. это я, значит, исключение отрицания применил. Так, ну и мы уже почти закончили. Так, осталось вспомнить, какая была у нас цель. Ну, я напомню. Значит, давайте начали закончим. Значит, мы получили снова, что мы получили? Так, а вот я поплыл. Значит, сейчас нужно вспомнить, что мы хотели. ну, вот это надо было получить, теперь осталось вспомнить, что мы хотели. Значит, у нас было правило вывода, которое говорит, что если фи-истинная формула, то отрицание фи-ложная формула. Значит, вот мы это хотели, и мы применили это правило вывода для конкретного фи, в качестве мы взяли равно ложь-ложь. И нам надо было показать, что не равно ложь-ложь. Ложная формула, да? Так, а что мы получили? А, я на один шаг лишний сделал, прошу прощения, я увлекся. Можно было заканчивать раньше. Вот. То есть, вот, все, это мы уже, оказывается, закончили, извините. Итак, значит, вот что мы получили. Значит, мы, используя чисто правило вывода, чисто синтаксически, ну, не синтаксически, а как сказать, я не знаю. То есть, ну, то есть, просто мы использовали правило вывода и не думали ни про какие смыслы. И при этом мы смогли заключить, что у выражения не равно ложь-ложь, значение ложь. И это именно то, что по смыслу правило вывода, значит, правило вывода нами говорит, да? Значит, давайте вернемся. Значит, вот это правило вывода. Давайте я его обведу голубеньким. Значит, вот это правило вывода, само исходное правило вывода, да? Вот я голубеньким его обвел. Значит, оно говорит, что если φ истинная формула, то у нас в этом случае не φ ложная формула. Значит, что я сделал? Я записал, выразил это правило на языке рефлектики. Вот так вот я его записал. И дальше я показал, что я могу чисто по правилам вывода, не думая про смысл, получить, в частности, для конкретной формулы, а именно конкретная формула была вот эта, голубеньким введем, равно ложь-ложь. Для этой формулы я могу получить заключение. Какое заключение? Значит, исходное правило вывода говорит, что у формулы не равно ложь-ложь. У этой формулы вал равен лжи. Значит, вот что говорит правило вывода, оригинальное. Я должен получить это заключение чисто синтаксически и не пользуясь самим правилом вывода. Я чисто синтаксически не пользуюсь этим правилом вывода. Вначале использую правило вывода для квантера, затем использую правило вывода для равенства и так далее. И в итоге я закончил тем что я получил то что и хотел я хотел получить что у выражения не равно ложь ложь значение ложь вот смотрите в конце прямо написано не равно ложь ложь значение ложь и таким образом я бы мог исходное правило вывода в рефлектику вообще не добавлять а вместо этого написать его на языке рефлектики так как я написал давайте внизу повторим записано то есть я мог просто его сформулировать на языке рефлектики заново сейчас его напишу где не потерял значит для любого она пусть будет голубым значит для любого и это новая стрелочка значит дальше конъюнкция если вот эта формула и и при этом у фи значение истина в этом случае квадратные скобочки используем для наглядности то в этом случае второй аргумент у этой новой стрелочки у нефи значение ложь значит вот значит вот это формула рефлектики и если я правила вывода исходная в рефлектику бы не добавил а вместо него я бы постелирую такую аксиому а как вводится аксиому рефлектику то есть я бы сказал что я бы просто строчку добавил новую в табличку как бы раздел но всем бы записано было так что значение вот данной данного выражения равно true так вот добавляется аксиома то есть я бы это всем рефлектики да говорится что значение выражения равно равно чему-то так всем если бы я такого всем архитекту добавил на исходное правило вывода бы не добавлял то в этом случае всегда каждый раз когда оказалось бы что у какой-то формулы что какая-то фи является формулой и и при этом она истинная то есть показалось что какая-то формула и и вал равен истине то всегда в рефлектику бы неизбежно помещалась в табличку новая строчка где слева было было бы написано отрицание этой формулы справа бы стояла ложь то есть это право бы все равно она бы стала действовать за счет других правил то есть она бы стала действовать счет других правил но исходно прямо можно было выбрать так наверное нужно какие-то вопросы я конечно надо было не тот пример разобрать подробно то есть вот я здесь разобрал пример в случае когда я выразил на языке рефлектики уже существующие правила вывода и показал что если его выразить на языке рефлектики и вот эта формула которая выражает добавить видеоксиомы то она заменит исходное правило его можно было убрать ну это как бы такой тонкий вопрос тут надо все-таки аккуратно следить что я на самом деле не пользовался вот этой вот этим исходным правилам вывода и лучше было бы конечно разобрать пример в котором вводится совершенно новое правило вывода который раньше не было и показать что если я добавлю в качестве аксиомы формулу рефлектики которая выражает новое правило вывода то действительно рефлектика будет действовать так что это правило будет применяться то есть она будет работать у меня как раз такой пример разобран но я что-то вот этот пример увлекся объяснениями в итоге но могу этот пример тоже привести он отличается ну практически ничем они отличаются то есть там просто даже стоит его смысл записать а так все то же самое так начнем ждем да давайте начнем вопросы задавать тогда а то есть вот единственное вот я тогда этот пример хорошо вот на нем просто лучше объяснять я скажу что здесь все то же самое но пример будет чуть-чуть другим значит правило да будет такое значит если мы вдруг убедились что что-то у выражения и при этом его значение ну допустим пусть будет квантер всеобщенности вот так вот так вот такой объект да это же объект то в этом случае заключение будет ну например такое значит вал от не а давайте даже новый символ ведем а давайте ведем новый символ прям совсем было новое ну допустим квадратик то как найти кружочек то квадратики несет смысла значит крючк новый символ одноместный вал от кружочек а дальше то у будет допустим квантер существования то есть вот такое правило вывода и я мог бы добавить но вместо того что добавлять это правило вывода я мог бы написать его на языке рефлектики давайте его запишем она будет записана перепринта перепишут не буду долго думать она записывается так значит для любого выражения то у значит если начнут и если его значение равно истине то есть равно значит два аргумента 1 равно что равно истине значение это выражение а не истине квантеру для любого вот так это значит посылка и заключение тогда у нового выражения которое что за выражение кружочек того значение равно вот такому объекту вот все значит я записал так еще одной скобочки не хватает давайте квадратную используем скобочку значит вот квадратных скобочках стоят аргументы вот этой стрелочки и теперь если я постулирую говорю что вот у такой формулы вал тру то есть табличку добавляю запись в которой слева стоит эта формула справа 100 стоит true значит если я так сделаю то я утверждаю что это правило вывода начнет действовать каждый раз когда у кого-то выражение будет вал равен для любого у кружочек выражения будет вал существует ну например у выражения у каническими для любого вал равен вал равен объекту для любого и за счет вот этой аксиомы и за счет действия других правил вывода неизбежно начнут получается вот есть такая строка таблички слева стоит каноническое имя для квантера а справа стоит сам квантер вот и неизбежно за счет действия стальных правил вывода и за счет того что вот это добавилось в виде аксиомы окажется что в табличке 5 такая строчка слева будет стоять кружочек просто добавится а справа будет стоять существует и вот удостовериться в этом несложно то есть вот то как я проверял в другом предыдущем примере то есть тут будет все то же самое только там была ложь истина а здесь будет существует и для любого а все шаги точно такие же вот таким образом я могу объявить нового права вывода всего лишь внеся в табличку вот такую запись то есть ну давайте виде записи нарисуем то села час сотру значит вал и просто скажу что аккуратней то есть вот эта табличка и вот слева стоит я просто в табличку слева поставил вот эту аксиому а справа говорю что на истина и после этого в табличке появится третья строчка за счет действий стальных правил вывода все я закончу вот у меня такой вопрос есть когда применяется предикатный символ формула там используется диез вот зачем он там нужен а так значит значит я так пишу форм это формата символ одноместный символ значит и вот так я пишу да значит вот такое выражение значит ну в данном случае я если я буду вводить виде давайте правила для форм напишем значит форм говорит что значение аргумента является формой то есть таким образом ну нам хочется случае когда форм истина да то есть нам хочется правила вывода который говорит что вал от значит главный символ форм а дальше стоит у него какой-то аргумент того обозначим его и нам хочется случай когда это истинная форму до фонта истина она будет истинной формы в случае если а то выражение она то выражение дать ищем тал выражение того выражения и вал то у ну во-первых вал то у есть то есть выражение которое определено а во-вторых вал то у эта формула формула значит вот такое правило вывода для символа форм это предикатный символ одноместный он говорит что что значение аргумента является формулой. То есть он получается экстенсиальный, потому что форм Тау зависит только от значения Тау, от значения аргумента. Да, поэтому экстенсиальный. И вот если бы я написал форм Фи, то что бы это говорило? Значит, форм Фи говорит, что значение формулы Фи, у меня же Фи там по смыслу формула. Ну, когда я применяю в том рассказе, который был, у меня Фи было формулой. И вот если бы я написал форм Фи, то я бы сказал, что значение той формулы Фи – это формула. Ну, значение формулы, если она определена, там, Тру или ложь, Тру или ложь – это формула. Это, конечно, будет истинно, но это было не то, что мне надо. Мне это нужно сказать, что сама Фи – формула. Но вот это говорит, что значение Фи – формула. А вот верхнее, оно действительно говорит, что сама Фи – формула. А почему бекар, а не обычная решетка? Потому что я эту формулу, на нее квантер всеобщейся действий, там для любого фи снаружи стоит. И мне надо, чтобы на фи подставилось какое-то выражение. И поэтому я использую кавычку, которая переменную не связывает. И тогда сюда действительно подставится выражение. И уже какое-то выражение подставится. И будет говориться, что вот это как раз выражение, которое сюда подставится. То есть когда подставится, что у нас будет? У нас будет написано форм. Значит, этот бекар останется. И дальше будет вместо фи стоять какое-то выражение. Вот его прямоугольник он написал. И что будет говорить такое выражение? Оно будет говорить, что его значение формула. А что такое его значение? То есть что значение аргумента формула? А как получить значение аргумента? Если аргумент имеет вид бекар что-то. Надо просто убрать бекар, и значение аргумента будет прямоугольник. Таким образом, вот это само высказывание, давайте его к разному введу, оно будет говорить, что прямоугольник – формула. Это именно то, что мне нужно. Ясно. А вот можно с помощью лапки выразить вот это правило для введения форм? Да. Давайте попробуем. Так, сейчас, значит, вот это правило вывода для форм. Так, 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 так. А, ну смотрите, значит, давайте снова схему напомню общую. Значит, вот как устроено правило вывода. Значит, сверху написана посылка, значит, тут я обозначу S. То есть утверждение метаязыка, ну, в данном случае утверждение такое – tau выражение, а его значение – формула. А снизу заключение, которое на метаязыке в виде утверждения T сформулировано. Значит, чтобы превратить это в формулу рефлектики, которая это правило выражает. Я должен найти формулу φ, значит, такую, что, значит, нужно найти, мне нужно найти φ, такую, что φ выражает S. Что φ выражает S, то есть φ выражает утверждение, что, ну, tau выражение, а его значение – формула. Так, и так же мне нужно найти ψ, которая выражает T. Значит, ну, ψ, которая выражает T, тут, конечно, проблем нет. Значит, давайте вот даже напишем, значит, как взять формулу рефлектики, которая выражает, значит, утверждение T говорит, что вал форм tau true. Ну, давайте запишем это на языке рефлектики. Значит, вал – это даггер. Значит, дальше что стоит? Конкатенация символа форм. Ну, конкатенация вот у меня есть. Символ форм, ну, я и могу через конечное имя к нему обратиться. Так, а второй, значит, стоит tau. Ну, я могу tau написать, то есть, ну, любую переменную могу взять. Ну, давайте, я не знаю, давайте x возьмем, хорошо. Хотя можно и tau написать, tau тоже переменные рефлектики. Итак, значит, ну, давайте поставим скобочки и запятые, чтобы было визуально нагляднее. Итак, значение конкатенации символа форм и… Давайте вместо x хотя бы T напишем, чтобы они были более созвучны. Тау, значит, по-латински T, да. И T равно true, да. Значит, мне нужно сказать, что значение этого выражения равно true. Значит, я снаружи пишу главный символ равенства. Тау, давайте квадратные скобочки поставим, запятая, а второе, оно равно true, то есть, не нужно имя для true. Ну, для true есть имя, а сама true свое имя. Ну, могу через конечное имя к нему обратиться. Могу так написать, то же самое будет, да. Вот, значит, я нашел формулу ψ, которая говорит то, что сформулировано ниже черты. То есть, в качестве ψ подойдет вот такая формула. Теперь мне нужно найти формулу, которая выражает то, что сверху. Значит, мне нужно найти формулу, которая выражает то, что сверху. Значит, ну, мне нужно выразить, что значит, что выражение является формулой, да. Это значит, что главный символ предикатный, да. Значит, формула – это выражение, которое первое символ предикатный. Значит, таким образом мне нужно добавить рефлектику, то есть, ну, я вот про это в статье пишу, что чтобы вот это все сделать нужно конечно ввести дополнительные символы начну например мне нужно говорить про первый символ выражения ну я могу это сделать так проблемы с тем чтобы доску двигать почему-то и так значит я могу ввести ну допустим пусть будет first символ fs вот операция fs она возвращает 1 символ аргумента ну пусть будет экстенсиональные значения аргумент значит fs от tau это первый символ у меня ты же не так сказал до этого значит вот выражение fs а дальше идет аргумента у возвращает первый символ значения аргумента 1 1 символ значения аргумента возвращает эта операция ну опять же я могу это символ тоже при помощи правила выгода вести и это правило для тоже могу на языке рефлектики записать но пока допустим у нас есть потом реализуем если захотим цель так пусть у меня есть вот я вёл допустим раньше такой символ вполне кстати я мог его вести который так работает возвращает первый символ значения аргумента так дальше мне нужно сказать что что-то является предикатным символом ну тоже надо для этого вести допустим ps ps это вот операция которая но тоже предикатный символ и она говорит что твой аргумент является предикатным символом паста у говорит что ну пусть она тоже будет эксенциальное про значение аргумента она говорит что значение аргумента это предикатный символ ну иначе напоминаю что я символа отождествляю с символа это строка длины один стоящий данному символем естественно поэтому я могу говорить не стал чтобы гибать про символы я буду говорить про строки из этого символа поэтому я могу так сказать значение аргумента это предикатный символ. Ну, или там строка, состоящая из предикатного символа, да. Вот, значит. Ну, дальше я должен, конечно, добавить аксиомы, которые говорят, например, что квантер для любого предикатный символ, да, то есть в рефлектике будет аксиома для любого является предикатным символом, то есть значит, ну, например, такая аксиома. ПС, дальше каноническое имя для вот этого символа. Значит, это истинное утверждение, то есть вот аксиома такая. Вал ПС для любого равно true. То есть вот я такую аксиому должен буду добавить. И по одной аксиоме для каждого предикатного символа должен буду рефлектику добавлять. Вот. И тогда этот символ будет работать правильно. То есть он действительно будет говорить, что значение аргумента это предикатный символ. Так, ну и все. Если вот у меня, допустим, есть эти две операции, значит, первая возвращается в первый символ, а вторая это предикат, который говорит, что значение аргумента это предикатный символ. То я могу сказать, что выразить форму. Я могу выразить форму. То есть, значит, вернемся. У нас какая цель? Найти формулу, которая выражает посылку, вот ту посылку, которая S, да? Значит, посылка говорит, что тау выражение и тау выражение и его значение формула. Ну, давайте запишем теперь это на языке рефлексики. Значит, значение формула. А, у нас T было, да? Вместо тау было T. Значит, надо сказать, что T выражение и значение формула. Значит, значение T это даггер T, да? Значение T формула. Формула это значит, что первый символ предикатный. То есть, первый символ значения T предикатный. Вот, все. Я написал, что предикатный, что у значения T первый символ предикатный. То есть, значение T является формулой. И таким образом, значит, вот эта новая формула рефлектики, да, эта формула рефлектики, это та, которая выражает посылку. Ну, и теперь право вывода будет записано так. Значит, ну, значит, если схематично, то просто лапка фи-пси, да, лапка фи-пси. Ну, а если конкретно фи-пси взять, то получится, значит, лапка фи. Вот фи у нас здесь видна. Просто переписываю. Так, это наш первый аргумент лапки. Второй аргумент это пси. Так, ну, можно просто скопировать ее сверху. Перенести. Значит, где у нас пси? Пси вот это, да, давайте скопируем. Так, значит, доска позволяет копировать. Так, контур в С. И вроде как можно вставить снизу. Попробуем сейчас вставить. Давно не пользовался, не знаю, получится ли нет. Да, вроде вставилось. Так, да, все работает. Так, 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 так. Единственное, вот эти кавычки односторонние надо убрать. Вот. И закрыть скобочки. Значит, скобочки вот этой лапки. Все. Вот эта формула выражает правила вывода для форм. То есть она говорит, что если... А, надо же для любого Т, да, то есть надо еще спереди написать для любого Т. Вот так вот. Для любого Т. Вот. И только теперь мы... Ну, это же схема. Потому что на самом деле не одно правило вывода, а целая схема. Поэтому надо еще написать, что для каждого Т. Так, вот тут Т и Даггер похожи. Ничего не путаются они. Может, надо было вместо Т другую букву. Давайте Даггер напишем как-то более выражено Даггер. Вот это Даггер, это не Т. Итак, значит, для любого выражения Т, если у значения этого выражения первый символ предикатный, то тогда у выражения, какого выражения, значит, у которого получается конкретинация чего? Символ форм, да? То есть выражение такое. Вначале форм идет, а потом идет... То есть конкретинация форм и того, что Т обозначает, да? Т, значение, да, Даггер, будет истина. Вот все. Вроде, мне кажется, вроде я правильно сделал. Спасибо. И я утверждаю... Вот смотрите, я утверждаю, что если я добавлю именно вот такую аксиому, то есть я скажу, что у всей вот этой формулы val, то есть у этого выражения val равен true, скажу я. Это будет аксиома рефлектики, да? То есть я добавил новую аксиома, она говорит, что val этого выражения true. И теперь я утверждаю, что как только я добавлю, за счет действия остальных правил вывода, у меня, например, получится... Ну, вот такая запись, такая строка получится. Значит, что здесь говорится? Что что-то формула, да? Ну, получится такая строка. Значит, слева стоит формула. Ну, что формула? Допустим, равно 0,0, да? А формула равно 0,0. Так, только мне нужно... Надо, чтобы значение аргумента, поэтому надо еще кавычки поставить. Ну, допустим, вот так вот. Значит, так, секундочку, неаккуратно пишу. Платформа, кавычки, равно 0,0. Слева будет стоять. И справа тогда появится true. То есть появится такая запись за счет действия других правил вывода. То есть значение аргумента. Аргументом будет решетка равно 0,0, а его значение будет равно 0,0. И равно 0,0 является формулой. И действительно это и говорит, что равно 0,0 формула. Вот в чате вопрос появился. Чем отличается каноническое имя для выражения от решетки над выражением? Ну, это разные объекты. Давайте рассмотрим пример. Допустим, пусть будет выражение из одного символа true. Значит, его каноническое имя как получается? Ну, в случае, если здесь нет закрывающих кавычек, вот тех угловых, а их нету, я просто навешиваю слева-справа по кавычке, которые кавычки рефлектики, да? Вот. И я получил каноническое имя. Значит, теперь... А, вот основная суть, кстати, да, вот по смыслу, по смыслу надо было сказать вначале. Значит, вот по смыслу канонические имена я могу давать произвольным объектам. То есть я просто навешиваю кавычки нужного уровня и получаю каноническое имя. Неважно, какой объект. А имена за счет решетки я могу давать только выражением. Потому что, ну, значит, вот здесь имя будет вот такое, да, значит, решетка t. Это будет имя для true. Ну, почему это имя для true? Потому что вал у этого выражения будет true. Значит, это имя для true. Ну, сказать, что это имя для true, то же самое сказать, что значение данного выражения true. А вот, значит, у true у нас есть, получается, два имени. Вот это каноническое имя, у него тоже значение true. То есть оно является именем для true. И это тоже является именем для true. Но, например, для выражения, для объекта, который не является выражением, ну, допустим, давайте какой-нибудь объект. Ну, например, вот такой объект, да. Вот такой объект. Он не является выражением. И поэтому каноническое имя я дать ему могу. То есть вот его каноническое имя справа написал. А написать решетка для любого я не могу, потому что это не будет выражением. Чтобы это было выражением, рекурсивно должно и вот то, что я квадратик обвел, тоже быть выражением. Это не выражение, потому что это уместный символ. Чтобы он был выражением, надо еще два аргумента дать. Таким образом, вот такая строка не является выражением, ну все. То есть имя это выражение, а это не выражение, значит не имя. И я так писать не могу, но канонические имена меня спасают, они есть для всех строк. А можно тогда еще напомнить, чем выражение, ну точнее формулы, это что, это подкласс выражений? Да, формула это выражение, в котором главный символ это предикатный символ. А про каждый символ, когда я добавляю рефлектику, я явно говорю, является ли он предикатный символ. То есть я ввел символ равенства, я говорю, это предикатный символ. Я ввел символ, допустим, вот такой символ, который открываешься в кавычках. Я говорю, что это не предикатный символ. Допустим, я могу аксиомы в рефлектике добавить. То есть я должен ввести символ, ну, в смысле, операцию, которая говорит, что данный символ предикатный. И, а, ну, вот PS, да, я же выше вводил. И, в частности, вот для открывающейся кавычки у меня будет такая аксиома. Кавычка не является предикатным символом. То есть PS от, значит, ну, у меня есть обозначение для кавычки. У меня есть коническое имя. Причем вот как раз здесь существенный второй уровень. То есть, а, нет, здесь, на самом деле, первого хватает. Так вот. Значит, и вал. Ну, я могу даже так. Я же могу же ведь пользоваться отрицанием. Я могу, например, поставить не. И получится вот такая формула. Она говорит, что от кавычка не является предикатным символом. И я добавлю это виды аксиомы. То есть, я помещу запись, строчку слева будет стоять. Эта формула справа будет стоять true. То есть, таким образом, она станет действующей аксиомой. И она говорит, что открывающаяся кавычка не является предикатным символом. Я должен это сделать для каждого символа. Ясно. Так, и еще раз, значит, чтобы вспомнить, а то уже много времени прошло с самого начала. Выражение – это не пустые конечные строки в этом алфавите. Нет, это объекты. Объекты – это не пустые строки в этом алфавите. А выражение – это вот то, что через польскую запись, рекурсивно. Значит, первый пункт – все конечные имена – это выражение. Значит, каждое конечное имя, оно является выражением. Это база рекурсии. Рекурсия, которая определяет понятие выражения. А второй пункт, ну, там стандартно, как в польской записи. Значит, если S – N местный символ, ну, N местный символ, и Тау-1 и так далее, Тау-N – это объекты, про которые мы уже знаем, что они являются выражениями, да, то есть вот как раз это шаг рекурсии выражения, то в этом случае новый объект, ну, я буду даже в виде правиловоды написать, ну, ладно, давайте, чтобы не путать с рефлектикой, это все-таки не правило этой рефлектики, мы будем это писать. Значит, то тогда новое выражение, новый объект, новый объект, что за объект? Значит, вначале я пишу вот этот символ, который N местный, а затем в конкатенации по очереди пишу вот эти Тау-1 и так далее. Значит, вот конкатенация, жирная точка. Тау-N – тоже выражение, тоже выражение. То есть, чтобы получить выражение, надо либо взять конечное имя, либо взять N местный символ, и после него приписать N объектов, которые, про которые мы уже знаем, что они выражение. В частности, нульместный символ – это выражение. То есть, например, вот true – это выражение, потому что нульместный символ, ничего не приписывая, сразу получая выражение. Ну и тогда получается допустимо написать решетка, потом каноническое имя для квантера общности. Да, совершенно верно. И это будет имя для канонического имени квантера всеобщности. То есть, вал у такого выражения будет равен каноническому имени квантера всеобщности, то есть решетка убирается. Ну вот, тут как бы я могу тебе сказать на этом примере, видно, почему это вот этот сим выбор, вот даггер. Даггер – это меч, по-моему, а кинжал вроде на английском. Ну, потому что вот по смыслу, ну, вал – это же даггер, да, то есть я могу написать вот так вот. Даггер – решетка для любого. И даггер, он как бы разрубает решетку, он снимает решетку, потому что всегда верно, что даггер – решетка что-то, оно, можно просто, даггер – ошибает решетку, и остается, ну, то, что было после решетки. То есть вот это всегда будет истинная формула рефлектики. Даггер – решетка выражения, ну, в случае, если есть вал, в случае, если выражение есть вал. Ну, то есть, например, вот это истинная формула, да. А в общем случае даггер – решетка, ну, а дальше, допустим, какое-то tau, где-то, ну, ладно, наверное, уже лишнее на чем говорить, достаточно примером. – У меня такой вопрос возникает глобального масштаба. Допустим, рефлектика реализована на каком-то вычислительном устройстве. – Ну, я с моим коллегой, в этот раз он-то вот именно этим хочет заняться, потому что мы именно для использования в программировании. Так, я слушаю дальше. – Вот, какие-то, ну, то есть, вот что именно будет реализовано в этом интерпретаторе? Там таблица будет пустая или там что-то заполнено в ней? – Правила вывода, какие-то шеи должны быть определить? – Я добавлю в табличку вот в эту все аксиомы. Ну, причем некоторые аксиомы являются схемами аксиом, да, поэтому я не смогу добавить все аксиомы и схемы, да. Ну, например, вот то, что вал конического имени икса – это икс, я не смогу добавить для каждого икса в виде строчки, да. То есть, нужно это как-то реализовать, будет… Ну, я не программист, я не умею, но вроде мой коллега, кажется, он понимает, как это делать. Вот. И я добавлю… Что еще добавлю? А, да, вот, я же про это не сказал, важный момент. Да, вот вопрос как раз хороший, потому что я забыл сказать одну важную вещь. Значит, у меня же цель, чтобы рефлектик была рефлексирующей. А, на самом деле, даже лишняя цель. То есть, вот, в принципе, я не обязан каждое правило вывода записать на языке рефлектики в виде формулы и эту формулу в виде аксиомы добавить в табличку. Делать я это не обязан. То есть, даже без этого язык рефлектики будет рефлексирующим языком. Ну, по крайней мере, я так думаю, я так считаю. Вот. Но я могу это сделать. То есть, я могу каждое правило вывода рефлектики, я его могу записать в виде, выразить в виде формулы рефлектики. Дальше эту формулу добавить в табличку. Ну, то есть, слева я напишу эту формулу, а справа я напишу true. То есть, это будет аксиома. И таким образом рефлектика будет знать свои правила вывода. Вот. Но прежде чем это делать, и это не обязательно часть, я должен реализовать, то есть, я должен реализовать, я не знаю, как это называется, эти слова, интерпретатор или что-то еще. То есть, вот все правила вывода, которые как бы настоящие правила вывода, да, то есть, вот, ну, просто дальше, когда я буду рефлектику расширять, я новые правила вывода добавлять не буду. Я буду сюда добавлять аксиомы, которые выражают новые правила вывода. И ни одного нового правила вывода в скотт-умент добавляться не будет. Но те правила вывода, которые есть, которые, вот, например, перечислены в статье, и надо что-то еще, на самом деле, добавить, вот, каждый из них я должен запрограммировать. То есть, они должны быть реализованы в чем-то, что, ну, допустим, находит значение выражения рефлектики. То есть они должны быть внутрь прямо прописаны, то есть как-то реализованы программно, каждое правило по отдельности, и только так рефлектика будет работать. Без этого она не будет работать. Ясно. Ну вот у меня возникает тогда вопрос, где все-таки, ну тут очень своеобразное понимание разницы между синтаксисом и семантикой. А здесь не сливаются, да, то есть в рефлектике они выходят на один уровень, ну потому что в обычном случае у нас есть синтаксис, это объектный язык, и мета язык, это его семантика, но на нем она выражена. А поскольку рефлектика, собственно, мета язык, то в ней вот эти два уровня слились, и синтаксис и семантика оказались на одном уровне. Да, и все, извините, я перебил. Да, и поэтому как-то вот, ну когда какой-то стандартный известный формализм, там, не знаю, арифметика, пиано или там ZFC, та же самая, разбирается, там все понятно, как бы вот есть синтаксис, вот есть семантика, и как это все взаимодействует, это все, ну, привычно. А рефлектику воспринимать пока, ну вот лично для меня очень трудно, и пока мне непонятно, где вот это вот ядро, которое необходимо для того, чтобы все начало работать. Ну, в корне лежит построение интерпретации, рекурсивное построение интерпретации, то есть вот это то, что мы должны запрограммировать, если мы хотим реализовать рефлектику, мы должны рекурсивное определение интерпретации запрограммировать снаружи. Значит, и вот оно, по сути, дает семантику рефлектики. Значит, рекурсивное определение, рекурсивное определение построения, значит, операции вала. То есть вот оно, ну, сейчас я его вам, я его описывал на мета-языке, на русском языке, значит, в случае, если реализовать, то на языке программирования оно должно быть реализовано. Именно это рекурсивное определение операции вала, оно и несет в себе семантику рефлектики. То есть вот это семантика. Не знаю, хороший ответ или нет. Ну, к этому, конечно, надо привыкать, чтобы так вот это понимать сразу. То есть мы можем работать с рефлектикой, если у нас мы понимаем рекурсивное определение вала, а дальше про смысл думать не надо. То есть вот эти все слова, которые я говорю, формула выражает, рефлектика знает. Или, например, говорю, что формула истина. Это все слова, объясняющие смысл, но их можно убрать. То есть можно ставить только формально реализацию рекурсивного определения вала, если мы программируем, и дальше все будет работать. Можно я тоже свои пять копеек вставлю, если меня слышно, да? Хорошо слышно. Да, но вот я продолжу, Льва Дмитриевича, глобальные такие вопросы, потому что действительно в тонкостях здесь рановато разбираться, сложно это. Вообще существует, ну я не скажу очень много, но я встречаю такие проекты, когда синтексис и семантика действительно так или иначе объединяются. Вообще есть тренд, вот упоминаемые неклассические логики, они, по-моему, в Кавсуе упоминались, что здесь у вас другие задачи ставятся. То там есть, но там очень аккуратно какой-нибудь, и тоже не все неклассические логики таковы, то есть это один из механизмов формирования языка какой-нибудь неклассической логики, той же релевантной упомянутой. То какой-то эффект, какой-то эпифеномен, который существует в семантике, он берется и погружается в объектный язык таким так или иначе. Ну, например, строится исчисление выражений об отношении следования. То есть не само следование рассматривается между высказываниями, а сами высказывания формируются как выражение о следовании. Таким образом, в объектном языке следование есть, но уже как элемент объектного языка. Это я как пример привел. Но в принципе, если как бы в историю пойти, то разделение на синтаксис и семантик, причем не такое же, название те же, но не такое же, как в естественном языке, они были, в общем-то, так или иначе спровоцированы проблемами, ну, парадоксами и так далее, которые сформировались, которые были очень не нужны для, ну, в общем-то, для прикладных, хотя и глобальных задач. Вот. Ну, такую задачу оставил, да, то есть теорию, которая влияет собственной метатеорией. Вот я изначально 10 лет назад думал в таких терминах. Ну, как бы элементом такой надежности или, по крайней мере, такой справкой или индульгенцией о надежности имеются всяческие метатеоремы о семантической полнотее, ну, непротиворечивости, которая следует без корректности или там сама по себе и так далее, и так далее. А как в вашей ситуации быть уверенным в надежности системы и несуществовании в ней каких-то разрушающих парадоксов? Кстати говоря, тоже парадоксы есть такие тяжелые, а есть те, к которым можно легко отнестись. Ну, по крайней мере. Вот как здесь быть? Нет этого разделения? И я, в принципе, не могу поставить вопрос о семантической полноте в этом языке. Так, значит, непротиворечивость совместность рефлектики. Я не говорю, что я под этим подразумеваю в виду. Один, по-моему, упомянул это словосочетание. Значит, ну, в данном случае непротиворечивость рефлектики я определяю так. Значит, она означает, что вот это рекурсивное определение вала, да, вот к сути мы придем, оно корректно. А что это значит? Значит, это значит, что никакое выражение не получит двух различных значений. Вот, значит, вот это утверждение можно записать, там, ну, можно же рефлектику в ZFC формализовать. Вот, и я надеюсь, что для конкретной какой-то реализации рефлектики, ну, надо аккуратно прям реализовать ее, да, то есть статья-то только, именно сама рефлектика, как теория, она только все-таки outline набросок. Вот, надо ее аккуратно реализовать, и тогда можно записать утверждение на языке ZFC о том, что рекурсивное определение вот этого вала, оно корректно, то есть никакое выражение не получает двух различных значений, и доказать это в виде теория. То есть я хочу это сделать, но, как бы, пока еще от этого далек. Ну, понятно, нет, но это надо сделать. Да, конечно, конечно. Полнота, это тут, как бы, человечество уже привыкло, что мы, в принципе, терпимо относимся к семантически неполным теориям, Геодель в помощь, но, тем не менее, сам вопрос-то поставить нельзя у вас, получается. То есть я что-то должен с чем-то относить, да. А так, а вот я, может быть, не встречал или встречал, но забыл, какие-то примеры, где, ну, там, примеры, где этот вопрос поставить можно, вот как он будет звучать, может какой-нибудь пример, любой? Нет, ну, полнота, это в каком-то смысле обратная ситуация с корректностью. Корректность – это то, что все доказуемое является семантически истинным, а полнота – это наоборот, все семантически истинное будет доказуемым. А, в смысле терема Геоделя полноте имеется в виду? Ну, да. А, нет, это конечно не понятно. Терема Геоделя как раз ограничительная, она говорит о том, что хочешь быть полным – будешь противоречивым, хочешь быть непротиворечивым – будешь неполным. А, нет, это для арифметики. А полноте имею в виду, вы же сказали неполноте, а есть теорема о полноте, она говорит, что… Нет, я ведь здесь не о Геоделевской говорю, здесь, ну, вот как бы теорема о полноте для логики предикатов, она элементарно доказывается, для первопорядковой. Ну, я понял, все, теперь я понял, о чем речь. Ну, честно говоря, я не ожидаю, что можно рефлектику так формализовать, ну, то есть какой-то конкретный вариант представить, чтобы для него удалось доказать вот теорему о полноте, то есть все, что выводимо, то есть все, что истинно, все, что выполняется, да, ну, истинное слово использование. Я даже не совсем об этом, здесь я говорю, что в вашей, ну, мне так кажется, что в вашей вот этой парадигме, в этом подходе сам вопрос поставлен быть не может, таким образом, как он стандартно ставится, ну, для логики предикатов первого. Я согласен, да, то есть вот он здесь, да. А как тогда иметь индульгенцию на то, что это надежно? Ну, если удастся доказать в ЗТФЦ, например, что она не противоречила, то, ну, это, по крайней мере, будет часть этого вопроса. Ну, я-то как раз о полноте больше говорил. Нет, а какая проблема с полнотой? Ну, допустим, арифметика пиано, она полна в том смысле, что каждое истинное выражение, утверждение в натуральных числах, оно выполняется во всех моделях арифметики пиано. Ну, это эквивалентно. Каждая формула, ну, каждый сентенс, утверждение, оно выполняется в каждой модели тогда и только тогда, когда она является теоремой. Ну, честно говоря, я не ожидаю, что для рефлектики подобное утверждение будет иметь место, что все, что можно вывести при помощи правил вывода, ну, в одну-то сторону корректность, конечно, нужна, да, то есть вот то, что можно вывести, оно должно в каком-то смысле выполняться. Ну, здесь, я думаю, это будет следовать из доказательств непротиворечивости. Ну, по крайней мере, подобные трюки я встречал, и вот как раз, когда Гильберт оставил эту задачу, это ведь как раз, ну, так, может, отвлекся в сторону. Ну, в общем, я вижу, как показать, что если она не противоречива, то она будет и корректна. Ну, если бы она не была корректна, то какое-то выражение получило бы, например, два вала, да, то есть нашелось бы Тау такое, что вал от Тау одновременно равен там объекту Х и одновременно равен объекту Y, исправил вот это бы следовало, и при этом X и Y были бы различными объектами, да, то в этом случае, а, нет, наоборот же, нужно в обратную сторону, извините. Значит, если бы оказалось, что нету корректности, то есть оказалось бы, что мы можем что-то вывести, но при этом оно на самом деле в рефляхике не выполняется в каком-то смысле, да, то мне тогда, мне кажется, мы бы смогли это свести, из этого получить и противоречивость рефлектики, ну, а если бы мы смогли доказать непротиворечивость, то, значит, мы этого не могли бы, и тогда бы, значит, корректность была бы установлена. Вот, и корректность, конечно, нужна, без корректности работать с теорией, ну, непонятно как. Вот, а что касается обратную сторону, что все, что... Согласен, что обратная сторона не так, да, я же говорю, что мы после года мы привели к тому, что, ну, неполная, неполная система, ладно. Хотя, так, мне надо дочь запустить сейчас. Простите, сбегал. Я, если что, здесь. Ну, я поставил вопрос, как бы он такой действительно глобальный, вот для меня он таким же животрепещущим является. А так, пока мне сложно очень. Ну, мы в логике тоже имеем иногда ситуацию, когда у нас вот это, эти свойства подвисают, и кроме непротиворечивости в синтаксическом смысле ничего не остается. Вот для некоторых второпорядковых логик, например, мы можем доказать, что они синтаксически непротиворечивы, в смысле того, что там невыводима формула ее отрицания. Но при этом из-за того, что второпорядковая теория будет неполна, то у нас и теорема о существовании модели не будет выполняться. То есть это непротиворечивые синтаксические теории, у которых модели нет. Ну, как бы это нормально. Да, но там, вот в том подходе это обсуждаемо, можно получить там позитивные, негативные результаты и так далее. А что здесь делать, у меня вот пока не хватает. Ну, вообще здесь в некотором смысле сама рефлектика является собственной моделью. Это чревато парадоксами всякими. А если мы докажем непротиворечивые силы МЗФЦ, то, значит, их не будет. Ну, просто она же интерпретирована по сути в себе. То есть вот та структура, я говорю, что структуру надо описать, да? Ну, там объектами выражения рефлектики, а, собственно, операции структуры, это и есть те операции, которые символами задаются. То есть она сама является структурой, она сама в себе интерпретирована, значит, она сама своя модель. И если непротиворечивость мы доказали, то вот мы и получили, что у нее есть модель. Нет, ну, это хороший методологический код. То есть обычно как? Как доказать хорошие свойства системы? Указать, что существует модель. Вот находят модель и показывают. Вот, например. А у вас исходная позиция. Она сама себе модель. В общем, ничего доказывать не надо. Ну да. А чтобы действительно было моделью, должна быть синтетическая непротиворечивость. Ну, вот если удастся доказать, то тогда вроде можно... Ну, это такая задача важная, конечно. Ну, я вообще вот про непротиворечивость. Я как-то списывался с... Вот такой товарищ Бисон, у него есть книга по конструктивной математике. И там вот много разных теорий, которые близкие. Когда вот искал что-нибудь, что он будет рефлексирующим, я вот эту книгу нашел. Вот. И я ему написал. А он уже старенький, прям на пенсии, совсем старенький. И он вообще никому не отвечает. Свои e-mail удалил отовсюду. А я ему смог написать, потому что 10 лет я с ним по другому вопросу переписывался, и у меня сохранилось письмо. Вот. И он, в частности... То есть он что-то там сказал кратко. И... Ну, то есть из того, что я написал, мне сложилось впечатление, что он, скажем так, верит в то, что непротиворечивость здесь... Ну, то есть можно как-то... Ну, в общем, доказать. Да. Потому что он говорит, с похожими штуками он работал. Ну, вот и так. Ничего это, конечно, не значит. Ну, все, я... Свой вопрос. Спасибо. Хорошо поговорили. Так. Ну, я, в принципе... То есть единственное, что я не рассказал из того, что есть в статье... А, нет. Я же не рассказал еще про этот... Про стрелочку, который кондишенал. Да, вот. Ну, на самом деле, она очень просто вводится. Это вот можно за одну минуту рассказать. Вот это я... Ну, да, и про парадокс кари еще в статье есть. Да, да, это там же, где кондишенал. Так, ну, хорошо. Значит, как я ввожу кондишенал? Значит, вначале я ввожу материальную импликацию. Материальная импликация... Ну, по смыслу это просто... Значит, да, вначале по смыслу напишу, что смысл фи... Вот двойная стрелочка, это будет материальная импликация. Фи – двойная стрелочка пси по смыслу означает, что не фи или пси. Так, ну, это по смыслу, поэтому я тут ничего, никаких кавычек не ставлю, одинарных. Вот. Ну, как это можно ввести? Ну, там, не знаю, куча способов. Я вот какой-то вариант написал в статье. Значит, ну, вариант, по сути, такой. Значит, заключение, я говорю, что вал выражения, значит, который главный символ – это материальная импликация, а дальше вот есть два аргумента. А, ну, это должны быть формулы, поэтому два аргумента, они пусть будут фи и пси. Вот. Значит, вал равен... Ну, можно отдельно написать для истины, отдельно для лжи, но поскольку вот то, что выше написано у меня, если справа ложь, то слева должно быть ложь по определению, а если справа истина – это истина, то я просто пишу x. Вот. Вот. А сверху я пишу, что x равен валу соответствующую формулу, которая не фи или пси. То есть я говорю, что x равен валу не фи или пси. Ну, в польской запись это будет, значит, записано в начале идет главный символ уже дизъюнкция, поэтому в начале идет дизъюнкция. Дизъюнкция – чего? Отрицание. Значит, yes, 주 символ будет отрицание. Ну, а дальше, значит, идет фи, который аргумент отрицания получается, а теперь не фи будет первым аргументом дизъюнкция, и вторым аргументом будет Пси. Значит, вот так вот пишу. Ну, еще добавляю, что Фи и Пси формула. Значит, если Фи и Пси формула, и, значит, вот у такой нового выражения, которое не Фи или Пси, есть значение, и оно равно х, то в этом случае вал Фи влечет Пси х. Ну, то есть, по сути, то, что вышло нарисовано, давайте обведем это как-нибудь овальчиком, значит, в этом правиле вывода реализовано. Вот, ну, и даже это правило вывода я в виде аксиомы пишу. Ну, неважно, это уже детали, сейчас же про смысл мы говорим. Так, хорошо, значит, я ввел материальную аппликацию. Значит, ну, чем, какая у нее проблема? Ну, например, проблема такая. Вот, там, я не знаю, ну, давайте вот ту формулу, которая из парадокса Рассела, да? Вот эта формула, она себя влечет или нет? Ну, по идее, хочется, чтобы влекла, ну, просто потому что хочет, чтобы каждая формула влекла саму себя. Хочется. Вот, но она себя не будет влечь, потому что... Ой, так, а я польскую-то запись отказался от нее, что ли? Так, сейчас, нет, давайте все-таки в польской. Так, значит, вот импликация и два аргумента, да? Ну, вот я опять же сейчас неформально написал, у меня жерни введен символ. Вот, значит, вот влечет ли материально эта формула саму себя? Ну, нет, не будет влечь, потому что сама эта формула, она не будет определена, то есть у нее не будет вала. А вот это, то, как мы определили материальную аппликацию, это же что? Это же дизюнкция двух формул. А дизюнкция, правила вывода у нее таковы, что значение будет только в случае, если хотя бы один из аргументов определен. Если оба аргумента не определены, то и значения у дизюнкции не будет. И таким образом, значит, вот это выражается через дизюнкцию, которая в случае оба аргумента не определены, будет не определена. И поэтому эта формула просто не будет иметь истинственного значения. Ну, никакого значения не получит. И это плохо, потому что, ну, вот, допустим, я хочу, то есть мне для чего же в первую очередь нужна вот эта стрелочка? Она нужна, чтобы писать такие штуки. Для каждого х, если там, не знаю, что-то справедливо про х, то тогда, ну, и дальше, опять же, что-то справедливо по х, где в первую написано, что х, там, допустим, является натуральным числом, да, или является вещественным числом, является там множеством или функцией, да. То есть, чтобы сказать, что для каждого натурального числа что-то там, я должен в посылке написать, что х натуральное число. Вот. А переменные синтакхические. Теперь представьте себе, что, ну, например, то есть в качестве х может стоять любое выражение. В частности, в качестве х может подставиться, ну, допустим, r не принадлежит, там, r может подставиться, да. который не имеет значения, и тогда в этом случае вся эта штука тоже не будет иметь значения, и вся импликация, она не станет ложной. То есть у меня здесь не получится, что посылка нарушена, потому что это не натуральное число. Просто не будет значения, вся формула будет неопределена. И таким образом у меня все застопорится, и вот говорить, что для каждого натурального числа что-то там, я не смогу из-за того, что я скажу что-то, что очевидно истинно, но оно не будет иметь значения из-за того, что вот в посылке аргумент там будет неопределенный посылок. Ну, в общем, если я поставлю здесь материальную импликацию. Вот, значит, мне нужно что-то другое. Ну, что-то другое я просто ввожу его следующими аксиомами. Значит, я называю его, ну, по-английски consequence. По-русски я не знаю, как перевести. То есть, это симпликация слова. А что еще есть, кроме импликации? А, conditional я по-английски говорю. Conditional – условное высказывание. А по-русски… Пусть будет стрелочка. Значит, стрелочка. Значит, я ввожу ее следующим образом. Значит, неформально просто напишу. Значит, ну, во-первых, если Фи влечет Пси по правилу вывода, то тогда я говорю, что из Фи есть стрелочка в Пси. Вот. Значит, вот так я это записываю. Ну, можно это формально записать. Значит, формально это будет что? Значит, будет аксиома для любого Фи, для любого Пси. Значит, если лапка… Лапка… Лапка Фи Пси… Так, секундочку, извините. А, нет, нормально. Если лапка… Лапка Фи Пси… То тогда стрелочка… То есть, вот здесь я правила вывода ввел в виде аксиомы. Ну, мог вообще в виде правила вывода это сделать. Ну, допустим, правила вывода это было бы записано так. Так, если, значит, Фи и лапка Пси… То есть, Пси стоит от правила вывода, да, ну, значит, в данном языке надо написать вал вот от такой… Так, ну, когда надо в польской записи писать… Лапка… Фи и Пси… Истина. Так, то тогда и если мы лапку заменим на стрелочку, то тоже будет истина. То есть, ну, просто лапку можно на стрелочку менять. Значит, стрелочка Фи и Пси тоже будет истина. Ну, то есть, грубо говоря, если Пси следует от сил правила вывода, то тогда и Фи и стрелочка в Пси. Так, значит, это вот первое. Первое, значит, ну, дальше так подробно не буду. Следующее я, значит, давайте вниз ее отнесу. Значит, это первое. Это первое ксиома. Значит, следующее будет говорить, что… Так, что он там говорит? А, импликации. Значит, если у меня есть материальная импликация от Фи и Пси, то тогда у меня есть и стрелочка. Так, это следующее. Дальше. Я ввожу транзитивность. То есть, стрелочка транзитивна. Значит, если у меня есть стрелочка из Фи и Пси, и одновременно у меня есть… Ну, сейчас я неформально все пишу, да, не в польской записи. Стрелочка из Пси в Кси. То тогда… Значит, вот я добавляю правила вывода. Можно в виде аксиомы. То есть, это не настоящее правило вывода. Но в правилах выводов при этом не получается. А аксиомы, которые его постулируют. И в этом случае то, что первое, значит, Фи первым стоит, влечет то, что последнее. Ну, транзитивность. Значит, Фи стрелочка, последняя Кси. Так, итак, значит, если есть лапка, то есть стрелочка. Если есть материальная импликация, то есть стрелочка. Если есть две лапки, то по транзитивности между первым и последним есть лапка. И последнее, что я пишу… Так, значит… А, ну, мод исполненц. То есть, ну, тот же самый мод исполненц, только для стрелочки. Значит, если у меня из Фи в Пси есть стрелочка, и при этом Фи истина, и равно true, да, значит, вот Фи истина на эскер-эффлектике, проще вот так записать. А, потому что равенство здесь экстенсиональное. Оно говорит о значениях, а истинная формула – это формула, которая значение, которая у нас истина. Вот, ну, и тогда, значит, тогда и то, куда идет лапка, тоже истина. Вот, то есть, ну, мод исполненц. Вот, значит, такие четыре правила я ввожу. И, ну, по крайней мере, вот, вроде их хватает, ну, вот для тех целей, про которые я говорил, зачем нужна стрелочка, по крайней мере, в тех примерах, которые я смотрел, и там сегодня разбирал, это работает. То есть, позволяет использовать стрелочку именно так, как я хочу, там, писать, что для любого х, если х натуральное число, то тогда что-то там, и это что-то там будет говорить что-то, и оно будет применяться только для тех х, у которых значение натуральное число. Вот, то есть, вот так она будет работать, а это, ну, становится для меня, по крайней мере, сейчас. Так, вот про стрелочку я рассказал. Conditional по-английски. Значит, могу про парадокс Харри рассказать. Ну, может быть, у кого-то из участников есть вопросы какие-то, на чем хотелось бы подробнее остановиться. Ну да, то есть, про кари, там, собственно, в чем рассказ заключается. Я просто говорю, что в рефлектике нужно быть аккуратным, если мы добавим слишком сильные правила вывода или аксиомы, то система рискует стать противоречивой, например, за счет парадокса Харри. Я просто привожу пример, что вот, если, допустим, добавить modus ponens в некоторый вариант modus ponens, то этот вариант приводит к противоречивости, и дальше я привожу ослабленный вариант, который его может заменить в рефлектике. Ну, там надо в посылке еще написать, что там первая посылка является формулой, которая определена, да, то есть, и тогда, и в этом случае вроде проблем, по крайней мере, вот таких проблем не будет, и я конкретно привожу, как получить вот для этого варианта парадокс Харри, ну, там как бы надо разбираться, это, в общем, так просто, если написать, вот эта формула для парадокса Харри, она не будет понятна, ну, нужно там на ней сидеть, там, прям поподставлять и как бы увидеть, что это дает то, что надо. Так что сейчас, наверное, вот не подробно я только что рассказал, а подробно разбираться, ну, тоже сейчас голова, наверное, устала у всех, и там здесь не так фривиально. Ну, там уже довольно давно просто сидим, и поэтому действительно сейчас уж тяжело. Ну и последнее. Ну, я даже не знаю, вот. Ага, прошу прощения. Ну, вообще, на языке рефлектики писать достаточно непривычно. То есть я вот, у меня даже в списке дел записано пробовать писать на языке рефлектики, потому что, ну, чтобы как бы лучше научиться с ней работать. То есть так-то все выглядит так же, но вот из-за этих нюансов того, что не совсем понятно, как что написать поначалу. Ну, если привыкаешь, то, в принципе, я тоже сейчас привык. Вот какие-то примеры я вам сегодня прям сходу вроде писал, и там правила доприменял, и вроде особо не напрягался. Ну, там, раньше мне, наверное, это было бы сложно делать. Да, ну давайте, может быть, все-таки у кого-то созрели вопросы. Если они созрели, то давайте их зададим. Ну, видимо, нет вопросов. Надо думать еще очень долго, медитировать. Ну, единственное, что я не хотел рассказать в последний раздел, там про инстанциональный контекст. Ну, про это я немножко уже говорил. То есть я, например, приводил пример, что там можно ввести символ верит, да, и ввести в него аксиомы. И, в частности, вот, например, ну, вот здесь прочитаю, значит, можно добавить аксиом, правила вывода, которые декларируют, что каждый верит в каждое утверждение, которое следует по правилам, в которые он верит, из утверждения, в которые он верит. То есть вот, например, я предложил пример аксиомы, которая то, что я только что сказал, постулирует, и вот таким образом задает какую-то семантику для этого нового символа, можно другие аксиомы добавить, и вот тогда оно будет работать именно в этом смысле, и можно там что-то писать про то, что кто-то верит, или там кто-то что-то знает, или там другие вещи. Вот. Это единственное, что есть при приняты, я не хотел рассказать. Да, ну вот по поводу вот этого belief, правильно ли я понимаю, что тут что-то вроде логического всеведения присутствует? Ну, то есть агент, который вот, к которому убеждение приписывается, он имеет убеждение и во всех следствиях того, что он верит? Так, а можно я... еще раз, я чуть отвлекся и не все уловил. Да, ну вот у нас есть какой-то агент, он верит там в некоторые... Мы ему приписали, что он верит в некоторый набор каких-нибудь утверждений. Ну, пусть будет два, значит. Вот, и мы считаем, что он логически подкованный, и из этого мы делаем вывоз, что он верит и во все следствия этих утверждений. Ну, например, да, то есть мы можем ввести предикат верить таким образом, вот как вы сказали, а можем ввести разные предикаты верить, у которых разные свойства, то есть смотря какая у нас цель. Ну, то есть в таком виде, как я сейчас записал, значит, вначале главный символ belief, ну, B сокращенно его написал, это символ один, двуместный, а дальше два аргумента. И вот один из вариантов, как можно это ввести, можно сказать так, что объект, который является значением первого аргумента, то есть вал от тау, этот объект верит в утверждение, которое выражено формулой, которая является вторым аргументом. Вот, то есть он верит в утверждение выраженной формулы phi, и вот в этом случае у меня belief будет по первому аргументу экстенсионален, потому что только от значения первого аргумента будет зависеть, ну, вся формула верит или нет, ну, кто именно. А по второму он будет интенсионален, потому что, потому что, ну, а, ну, потому что здесь важна сама формула, то есть формула, которая что-то утверждает, то есть он верит в эту формулу. Ну, и вот, используя такой предикат и добавив какие-то аксиомы, мы можем там что-то, какую-то семантику внести в этот символ, а дальше там какие-то там теоремы доказывать, ну, или просто использовать там, если нам надо где-то. А, ну, вот еще у меня там пример, вот после, я не упомянул, при принте я привожу пример, ну, есть такая штука, Dere и Dedicta Distinction, различия Dere и Dedicta, прочтения, всказывания, и вот не все языки позволяют это различие в разными формами выражать, ну, например, модальные логики позволяют, в частности, вот, и я показываю, что рефлектики тоже позволяют, то есть я привожу пример, в котором два прочтения есть, Dere и Dedicta, и, в общем, показываю разные формы рефлектики, которые каждое прочтение своей формулы реализуют, и смысл разный, ну, в общем, видно, что, ну, вроде как видно, что правильно, то есть то, что надо, то и записано в каждом из двух смыслов. Вот, все, на этом заканчивается. Да, хорошо, спасибо. Ну что ж, наверное, надо заканчивать все-таки обсуждение. Действительно, очень много всего было, и трудно все это как-то удержать в голове за один раз. Еще раз спасибо вам за выступление. Наверное, будем поддерживать какую-то связь, и, может быть, самой рефлексией будем заниматься. Спасибо, что призвали. По сути, это у меня первый доклад, на котором я вот так, то есть я делал для своих, ну, один как бы коротенький совсем, то есть вот как бы именно построение я еще ни разу ни на каком докладе, ну, подробное построение не рассказывал. Ну, то есть только вот одним товарищем, с которым мы вместе вот для языков программирования пытаемся это применять, то есть ему я подробно рассказывал, ну, так, во время наших семинаров, вот, а так доклада у меня еще ни разу не было. По-хорошему, я не знаю, может быть, надо где-нибудь где-то на какой-нибудь там конференции или еще выступить. Ну, правда, кратко-то это не рассказать, я вот даже не знаю, то есть может быть, кто в России, там, не знаю, там в Москве, в Питере, в Новосибирске, вот похожими вещами это может быть им интересным, что может тоже рассказать. Не знаете, кто у нас занимается. Про вас я вообще не знал, что вот вы занимаетесь основаниями в каком-то смысле. Не знаю, бегом в Миши. Да, люди, которые всем подобным интересуются, они, конечно, есть и в России тоже, но опять же вот хочу повторить, необычность формализма, она вот сразу вызывает большие вопросы, подозрения, и нужно как-то, не знаю, выработать такое емкое объяснение, чтобы можно было донести основные идеи этого формализма буквально там за 10 минут, иначе люди могут просто сбежать, потому что, ну, знаете, там какой-нибудь счет древних шизов там заподозрит или еще что-то в этом роде. Окей, спасибо. То есть это просто очень непривычная конструкция, да, ну и, естественно, надо какое-то вот то, о чем Алексей Геннадьевич сказал, доказательство непротиворечивости иметь. Мне бы сейчас тоже, Михаил, сходу не вспомнить, вот я знаю, ну, ты совсем из старых времен был такой переверзив, который занимался тоже как бы улучшением языка для вот для всяких таких целей, и что-то мне, может быть, даже напомнило, и это тоже дало мне силу сидеть тут до конца немножко. Но я подумаю, если у меня всплывет, я или через Льва, или еще как-нибудь, может быть, вам дам. А так я поддержу, у Льва Дмитриевича хорошее было, если просто заявиться, ну, там, в Москве, в Петербурге есть логические сообщества и философско-математические сообщества, реакция может быть непредсказуемой, тут надо как-то аккуратно, надо найти форму подачи, конечно. Спасибо. Можно где-то тезисы написать куда-то там небольшие или еще что-то как-то. Ну, вот у меня с публикацией, вот, собственно, вот то, что я в перерыве говорю, что нет у меня ссылок на современные работы, то есть вот, ну, вот, если, значит... Ну, потому что это сложная тематика такая. Ага, то есть... Ну, я напишу, то есть, может быть, если вы, ну, в общем, каким-то образом посоветуете, как там искать эти работы, или там... Ну, в общем, вообще, ну, что добавить статью в этом аспекте, чтобы ее можно было напечатать? Надо подумать. Да, ну, вот по поводу отклонения статьи, да, вот в тех журналах, которые вы указали, я подозреваю, что там редактор, может быть, мельком проглядел это и подумал, что это что-то чересчур дико выглядит, и лучше это даже не допускать до рецензирования. мне кажется, вот такая ситуация. Ну, потому что действительно, вот когда просто открываешь статью, начинаешь ее читать, и из-за того, что это все настолько непривычно, не соответствует тем парадигмам работы с формализмами, которые устоялись и, в общем, приняты, то кажется, что это, ну, что-то как бы изначально неправильное. То есть тут надо приложить огромное количество усилий, чтобы что-то начать понимать. Вот так вот. Я думаю, что ни редакторы, ни рецензенты в некоторых случаях просто не могут себе этого позволить. Хорошо, спасибо. Так, ну, ладно.